...на следующий год, то сегодня, как никогда, пора уже озадачиться этим вопросом, узнать, какие методики, кейсы, инструменты, данные, цифры были за этот год и, возможно, там за предыдущие года, из которых можно вывести какие-то тренды. И наши замечательные спикеры постараются вам всю эту информацию донести, чтобы вам было проще и комфортнее готовиться к этому новому 2020 красивому году. Еще раз рад вас всех видеть и давайте начинать. Небольшая техническая ремарка. В этом зале у нас будут проходить выступления. Зал напротив, так называемая лаунж-зона. Первый кофибрейк, он доступен для всех. Все последующие. Заранее предупреждаем, что доступ туда только у партнеров, спикеров и коммерческих участников. Там есть дополнительная трансляция всего, что здесь будет, дополнительная трансляция всего, что проходит в этом зале. Там все кофибрейки, там можно отдохнуть, провести какие-то встречи, переговоры, поработать, созвониться. Ну, то есть занимаясь разовой работой и быть причастным к конференции. И я передаю слово модератору нашей первой секции, который расскажет как раз про самое главное, про цифры для аналитики. Василию Черному, представителю компании Brand Analytics. Он же и модератор секции, он же и наш первый спикер в данной секции, Виталий, к сожалению, задерживается, но обязательно будет. И прошу Василий. Василий. Олег, спасибо. Я у тебя украду. Коллеги, добрый день. Надеюсь, все успели выпить вкусный кофе. Да, Олег задумывал первую секцию, в которой мы должны поговорить действительно о медиапотреблении, о пудиторных данных, об инструментах, о новых подходах и так далее. Вот. Я в своем выступлении остановлюсь на таком, как нам кажется, ключевом в современном маркетинге, инструменте, как анализы, как аналитики социальных медиа. Я расскажу и о цифрах, сделаю такой микс, немножко цифр, собственно, возможности инструмента, тех практик, которые уже наработаны нашими ведущими брендами на нашем российском рынке, поиспользованию аналитики социальных медиа. И совсем, так сказать, в конце немножечко про кейсы. Виталий, который выступает первым, а вторым, расскажет уже не про анализ мнений пользователей наших с вами, про которые рассказываю я, а про анализ клиентских данных. Вот. Это другой срез совершенно. Я рассказываю про то, как изучать потребителей. Сейчас актуально будет в двадцатом году. Он будет рассказывать, как эффективно использовать внутренние данные компании. Насколько я понимаю, думаю, что так и будет. Соответственно, дальше у нас выступит руководитель агентства «Эдвайс». Вот. Тоже со своим новым подходом к маркетингу исследованием. Что он предложит в этом году, я не знаю. Это сюрприз. Он принесет презентацию с собой. Тем интереснее для нас всех это будет. Ну и уважаемые представители, ну помашите рукой японского агентства, если я правильно, Хаку Хото. Правильно? Я постарался ни на что не сделать удалений, чтобы не ошибиться. Хаку мы все понимаем, Хото тоже, наверное, понимаем. В общем, такое интересное название. И доклад будет посвящен такому методу, о котором вы, наверное, слышали, но вряд ли все прям использовали это антропологии. Я знаком с цифровой антропологией. Коллеги, наверное, что-то подобное предложат. Как расскажут, как они изучали паттерны поведения российских потребителей при покупке японской продукции. Собственно говоря, такой подход можно применить любой продукции, японской, не японской и так далее. Главное, методик, которая, как я понимаю, тоже дала интересный результат. Ну, давайте уже к моему докладу. Пока все фьюд-куфи немножко тянувремя, вы понимаете. Вот, чтобы все успели услышать то, что мы хотим сегодня рассказать. Да, мы фокусируемся, я, собственно говоря, представляю компанию Brand Analytics. Компания Brand Analytics является разработчиком аналитической системы, позволяющей анализировать наше с вами мнение, которое мы оставляем в социальных медиа. И эта система, собственно говоря, в основном назначена как раз для вас, для маркетологов, потому что помогает улучшать, собственно, импозиционирование на рынке, и улучшать свои продукты, выводить новые, и понимать, почему они нравятся или не нравятся потребителям, и строить свои рекламные компании, понимая, опять же, для кого вы нацеливаетесь, лучше понимая свою аудиторию, интересы, где она живет в сети, что она от вас ждет и так далее. Вот про эти возможности, про эти цифры мы сегодня поговорим. Ну, мы все помним, что четвертая власть у нас СМИ, но она так постепенно уступает вместо пятой власти, которую сейчас называют социальные медиа, которые вторглись в нашу с вами жизнь, мы часть жизни сами проживаем в социальных медиа, другая часть жизни там отражается, в общем, там отражается практически все, что делаем мы сами, все, что делает бизнес, который мы с вами создаем, все, что делает государство. И бизнес государство остро ощущает, что эта обратная связь практически единственный быстрый и надежный канал, который позволяет и стратегически выстраивать свои действия, свой маркетинг, и тактически разбираться с теми проблемами, которые эта обратная связь показывает, что бизнес, что государство. Поэтому, да, социальные медиа рулит, это действительно пятая власть, которая стала уже посильнее четвертой. Я думаю, что вы все это понимаете. Но это проявляется очень по-разному. Ну, например, мы в какой-то степени являемся еще измерителями рынка, я поэтому некоторые цифры озвучу. Есть такая ассоциация директоров по корпоративной коммуникации, может, вы знаете, КМР, они много лет публикуют ежегодно рейтинг лучших топ-100 директоров по корпоративной коммуникации в нашей стране. Конечно, имеется в виду бизнес-брендов, в первую очередь. Вот, два года назад они к нам пришли для того, чтобы мы начали считать такую методику, как эффективность вовлечения аудитории, которую эти бренды смогли добиться в своих личных, на своих корпоративных страницах, на своих корпоративных сообществах. А в этом году они к нам пришли для того, чтобы рейтинг построить уже в гораздо более серьезной зависимости от того, насколько успешен и неуспешен бренд уже не в своих сообществах, а вообще в социальных медиа, то есть вообще перед лицом и своего потребителя, текущего и потенциального потребителя. Собственно, 30% значимости итогового рейтинга теперь зависит от тех цифр, которые мы с вами считаем. Это ведомости, июнь, по-моему, если я не ошибаюсь, этого года, как раз, публикация об изменении методики, о том, что теперь эффективность маркетинга, маркетинга и коммуникации считается по тому, насколько бренды хорошо работают социальными медиа. Это одно из подтверждений. Мы уже много лет считаем такие инновационные рейтинги авторов, лидеров, мнений, инфлюенсеров в различных социальных сетях. Почему мы их считаем инновационными? Потому что всем вам доступны рейтинги по аудиторным метрикам. Это получить не так сложно, но аудиторные метрики не так интересны. Там много накруток, много ботов, и это не показывает, действительно ли возникает обратный интерес читателя, зрителя, смотря в каком канале это находится. А такой обратный интерес показывает метрик вовлеченности. Метрик вовлеченности нам с вами рассказывает, как отреагировали пользователи на тот контент, который предлагает автор. Постами и постами, цитированием, лайками, комментариями. Вот все это вместе называется вовлеченностью. И, собственно говоря, посчитать ее довольно сложно. Таких рейтингов в общем доступе, кроме наших, и нет. И эти рейтинги немножко по-другому заставляют нас посмотреть на лидеров мнений на каждой социальной площадке. Ну, в данном случае это, по-моему, да, июньский рейтинг топ-20. Мы публиковали блогеров, YouTube-блогеров. В этом году эти рейтинги получили как бы очень широкую поддержку СМИ, многомиллионные охваты. Мы чувствуем очень большой интерес к подобному рейтингу, поэтому мы их как бы усилили, расширили и так далее. Что интересно, если говорить про YouTube, я не буду подробно останавливаться, это все-таки не главная цель выступления. Это как бы контекст, который нас убеждает в том, что социо-медийный канал очень важен. Если мы в нем не работаем, не извлекаем ценность для нашего бизнеса, мы, скорее всего, много и теряем. Так вот, чем отличается рейтинг по увлеченности авторов YouTube от стандартных аудиторных рейтингов? В стандартном аудиторном рейтинге YouTube все лидирующие позиции в топ-20 в основном принадлежат либо детским каналам, либо каналам для детей. Это такие каналы а-ля телевизор, потому что смотрят дети, которые действительно воспринимают YouTube как телевизор, они с ним не разговаривают, никакой увлеченности не возникает. Да, смотрят, но это аудитория, которая пока брендам в этом возрасте не так уж интересна, хотя подсматривать за ней, наверное, полезно. А если посмотреть по реакции пользователей, как мы строим рейтинг, на каких авторов, на какой контент пользователи реагируют и куда имеет смысл к бизнесу приходить для того, чтобы встраиваться в эту энергичную взаимную коммуникацию между авторами и пользователями, то здесь совершенно другая картина. Конечно, лидирует игровая тематика, ластплееры лидируют, лидируют авторы, работающие в жанре DIY экспериментов и в жанре челлендж. Вот, вы можете посмотреть, у нас все это открыто. Это достаточно интересно, потому что эти рейтинги с аудиторными не пересекаются почти никак. Так, вот, на нашем сайте, в блоге, в разделе исследования вы можете посмотреть разные другие и, в частности, и эти тоже. Чуть позже, в июле, а, тоже в июне, мы выпустили за июнь опять же рейтинг по увлеченности по основным соцсеткам ВК, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Тоже интересная история, заслуживающая отдельного рассказа, я скажу лишь коротко. Лидеры ВК по увлеченности, это в основном те, кто смог добиться и успеха в Ютьюбе. Собственно говоря, это те же Ютьюб-блогеры. В Инстаграме, как мы все с вами понимаем, весь топ занимает Celebrity. Вот, тоже понятная история, совершенно другая. Фейсбук, 17 из 20 топ-авторов, это украинцы, это политика, они у нас побеждают в русскоязычном Фейсбук. Ну, что же побеждают? Вот они, у них Фейсбук главные соцсети. Вот они по максимуму ее используют. Вот, и, собственно, в Твиттере основные тематики это политика и сатистическая политика. Вот, другие совершенавторы, но в том числе и молодежная аудитория за последние пару лет прирастает в Твиттере. Это тоже интересный трет, она туда возвращается. Вот, взрослые ушли, а молодежь пришла. Но, Бузова, как вы видите, лидирует и в ВК, и в Инстаграме, только два еще человека смогли попасть в лидеры в двух одновременных соцсетках. Это Шарий. Шарий все знают? Ну, кто-то знает. Отлично. Вот, это блогер бумага А4, знаете, да? И Катя Адушкина. Но после прямой линии президента, наверное, Катя Адушкина знают точно все. А если как бы люди с ее занимаются, с их медиа, наверное, знают уже давно. Она в наших рейтингах, хоть и очень молодая, присутствует уже несколько лет. Да, ну вот, как бы подтверждением того, что действительно соцсмедиа все сильнее влияет на нашу с вами жизнь, послужил тот факт, что в этом году, этим летом, Форбс целый ряд рейтингов решил перестроить и включить метрику популярности в социальных медиа в рассчитываемые публикуемые свои рейтинги. Вот они для начала взяли, попросили у нас построить рейтинг Инстаграм блогеров и по аудиторности, и по популярности, и сделали большое материал. Я читал, естественно, Форбс про деньги, поэтому они видят, что наиболее интересна растущая тема, это как, собственно, зарабатывают блогеры. Если кто не знает, биржи блогеров в Китае сейчас прокачивают половину рекламного бюджета страны. Вы знаете, что у нас в России тоже целые, там, аж, по-моему, сейчас 4 биржи блогеров, да, знаете, и они тоже уже начинают прокачивать серьезные деньги, вот, потому что коммуникация через лидеров мнений сейчас зачастую эффективнее, быстрее, точнее, чем через СМИ, да. Вот, поэтому, собственно, Форбс заинтересовался этой темой и посвятил очень серьезно обширный материал и вот с аудиторными нашими исследованиями и со статистикой по доходам, со средними чеками и так далее. Почитайте, довольно интересно. Они пошли дальше, они один из своих основных рейтингов самых успешных звезд, они также впервые начали считать с нашей помощью, в том числе в меньшей степени на доходы, они понизили весовой коэффициент доходов участников рейтинга и внедрили новую метрику, упоминая в создательных сетях, которую мы для них считали. И, в общем, мы написали достаточно программный материал в августовском Форбсе и в колонке главного редактора, и в анонсе этого материала, почему теперь мир живет иначе, почему теперь деньги не главное, а всего лишь следствие честной популярности, зарабатываемой напрямую, без посредников СМИ, напрямую у нас с вами. Из нее проистекает многое, в том числе и деньги. Посмотрите, они специально ограничили возраст участников 40 годами, у них рейтинг топ 40 до 40 лет, 40 до 40. Специально для того, чтобы как бы лидеры прошлого в него не попали, а наоборот свежие молодые герои смогли попасть в этот топ 40. Так и произошло, это действительно важно, интересно, серьезно, этот знак, потому что Форбс, как вы понимаете, много десятилетий считает эти рейтинги, если он пошел на изменение методики, это что-то значит в нашем с вами мире. Ну, окей, рейтинги рейтингами, важно это или не важно, все думают немножко по-разному. Я привел один из всего примера, это как бы не про маркетинг, но все равно, чтобы вы понимали, что все-таки в нашей жизни эта история про социальные сети, про их влияние на нашу с вами жизнь, на бизнес, на жизнь, очень велико. Это июньский пример, мы опубликовали в своем телеграм-канале данные о том, что 8 июня, в день суда над Иваном Голуновым, и на самом деле все три последующих дня, упоминаемость в социальных медиа Ивана Голунова, находила упоминаемость Владимира Путина. Это случается очень редко, в данном случае это случилось, и эти данные в том числе использовались на переговорах в московской мэрии, об этом потом написал, собственно, Венедиктов и главред новой газеты, которые вели эти переговоры. Это прямую повлияло на разрешение ситуации. Это просто к тому, что лишнее подтверждение, и не лишнее моих слов, что, ребята, нам нужно с этим каналом работать всерьез и надолго. Так, ну вот, давайте немножко про практику. Уже все-таки к маркетингу, к бизнесу. Я воспользовался такой шикарной возможностью, мы проводим периодические бизнес-завтраки, у нас выступают наши клиенты, которые в той или иной степени достигли успехов, используя наши инструментарии и используя анализ социальных медиа. Я украл несколько слайдов, чтобы показать глазами клиента, как они видят свой успех, в освоении этого инструмента. Это несколько слайдов из презентации Сбербанка на нашем летнем бизнес-завтраке. Как Сбербанк, департамент исследований Сбербанка, который входит в маркетинг, видит для себя, они пять раз отговорились, что, конечно, для них так, для других может быть не так, это их взгляд на наиболее актуальные инструменты, в первую очередь на социал-медиа листы. Что он им дает, что они уже научились делать, что превратилось уже в рутину, что они еще ожидают. Вот это то, во что они верят. Вот это главная вещь. Да, нужна тотальная автоматизация. У нас внутри авторов нашего продукта, главного, иногда называют это автоматическим маркетологом, лично мне это очень нравится. Понятно, что в маркетинге очень много направлений. Говоря об анализе мнений пользователей, мы все-таки говорим об одном из направлений, но вот тотальная автоматизация клиентам очень нужна. Все, что можно автоматизировать, надо автоматизировать. Потому что у того же Сбербанка задача на ночь. То есть вечером, как бы, топ-менеджмент, говоришь, ребят, мне к утру надо понять, что происходит. Утру ему уже нужно выдать эти данные. И иначе никак. Вот. Вы задерживаетесь уже не на вечер, а на ночь. Вы должны на ночь провести исследования и выдать инсайты. Вот. Для этого у вас должен быть соответствующий инструментарий. Так сейчас устроена жизнь. Она очень быстрая. Если вы не можете быстро дать ответ, вы начинаете проигрывать. Во всем. В бизнесе, в зарплате, в карьере. Ну, во всем. Вот. Биг-дейт. Но сейчас все про биг-дейт. Понятно, что, встально-медиа, это один из самых сложных биг-дейт. Да, потому что это не только непредсказуемый объем данных. Это, в первую очередь, не структурированные данные. Это те объемы, которые мы, например, анализируем ежедневно больше 100 миллионов сообщений. В архиве у нас больше 100 миллиардов сообщений. Это архив в три раза больше Яндекса. Данные гораздо более сложные в обработке, но гораздо с большим потенциалом полезности для маркетинга. Потому что обладает, в том числе, и прогностическим потенциалом, и разным другим. Если мы с вами это не освоим, мы окажемся на обочине. Мобайл. Ну, мы все понимаем, что мобильный трафик и мобильный пользователь – наше все. Соответственно, если мы посмотрим те же данные медиаскопа, вы увидите, что основное время мобильный пользователь все равно проводит социальных медиа. Значит, мы опять про социальные медиа. Естественность – это про то, что в настоящий момент вся исследовательская индустрия уходит от опросных технологий, потому что они все-таки искажают результат, так или иначе, потому что они долги, долги, потому что они не точны, не всеохватны и так далее, имеют определенные ограничения. Хотя, конечно, имеют и много положительных моментов. Так вот, естественность будет о том, что сейчас исследование – это фактически наблюдение «я», без задавания вопросов, за действиями пользователей и социальные медиа, это как раз проект. Вот. Ну, в социальных, тут же что говорить. Вот, да, вот. Уход от неестественной ситуации прямого вопроса. Больше слушаем, но гудаем, чем спрашиваем. Вот все средства, которые нам позволяют слушать, наблюдать и принимать верные решения, те инструменты нам с вами нужны в первую очередь. Ну, вот, это я подробно останавливаться не буду, в том числе и потому, что я не все это знаю. Вот. Это те маркетинговые инструменты, которые Сбербанк исследует для себя, по себе которых он принимает решения, начинают с этим работать или нет. Ну, вы все знаете, что такое клевая хайп, правильно, да? Это вообще-то метод оценки текущей ситуации на том или ином рынке. Ну, например, на рынке технических инструментов. Ну, по любым срезам он уже применен. Сначала идет рост интереса, да, хайп. Ох, сейчас новые технологии нас всех спасет. Пик ожиданий, склон разочарований, которая оказалась, что быстро все это не начало работать. Потом часть технологии выживает и начинает приносить пользу. Разработка сценариев реальных внедрений, плато продуктивности, когда технологии и маркетинговые подходы, в частности, в данном случае, входят в нашу жизнь. Значит, для нас тут интересен social media listing, вот, видите, да? Он у нас в этом году, ну, в прошлом, может быть, уже во многом этом, и следующий муж точно переходит на плата продуктивности. Если вы не здесь, значит, у вас не максимум продуктивности. Это я вас так пытаюсь пугать, пока не очень получается, но, может быть, еще какие-то подходы я найду. Да, visual sml, social media listing, это анализ, как бы, визуального контента пока еще не нашел сценариев, но я про это с ним немножко поговорю. Вот, trendwatch, social media listing, видите, да, на пике ожиданий, но работающих решений, вот, только-только они есть, и у нас есть, только, как бы, начинают тестировать пользователи, смотрим, что с ними дальше будет, как быстро они пройдут склоны разочарования, выйдут на продуктивность. Ну, если убрать все другие технологии, на которые вы можете посмотреть, и посмотреть, все ли вы там знаете, все ли вы используете, или, по крайней мере, в курсе, если говорить про стальной медиа, то вот, мы оставили, да? Значит, за последний год анализ медиа перешла от понимания того, как она может быть полезна уже, собственно, в рутинной работе, и давайте разбираться, если мы сегодня не успеем, вы дальше просто поменьте себе и разберитесь, нужно это вам или нет. Ну, я думаю, что для большинства нужно, но, может быть, не в вашем случае, разберитесь и найдите обязательно ответ. Значит, да, все, что можно автоматизировать, клиенты хотят автоматизировать, и мы тоже над этим работаем. Анализ картинок, мы тоже в этом году нащупали наиболее эффективное использование анализа картинок, я про это немножко позже скажу. И, конечно, тренд-вотч, это тоже важный момент. Ну, и, если говорить, применим в Сбербанку, там, объем контента соцмедийного ежедневно, идущего по Сбербанку, это порядка 50 тысяч единиц контента в месяц, это несколько миллионов. Соответственно, если автоматическая аналитика не помогает вам пластеризовать весь объем наиболее значимые моменты, не помогает вытаскивать смыслы, это, конечно, проблема. Поэтому речь, конечно, идет в данном случае об агентизации, выявлении смыслов, и о тренд-вотчинге, потому что тренды, это могут быть как информационные тренды, и это тогда про это, про то, что мы должны из объема быстро доставать смыслы, а может речь идти о потребительских трендах, те, которые свидетельствуют об изменении нашего потребительского поведения. Это немножко другое, более сложное. Сейчас это делается за счет микс автоматики и экспертной работы. Если мы сможем долю экспертной работы снизить, это тоже будет всем в плюс. Ну, в любом случае, вот по всем этим направлениям идет постоянное развитие, и, собственно говоря, я вас призываю сегодня этой одной мысли не упустить, не остаться в стороне от этого развития. Ну, сильные стороны СМЛ, по мнению Сбербан, вот. Спонтанность реакции, да, ну вы понимаете, естественность реакции, соответственно, минимум субъективизма. Вот, там уже есть все. Это про то, что архив, который можно использовать, это данные для анализа, это классная штука, потому что если вы кого-либо из респондентов спросите, а что там было полгода назад, год назад, вряд ли вы получите достоверный ответ, но просто мы на это не так хорошо, наша память способна. Поэтому обращаться к слепку информационного в любом моменте времени в прошлом, для того, чтобы проанализировать старт продаж, неудачу продаж, главную компанию, все что угодно. Это очень важно. Непрерывность – это тоже классная штука. Вот. Опять же, во-первых, потому что аналитика должна быть в динамике. Есть динамические моменты, которые влияют на ваши действия, которые вы должны провести в реал-тайме. Во-вторых, про там уже все есть, если все это непрерывно, значит, вы действительно можете найти все, а не куски. Ну, качественный, количественный характер тоже интересно, потому что количественный анализ происходит достаточно легко, если вы, так сказать, правильно пользуетесь. Качественный тоже классно, потому что вы можете тут же провалиться и прочитать, почему такая количественная статистика появилась. Вы тут же можете себе попробовать это объяснить, углубившись и, так называемый, занявшись качественным анализом медиаполя. Ну, на самом деле, это не все, вот, оперативность, да. Аналитика соц. медиа позволяет иногда за полчаса, за час получить гипотезы, иногда даже быстрее, которые зачастую, будучи перепроверенными другими методами или этим же методом, дают новые идеи, собственно говоря, для маркетинга. Вот. Иногда, помимо аналитики соц. медиа, другого способа провести какое-то исследование разведывательное, какое-то просто даже невозможно, ну, там, не знаю, если вы, например, хотите понять, есть ли у вас потенциал выхода, там, в какую-то страну, знаю, там, в Казахстан, вы, конечно, можете заказать у какого-то казахстанского агентства или висече компании какое-то собственное исследование, а можете, находясь в Москве, это все провернуть гораздо быстрее и составить себе гипотезу о том, стоит ли не стоит вам там развивать свой бизнес, ну, и так далее, и так далее. То есть гибкость этого инструмента, она будет пошире, чем классические методы исследования. Ну, вот, опять же, что Сбербанк внедрил, в том числе с нашей помощью, с помощью исследований, которые работают на наших данных и работают с Сбербанком. Ну, это все основные, это Ипсос, ГФК, Контарт, Ринес, Нильсон, вот, они являются, собственно, исполнителем-подрядчиком для Сбербанка по многим проектам и работают на наших данных. Это то, что Сбербанк заявляет как внедренные технологии в их маркетинговые процессы. В их отель, все знают, что это такое, да, бренд-трекинг. Дорогая вещь, не до конца понятная, отказываться от нее или нет, отказываться страшно, польза не всегда уже очевидна, вот, поэтому Сбербанк еще 3 год назад в тентре Сбербанка на ВХТ победил ГФК, которые предложили плавный переход от уфлайнового бренд-трекинга к, собственно, бренд-трекинг на основе social media. В том-то изначально было заложено, обязательно используемое social media для интерпретации результатов оффлайнового бренд-трекинга, и это все удалось, и как раз Сбербанк объявляет, что это пока самый классный результат, который им удалось достичь, но, собственно говоря, оффлайновая часть постепенно снижается, онлайновая в реал-тайме происходит и дает много пользы. Ну, как вы понимаете, интерпретация едами API, то есть вы в оффлайновом бренд-трекинге получаете результаты, но вы не знаете, о чем они свидетельствуют, вы не знаете, что это привело. Поэтому вся интерпретация результата бренд-трекинга, атрибутов таких как надежность, инновационность или отношение к продуктам, в рамках этого бренд-трекинга мониторится, анализируется вся продуктовая линейка банка, вся, все смежные проекты и так далее. Ну и все атрибуты бренды, которые, собственно, Сбербанк считает для себя важными. Вот, и благодаря, собственно, анализу соцмедиа возникает понятная интерпретация результатов динамики этих API, оценка эффективности рекламных активностей, выявление событий, влияющих на имидж, анализ активности конкурентов, вот это все уже доступно, уже приносит пользу, соответственно, имейте это в виду. Второе, что они отмечают, это, собственно говоря, анализ динамик удовлетворенности клиентов. Это интерпретация динамики НПСов, ЦИСАев и так далее. Вот, потому что тоже данные из стальной медиа очень удобны для анализа подобной динамики. Динамики этих показателей пока не считаются опросными методами, но и там произошла революция, потому что большие анкеты, которые обычно пользователи заполняют, формируя НПС, Сбербанк урезал до буквально десятка вопросов, даже меньше, за счет того, что предварительно, собственно говоря, гипотезы по НПС формируются в соцмедиа и уточняют с помощью той анкеты, от которой люди не убегают, а, в общем, достаточно быстро соглашаются отвечать. Потому что большие эти анкеты на полтора часа, в общем, это утомительное занятие, поэтому Сбербанк и здесь дошел к этому уже иначе. Ну, собственно, это анализ развернутого голоса клиента, выявление конкретики по проблемам пользователя. Ну, а как вы еще это сделаете быстро, всеохватно, по всей географии и так далее? Затруднение. Значит, ну, это хокки. Ну, это хокки, я даже останавливаться не буду. Это совсем, наверное, вам понятная вещь. ЮНД-исследование, выявление потребностей анализа использования паттернов, сегментация потребителей по отношению к тем или иным продуктам, анализ эффективности диджитового площадок для медиапланирования, конкурентный анализ и так далее. Конкурентный анализ – это вообще мечта, потому что данные стальных меди, они относительно открыты, соответственно, вы все, что видите по себе, можете увидеть по-любому своему конкуренту. Это просто мечта. Вот, если вы это не используете, ну, вы хотя бы сюда пришли и это слышите, это уже шаг. Вот, TrendWatch, собственно говоря, это то, что технологически сейчас формируется, но еще не совсем сформировалось, окончательно выявление формирующихся анализ средствующих трендов, поведенческих, инновационных и так далее. Это нужно всем. Даже пояснять, наверное, не будет. Вот, мы над этим работаем, и у нас в этом году новинки на эту тему, и, собственно говоря, в следующем году тоже предполагаются. Ну и, собственно говоря, опять же, на данных социальных медиа, тот же Сбербанк включает эти данные в построение рекламных моделей для того, чтобы персонализировать все свои активности по продвижению, чтобы активность по продвижению всегда была привязана к контексту, который моментально считывается из того, что мы пишем. Что нас волнует, тут же учитывается маркетинговые модели, тут же учитывается в том, как мы генерим креатив, в том числе автоматически. Вот Сбербанк сейчас над этим работает. Так, это мы как бы о каких-то способах применить. Немножко про технику. Время. Я понимаю, ничего. Все нормально. У нас второго спикера я пока не вижу. Виталий. Есть. Будем отрабатывать за двоим пока. Так, значит, немножко технические детали. То есть, помимо всей этой прелести, которые пользователи уже вкусили и чему-то научились, мы подкинули новых дар в этом году. Это принципиально важно. Вот. Ну, давайте чуть-чуть немножко пообщаемся. Сколько в соц. меди в день публикается в виде? Есть какие-то гипотезы? Штуках. В русскоязычном. Ну, а сколько вообще жителей у нас в России? Каждый день в жизни, каждый день в поисках. Ну, знаете, даже по самым оптимистичным данным ВК, их пользовательская аудитория не превышает пока 100 миллионов. Это пассивная аудитория. Активная аудитория, которую мы публикуем, я просто не стал уже, эти цифры хорошо известны. А, да, 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 ну, как бы, да. Вот. Ну, нет, хорошо, что вы не снизу ошибаетесь, а сверху. Это как бы правильный акцент. Вот. Значит, вот активную аудиторию, которую мы фиксируем, это 46 миллионов людей, которые ежемесячно не просто смотрят, а пишут в социальных медиа. 46 тоже много. Вот. Пассивная, ну, наверное, в два-три раза. В два-три, там уже нет. В два-в два с половиной, может быть, в четыре раза побольше. Но все-таки не все они постят видео. А если человек пишет на ру, значит, ру. Если пишет на... То есть, понимаете, это делится по языкам, да? Как я и приводил пример по Фейсбуку, украинцы, пишущие на русском языке, они находятся в нашем с вами медиаполе. Конечно, так же делают все в СНГ. Они все рассчитывают на руку, на руку, на руку, на фолловера, поэтому все пишут на руку. Да, но все-таки россияне пишут больше, чем в СНГ. Вот. То есть, как бы СНГ не революционно меняет эту ситуацию. Ну, все-таки. Пока так. Вот. Немало, да? Более двух миллионов единиц видеоконтента публикуется ежедневно. Это дофига. Год назад это был каждый десятый пост, в этом году это уже каждый шестой пост. И лидер по объему публикации видео это одноклассник, почти миллион. И за год они выросли в два раза. В два. Это очень много ВКонтакте, вырос чуть поменьше, чем в два раза. А зарубежные площадки в русскоязычном сегменте выросли сильно меньше. И уступают. Собственно, и поэтому одноклассники, как бы, смотрившись, продолжают давить педаль газа именно на видео. В этом году у них много и новых видеоформатов и так далее, и так далее. Достаточно интересная вещь. Опять же, у нас есть исследование. Придите на сайт, посмотрите, почитайте. Я вам просто как заманул. Это цифра, это, ну, как бы, это видор жилерный контент, перепосты или нет. Значит, самоцитирование здесь исключается. То есть в данном случае основной объем здесь из 6-ти контента. Да. Это фига. Да. Вот. Ну, давайте дальше. Про картинки. Сколько в день публикуются картинок? Вкус, да? Ну, похоже на сайт. Похоже. Ну, хорошо. Все-таки еще нет, значит, нам есть куда расти. В день 25 миллионов картинок, из них 8 миллионов, да, то есть каждое там третье, да, там содержит текст, понимаете, да. И, собственно говоря, зачем я привел цифры по видео? Это к тому, что сейчас мы сделали доступно вам для анализа еще и расшифровки видеоконтента, а в котором тоже очень много полезного для макбитона. И, собственно говоря, с картинками то же самое. Ну, вот видите там, типичный пример. Кстати, вчера, по-моему, Яндекс выпустил исследование, где они утверждают, что в этом году в поисковых запросах стали пользователи впервые стали чаще спрашивать про мемы, нежели про анекдоты. Ну, не суть. Вот, а мемы, это оно и есть. Это текст, встроенный в картинку. И теперь мы с вами можем его анализировать. Иногда там угроза, иногда там инсайд, иногда, чтобы приготовить плодовское зелье, просто возьмите в Дикси любой консервированный паштет. Там в составе как раз все, что нужно. Шкура Кабара, Бокти Солы, Мышиный Порошок, ну, как бы, прикольно, конечно, но не для Дикси, наверное. Вот. Так, вот скажите, кто у нас в соцсетях агрессивнее, мужчина или женщина? Ну, понятно. Да, мужчина говорит про женщин, женщина. Вот. Опять же, это я просто для того, чтобы анонсировать, какие технологии вам доступны. Вам доступны сейчас анализировать наиболее агрессивные сообщения. А это очень важно, ровно то, что вам сейчас нужно из многомиллионного потока вычислять то, что нужно. Видите, женщины у нас, как бы, лучше сохраняются в возрасте, в молодости, в общем, друг с другом, наверное, спорим, а мужчины здесь уже задают, как бы, а женщины еще в самом высоту. Вот. Слава Богу, нет. Женщины прекрасны, слава Богу, меньше их не становится. Вот. Это я про что? Это просто еще одна из автоматических возможностей, позволяющие выявлять ровно тот контент, который вам зачастую нужен. Какая платформа лучше, эффективнее всего сейчас распространяет контент? Как вы думаете? Это не так. Значит, это Телеграм. Вот. То есть, если смотреть по метрике цитируемости, то Телеграм обгоняет Яндекс.Новость, видите, 200 тысяч цитируемий в месяц. 4 миллиона. Ну, понятно, что Телеграмы люди вместе стараются, там много медийных каналов, эта экосистема, но не суть. Суть в том, что если вы не анализируете Телеграм, значит, вы дохреначего не видите. Если ваш инструмент не позволяет делать, в Интехе, Интех весь, вот первое, что он делает, он оставляет с тема критетов в, допустим, в матрице оповещения, которое у нас настраивает, в первую очередь на Телеграм, оттуда идут самые серьезные репутационные риски, оттуда идут и так далее. То есть, вот, я не знаю, как вы сейчас с этим обходите, но с этим обходиться надо аккуратно. Соответственно, это все к тому, что в этом году вам для анализа стали доступны не только текстовые данные, но и чекины, тексты в картинках, тексты в видео и разные другие срезы автоматически формируемые, например, как сарафанное радио, который является самым, опять же, ценным контентом. Из точки зрения риска для вас, из точки зрения инсайтов для эффективного продвижения. Поиск текстов на картинках. Вот видите, запускаешь, он тебе находит прекрасную рекламу сети сетимобила, а текст вокруг попросить, ему бы ничего не говорит. Но он может найти совершенно другое, может найти вот эти вещи, которые я слухо озвучивать не буду, они очень неприятные, это АШ. Вот. А, соответственно, вы этого не видите, вы не видите, что у вас творится, если вы такой анализ под рукой не имеете. Вот. Соответственно, поиск текстов на картинках помогает вам находить логотипы, ситуации, в которых они используются, это важно, помогает находить мемы, анализировать вбросы и рекламу, помогает, собственно говоря, в вопросах безопасности, потому что очень часто случайно, не специально сливают в служебные документы, скриншоты экранов и так далее. Окей, давайте поскоряться, на самом деле еще. Вот. Поиск по тексту видео, по расшифровкам это же классная вещь. Наши любимые блогеры, блогеры, которые рассказывают, как правильно питаться, тра-та-та-та-та-та-та-та. И вот тут тоже всякие интересные вещи про бренды. Они на самом деле говорят, только мы брать не знаем. Вот тут наезд на вкус вил, что в общем, как бы бренд, который многие любят, на самом деле часть вещей продается по два раза более за вышли в цене, крат-та-та-та-та-та-та-та. Наверное, вкус вил это надо знать. Есть и хорошая новость для вкуса. Есть, например, посмотреть по срезу выявляющему такие четко направленные агрессивные сообщения, то вот люди недовольны тем, что не могут купить спаржу, вот в вопросах ответов мы урут, тот же ответ, что вам вкуса или купить можно. Соответственно, вкус вил, наверное, знает о том, что у них есть такие преимущества, не знает, насколько они важны для людей. Соответственно, он может количественно заоценить и использовать в том числе продвижение. То же самое наездный переклёсток в связи с тем, что там не маркируются продукты, а во вкус вилле маркируются. Соответственно, это еще одно позиционирование, которое может усиливать их проникновение на рынок. выявление самой горячей ситуации, на которую вам надо реагировать. Это опять же агрессия, но уже не в чистом виде, а плюс автоматической фильтрацией по личностным публикациям. Это так называемый ВОМ, это сарафанное радио, это когда из всего шума, пастов и всего что угодно автоматически выявляются те, кто публикуется от первого лица с ярко выраженным мнением и так далее. Это очень полезно, чтобы уменьшить ваши временные ресурсы затраты и получить быстрее те самые точки внимания, которые вам нужны. Ну и еще одно тоже автоматическое явление проблем с качеством. Опять же, в том случае, когда мы с вами смотрим исключительно пользоваться контентом, который аналитик вам сразу выдает без всякого лишнего шума. Это очень важно. В данном случае аэрофлот, пресло и так далее. Не будет зачитывать. Вот. Итак, новые технологии вам позволяют анализировать картинки и видео, анализировать чисто пользоваться контентом, отделяя его от стального шума, который, возможно, в этом исследовании вам не нужен, в этой аналитике, выделяя сообщения с агрессией, как те, авторы которых уже готовы вас просить покинуть или кинуть камнем. Это не всегда негатив. Это гораздо более точная метрика, которая показывает, где вам надо сразу разбираться с проблемой. Ну и собственно в сложных источниках, как и цивитах, в маркетплейсе, и так далее, в телеграме тоже. Ну или там на тех источниках, которые очень важны для управления чарбрэндом. Вот. Так. Ну окей. Пока камни кидает в меня только один человек, правда главный. Окей. Хорошо. Значит, получается, что давайте я все-таки с кейсами закруглюсь, потому что действительно время ушло. Вот. Наверное, презентация будет выложена. Здесь презентацию включен кейс по анализу собственно говоря отношения наших с вами по вакцинации, проблематике. Это задача Минздрава, там сложная ситуация, и задача брендов, которые производят фарма вакцины. Вы видите, самый интересный момент, 41% нас с вами против вакцинации, то есть эти привычки. Мы здесь показывали, как можно выявить, как можно выявить собственно говоря причины, как с ними разбираться, какие функционные как бы решения надо принимать, чтобы эту ситуацию как-то разгребать. Ну здесь какие-то подробности. Вот. Посмотрите. И здесь довольно интересный есть тоже из области фармы по поиску инсайтов. И немножко про Алипы. Тоже интересный момент, поэтому скачивайте презентацию, смотрите. Да, спец. Что? Отлично. Все, зайдем. Так. Ну что? Значит, безусловно. Да. Виталий Александров. Александров. Я все время в университете исправлял. Да, всем привет. Так, мою презентацию кто-то поставит? Вроде, вроде, вроде хотели. Да, коллеги, еще раз привет. Сейчас, наверное, пока ставят презентацию пару слов. Мы местное агентство, мы занимаемся работой с данными. Сегодня я постараюсь вам рассказать и, может быть, даже показать один из примеров того, как мы работаем с данными, какие данные мы, как сказать, ну, на примере работы с нашим клиентом Rosinter, сеть ресторанов достаточно большая. Вот, мы покажем, какие данные, каким образом мы как использовали, что мы делали для того, чтобы эти данные монетизировать и сделать так, чтобы клиент начал зарабатывать больше. Это моя презентация, если верно. Скажите, а кто является участником программы лояльности почетный гость? Поднимите руку. Ну, немного процентов 20. Хорошо. Начнем немного издалека. В общем, мы в основном работаем с компаниями, у которых, как правило, много данных. Это либо банки, либо страховые, либо ритейл, либо ресторанный бизнес, либо e-commerce. И, собственно, как бы наша ключевая задача, это сделать так, чтобы люди, которые уже есть в текущей клиентской базе, которые либо один раз покупали, либо приходили в магазин, начали делать это чаще, чем они делали до этого. Собственно, наш бизнес нашего агентства заключается в том, что мы стараемся эту частоту увеличить. И, собственно, как бы в рамках этой истории, я, ну, как уже говорил, расскажу вам про то, как мы на примере кейса с Орсинтером покажу, как это можно с помощью методологии, которые я предложу, делать это в вашем бизнесе и постараться, собственно, на этих данных начать зарабатывать. В общем, здесь речь пойдет больше про бизнесы, у которых, которые работают в рынке B2C, то есть, когда у нас есть много клиентов и об этих клиентах мы хотя бы что-то знаем. Ну, где мы знаем? Мы знаем в ресторанах, если есть программа лояльности. То есть, везде, где есть программа лояльности, мы уже что-то знаем. Мы знаем транзакции, мы знаем покупки, мы знаем средний чек, мы знаем частотность приходов в магазин. Ну, опять же, рестораны, да, если есть программа лояльности, вот, там, в Dodo Pizza, там, да, или в Россинтере, где ты называешь номер телефона либо сканирует PR-код и ты свою транзакцию подтверждаешь, то есть, идентифицируешься. И, собственно, как бы у всех у нас возникает вопрос, а как вот этих людей, да, которые у нас есть в клиентской базе, как их правильно стимулировать? То есть, по факту, мы все вот на этот вопрос отвечаем, там, и мы, и вы, да, то есть, мы вместе с вами, то есть, как сделать так, чтобы именно там, вот, именно этот начал ходить так-то, а именно этот начал ходить так-то. Вот, собственно, здесь возникает вопрос о том, а какой стимул использовать для того, чтобы этого человека привезти в следующий раз к нам, там, в ресторан, в магазин, куда-то еще. Вот, ну, здесь я там, для примера, выписал три стимула, там, это может быть скидка, это может быть доставка, это может быть какой-то полезный контент, ну, в смысле, бесплатная доставка, это может быть начисление бонусных баллов, там, на ограниченный период времени, ну, типа, там, вот вам 500 баллов, там, на одну неделю приходите и, там, потратить. Вот, второй вопрос, который мы тоже всегда всегда себе задаем, а какую, какой процент скидки дать? Или, не знаю, какое количество баллов до начислить? Вот, и у нас тоже этот вопрос всегда возникает, потому что, ну, непонятно. Очевидно, что, ну, очевидно, что кому-то можно скидку не давать, и он и так придет, потому что он лояльный, а кому-то нужно дать 50%. И как он сделал так, чтобы не дать всем 50%, а дать одному 15%, зная, что он придет другому 25%, зная, что он придет другому 50%, зная, что он придет, а кому-то не дать, зная, опять же, что он придет в скидке. Это второй вопрос. И третий вопрос, это какой канал коммуникации использовать? Потому что, в эпоху многоканальности, у нас у всех, там, с вами есть e-mail, рассылка, возможность через e-mail скоммуницировать SMS, у кого-то есть мобильное приложение, вот, у кого-то есть чат-бот, и в итоге, там, минимум 4 канала, я сейчас уже назвал. У кого-то может быть есть личный кабинет на сайте, это пятый канал. То есть, есть там целых 5 каналов, как минимум, через которые вы можете своим пользователям, а еще есть группа ВКонтакте, от которой вы тоже можете личных сообщений коммуницировать. то есть, 6 каналов. Потому что, очевидно, что бомбить одного человека со всех каналов в один и тот же день, в одно и то же время, с предложением приходи к нам со скидкой 50%, но не совсем корректно, скорее всего, человек испытает, там, бурый негатив. А у нас есть методология, методология заключается в следующем. Все, как бы, ответы на эти вопросы мы получаем через методы гипотезы и проведения экспериментов. Собственно, первый этап – это гипотеза, второй этап – это проведение правильно сформированного, так называемый, дизайн эксперимента, правильно собранный дизайн эксперимента, и третье – это, собственно, построение выводов и сегментация базы на основе этих выводов. Значит, история с центром. У нас было три задачи. Первая – это активировать неактивированных клиентов, ну, очевидно, есть огромное количество людей, которые зарегистрировались в программе лояльности, но ни разу не приходили. Вторая задача – это сделать так, чтобы те люди, которые уже давно не ходят, вернулись к нам. И третья задача – это посмотреть, как разные воздействия через промокоды, доставки, влияют в целом на других клиентов, потому что, возможно, какая-то интересная механика будет еще позитивно сказываться и, допустим, на новых клиентах. Собственно, механику, которую мы выбрали в рамках этого эксперимента, это начисление баллов с ограниченным сроком использования. И в рамках этого эксперимента мы начали, в общем, строить дизайн эксперимента. Вот это как раз-таки вот такая некая методология. То есть, первым мы постарались определить критерии оттока. Что это значит? Это значит, что у любого бизнеса есть какой-то отток пользователя, который наступает, как правило, через какое-то количество дней. Ну, допустим, там, не знаю, в ресторанах, условно, через 100 дней, в перекрестке через, не знаю, 15 дней, потому что там высокая частотность потребления. Не знаю, в магазине обуви через полтора года. Потому что там частота покупок в магазине обуви два-три раза в год. Ну, там, два-три раза в год. Вот. У всех разных критерий оттока. Но первое, что нужно понять, это, кому, как сказать, кто в этот отток попадает и кому отправляем коммуникации, чтобы их вернуть. Второе, это выделяем несколько сегментов. Я сейчас покажу, как это делать. Третье, определяем измерение эксперимента, то есть, какие метрики, на какие метрики мы влияем и что мы ставим как гипотезы. Дальше мы делаем график коммуникации с помощью разных каналов, запускаем кампанию, собственно, измеряем эффективность. Первое, определяем критерии оттока. Как мы это сделали? Есть в статистике такой метод, когда ты людей группируешь, процент людей по оси Y, а по оси X это средний интервал между покупками. Так вот, мы взяли так называемый плантиль уровень 90% среднего времени между транзакциями. Оказалось, что в среднем времени между транзакциям происходит 155 дней. То есть, примерно полгода. То есть, большинство людей находится 90% находится получается левее, реже ходят, чем 155 дней. Соответственно, тем самым мы уже определили, то есть, это как у первого такой лайфхак. Посмотрите, там, сколько 80-90% людей, как часто они покупают. И вы увидите, вот это как бы среднее количество дней между транзакциями. И это будет являться для вас показателем, в котором вы будете отрезать людей, которые уже ушли отток и те люди, которые приближаются к вот этой дате 155 дней. То есть, допустим, ну просто опять же механика, очень простая. Если вы видите, вы там можете спрограммировать в своем майнбоксе-системе или в какой-то другой системе автоматизации, маркетинга, запрограммировал, что если человек приближается к этим 155 дням, допустим, 120 дней, не было транзакций, 130-140, вы можете уже ему давать какие-то промо. для того, не дай бог, он не перешел вот эту как бы грань 155 дней, которая будет говорить о том, что человек все. То есть, скорее всего, мы уже его не вернем. Дальше. Это выделение нескольких сегментов. Да, тоже еще в конце отдельно расскажу про то, кто нам помогал в общем с этим кейсом составных клиентов. Вот. Значит, это выделение нескольких сегментов. Первое. сегмент неактивированный. Это то, про что я вам говорил в самом начале. те люди, которые не совершили ни одной транзакции, при этом как бы они участники регистрировались в нашей программе лояльности. Второй сегмент это оттоковые с одним-двумя чеками. Соответственно, они покупали очень давно, но максимум, который у них был, это два чека. То есть, это значит, что они пришли, может быть, что-то не понравилось, ушли, то есть, они нечастые клиенты. Третий сегмент это оттоковые оценка наша. Мы считаем, что те люди, которые раньше ходили больше трех раз, это в целом уже почти что лояльные клиенты. Есть еще отдельный интересный сегмент, про который вам тоже хочу сказать, который, мне кажется, очень важно выделять в рамках эксперимента. Это называемый high-paster customer value. То есть, эти те люди, которые приносили вам в прошлом очень много денег. Ну, условно, VIP-клиенты, но именно VIP-клиенты с точки зрения потребления. Именно важно, что эти люди перестали к вам ходить. Соответственно, понятно, дай название, что это люди, которые раньше много потребляли, при этом уже давно почему-то не покупают. То есть, какая-то причина есть. И последний сегмент это активные. Почему? То есть, мы, вот эти все четыре сегмента, это история про тех, кто ушел в отток. При этом, мы еще решили посмотреть, как наши гипотезы, как наши механики, которые мы будем делать, будут влиять на активную базу. Вот, чтобы понять, может быть, реально, те баллы, те механики, которые мы даем неактивным, они и активны, будут очень классно драйвить на возвращение в заведение. Вот. Дальше, как бы, здесь такая некая тоже пирамидка, тоже можете ее там зафиксировать. Это пирамидка по тем данным, которые у нас есть. Вот с этим, как правило, у компании самая большая проблема всегда возникает. Вот. Благо, у нас, ну, большая часть данных была. То есть, там вот до этого уровня у нас данные были. То есть, мы знали все о покупках, вот, и немного знали о людях. Ну, и в целом, по покупкам мы пытались какое-то поведение идентифицировать. К примеру, мы точно знали, что один конкретный сегмент покупает, ну, там, ходит на бизнес-манч, то есть, скорее всего, это сотрудник из офиса. Какой-то сегмент, который, допустим, не знаю, кушает фрайдис в пятницу вечером, там, покупает много алкоголя, ну, там, не знаю, условно, там, тусовщик, там, любит отдохнуть хорошо, да? Вот. Есть там отдельный сегмент, который ходит только на завтраке. Вот. Это, как бы, еще один сегмент, у которого совершенно другой модель поведения. Вот. И, собственно, как бы, ну, здесь, чем выше наш уровень в рамках этой пирамиды, тем, соответственно, мы будем, можем строить более глубокие сегменты. В данном случае, в рамках этого эксперимента мы ограничились, ну, вот этими, как бы, тремя уровнями. То есть, у нас были, у нас были данные о покупках, собственно, оттуда мы и сформировали критерии по оттоку. Следующее. Мы начали строить критерии эксперимента. Собственно, что в нем будет? Что будет под капотом? Мы решили протестировать несколько таких вещей. Первое. Длительность акции. У нас была гипотеза, что акция, акция одна недельная будет работать лучше, чем двухнедельная, потому что, типа, ограниченный срок, всего лишь неделя, приходи, ну, понимаете. Вот. Второе. Это количество баллов. У нас, как сказать, ну, была мысль такая, что, вероятно, не всем нужно давать больше баллов. То есть, не всем нужно давать 450 баллов. Кому-то, возможно, будет достаточно, не знаю, 250 или 350, это значит, что мы там сэкономим достаточно большие деньги на большой базе, давая, как бы, не максимальные баллы, а чуть поменьше. Вот. Отдельно мы, кстати, давали тысячу баллов для тех, для VIP-клиентов, которые у нас давно, ну, много ходили в прошлом. И последний, интересный для нас, ну, ответ на вопрос, который мы хотели получить, это, влияет ли как-то коммуникация на выходных с тем, что человек чаще начинает ходить в ресторан. Ну, мне казалось, что влияет. Ну, потому что, типа, я утром, ну, условно, утром проснулся, думаю, куда пойти с семьей, и тут мне приходят уведомления, блин, сегодня там, 450 баллов тебе, приходи, я такой зову семью, жену, там, всех, и тут в ресторан. За пугу вперед оказалось, что вообще никак не влияет. Вот. Это как раз таки интересно. Это как раз таки есть эксперимент. Вот. Дальше мы, собственно, спроектировали график коммуникаций, пуш-уведомления, e-mail-рассылки, сообщения в мобильном приложении. В общем, это вот у нас было три канала коммуникации. И дальше мы, собственно, запустили компанию на вот это большое количество сегментов. Что же мы там обнаружили? Ну, тут, как бы, вроде пока цифр нет. Что мы обнаружили? Это как такой, как бы, макрообзор. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что, а, вот очень важный момент, я про него забыл, но очень важный момент. Такие эксперименты и вообще в целом, как бы, марксинг, в нашей, как бы, в нашей концепции он замеряется с помощью метода контрольных групп. Это, как бы, единственный корректный метод оценки. То есть, никакого ласт клика, ни по каким-нибудь тем меткам мы не можем корректно замерить эффективность каналов удержания, типа e-mail, смс и так далее. Безусловно, есть, не знаю, 20% людей, которые пришли прям с пуша и сразу купили, но это бывает очень редко, а там остальные 80% для них канал e-mail просто как напоминание, они там через 2 часа тайпином забьют сайт и что-то такое. собственно, мы всегда используем этот контрольных групп, когда есть контрольная группа, которая не подвергается маркетинговым воздействиям, он 5% базы, который ничего не отправляется. То есть, они как жили, так и живут со своей программолояльности и почетных гостей. А остальные живут уже как бы с нашими механиками, с нашими коммуникациям, мы с ними там взаимодействуем. И вот итоговый эффект после этой акции, вот эта разница между этими как бы двумя прямоугольничками, между как бы базовым уровнем и приростом, это является как бы нашим вкладом в наша акция. Потому что вот всегда очень хорошо Ваня Боровиков из Mindbox про это рассказывает, что вот есть такой любимый пример, там письмо забытой корзины, оно всегда дает огромное количество продаж от магазина. Но если вы не будете отправить письмо забытой корзины, все равно там процентов 50 из тех, кто письмо покупает, все равно купил. Это не значит, что забытой корзины как бы приносит все эти стопок она приносит их 50 дополнительных, без которых бы без этого имела, которые бы не совершили попал. Здесь то же самое. Ну вот мы видим, что акция сработала хорошо, 40% квизитом дополнительным, 36% сумма счетов и плюс 12 маржей. Вот. То есть акция прибыльная, акция хорошо зашла, но как бы казалось бы на этом типа можно поставить точку, ну все, акция отработала. На самом деле нет и самое интересное начинается дальше. Начинается дальше, потому что нам нам интересно итоги этого эксперимента взять как бы и имплементировать уже в нету как бы ежедневную рутинную работу взаимодействия с пользователями. Вот. По итогам эксперимента мы собственно отвечаем на вот эти все вопросы, которые мы изначально ставили. Как, какой длинный делать акцию, сколько баллов ким клиентам дарить и так далее, и так далее. Что мы значит получаем здесь? Мы получаем очень интересные штуки. Они следующие. Собственно, инкрементальный рост, для тех, кто не знает, может быть, это как раз есть дополнительный рост, чистый рост благодаря акции. И мы видим, что вот допустим воздействие, ну мы тестировали количество недель, которые люди в этих акциях принимают участие. Ну здесь прошу прощения, что красный цвет, это цветами выделены те варианты, которые победили. И мы видим, что по сегменту отоповых клиентов, у которых было один-два чека, двухнедельная акция по посещениям, по сумме счетов и по марже победила однонедельную акцию. То есть здесь просто однонедельный был 23%, а здесь 48%, здесь 16%, здесь 39%, здесь 70%, здесь 20%. Как бы, соответственно, ответ, что двухнедельная акция для этого сегмента аудитории работает лучше. Второй вопрос. А, собственно, какие бальные механики работают с этими илими лучше? Оказалось, что действительно 450 баллов восстанавливает хорошо посещение и сумму счетов, то есть общий чек растет, но в связи с того, что мы, как бы, человек частично расплачивается баллами, мы теряем маржи, и поэтому этот вариант здесь проигрывает по маршинальности вариант с 250 баллов. И здесь как бы вы уже сами для себя выбираете, то есть что вам важнее? Вам важнее драйвить посещение, тогда вы этот вариант как бы уже упаковываете и автоматизируете. Если вам важнее как бы маржа, ну, соответственно, как бы выбираете вот этот вариант. Хотя вот здесь достаточно большая разница именно в посещениях. Тут 26%, вот если, допустим, у вас классная система апсейла, не знаю, в вашем заведении, в вашем магазине, в ритейле, то может быть как бы дополнительные посещения, они реально дадут сильно больше процентов маржи, чем у нас был, к примеру, в Росинтере. А если как бы много-много апсейла у вас есть, дешевых, на кассах, к примеру. Вот. Следующий интересный момент, ну, мы начинаем как бы дальше анализируем наши сегменты и видим, что, к примеру, сегменты токовых клиентов с одним-двумя чеком. Тут, ну, кстати, в том варианте победил двухнедельная история, в этом варианте победил двухнедельная история, и даже в этом варианте практически по всем параметрам кроме маржи победил двухнедельную историю. То есть, в принципе, можно говорить о том, что почему-то, наверное, это можно как-то сейчас попытаться объяснить, но почему-то двухнедельная история работает лучше. Ну и, собственно, здесь точно такие же похожие выводы, да, то есть здесь точно такая же история. А вот здесь очень интересно, что, когда мы говорим про сегмент оттоков клиентов с тремя и более чеками, мы видим, что здесь по вот этим трем параметрам в параметрах вариант с тимбалом победил. То есть, во-первых, он нам дал больше прирост по сумме счетов, то есть здесь не очень большая разница в эффекте. То есть, на 7%, да, при этом сумму счетов выше и маржинальность давает 50 баллов в этом сегменте выше. То есть, это как бы тоже для меня такое, ну, напоминание о том, что действительно не всем подходят самые большие баллы, которые мы даем. Как ни странно, Хотя мне как бы тоже не всегда понятно. Вот. И еще один сегмент неактивированных клиентов. Это те люди, которые, я вам говорю вначале, ничего не покупали никогда, и мы хотели посмотреть, что на них будет мотивировать. Но здесь, наверное, более-менее можно как логически объяснить, ничего не покупали, мы им дали кучу баллов, они пришли, их активировали, и, в общем-то, поэтому, собственно, этот вариант с 450 баллами оказался победителем. И тоже, опять же, мы видим, ровно так же история, недельная акция победила. Так, так, это повторяется у нас. Что еще интересно мы можем здесь найти? Тоже еще маленькую загадку статистическую данную. Да, супер, супер, я как раз заканчиваю. Вот у нас есть 100% людей, акция нам принесла плюс 17% маржа. Ну, в целом, вся акция. То есть, она сработала в плюс. Но нам показалось интересным посмотреть, кто живет, потому что из этих плюс 17% есть и люди, которые минусанули нам жестко, которые просто пришли, но условно там купили на 500 рублей и 450 баллов обменяли на чек. Ну, то есть, которые реально минусанули жестко. А есть те, кто, наоборот, очень хорошо плюсанули. И вот подобная гистограмма позволяет нам понять, какие сегменты, то есть, я уже в сегменты не буду уходить, позволяет нам понять, что условно там последние 30% людей дали нам только плюс акции. То есть, положительный эффект, положительную маржу. То есть, все остальные там 60% людей, которые в акции участвовали из этого сегмента, ну, мы сейчас говорим про сегменты 3 плюс транзакции, нам акцию минусанули. Какое нам это дает вывод? Это нам дает вывод, что нам нужно дальше понять, что это были за люди, которые в этом сегменте нас плюсанули, и автоматизировать какие-то коммуникации с этими баллами не на весь сегмент с тремя плюс транзакциями, а именно на вот этих людей, которые из этого сегмента нам плюсили. Вот в чем идея этого графика. понятно, что как бы не всегда добиваемся стопроцентного эффекта, но наша задача хотя бы отрезать тех, кто прям очень жестко на спину сегменте. Вот такая выгода с помощью такого графика мы на достигаем. Собственно, как бы выводы, которые я вам хочу дать. В общем, протестированная механика очень хорошо активировала людей, которые были неактивны, и при этом вернула часть людей из-за торта, то есть люди, которые уже давно не ходили к нам. Мы точно поняли, что подобные акции с подобной механикой лучше проводить в течение двух недель, а не одной недели. Хотя, опять же, мне до сих пор кажется это странным, но цифры говорят о другом. Третье. Неактивированным клиентам эффективнее давать 350 баллов, а отток вам 250-350. В данном случае, допустим, если мы ориентируемся именно на маршу для бизнеса, тогда мы выбираем приоритет, маржинальность и, собственно, тогда даем 250-350 баллов. Оказалось, что день отправки дополнительных коммуникаций, выходной день, то, что я вам говорил, он не имеет никакого значения. То есть вообще отправка ни смс, ни пуша, ничего, людей не дровят при каких-то ресторанах, вставать утром, идти из семьи в заведении. К сожалению, да. И еще один интересный вывод, что нет смысла инвестировать сильно больше в оттоковых клиентов, которые в прошлом принесли много прибыли. То есть оказалось, что не было вывода про high-past customer value, да, сегмент, но оказалось, что, короче, тысячу баллов не очень хорошо им, не очень хорошо их вернули, вот поэтому, в общем, тысячу баллов там, короче, большое количество баллов мы им никогда больше давать не будем, потому что это сильно большая скидка, которая ни к чему хорошему не привела с этим сегментом. Вот. Значит, в итоге мы смоделировали взаимосвязь между сегментами и различными механиками, выбрали из этих больших сегментов микросегменты, которые нам плюсанули, и, собственно, как бы дальше их задача их автоматизировать, и вот настройки эту механику на автоматический сценарий. Первый ряд фотографируем. Вот. Собственно, да, прошу прощения, дизайнер поставил моего партнера в фамилии. Вот. Дамезов Виталий Александров. И мы его можем понять. Коллеги, на этом все. Вот хотел просто вам донести, что аналитика реально очень круто и много значит в нашем бизнесе, поэтому, если у кого-то много транзакций, большая клиентская база, не поскупитесь на Data Science специалиста, возьмите сильных ребят, которые будут вам делать интересный, искать интересный инсайд и, в общем, помогать наращивать прибыль за счет подобных механик, за счет глубокого анализа данных на работу с клиентской базой. Вот если какие-то вопросы будут, пишите на e-mail либо пишите в Telegram или WhatsApp, я в связи. Если вопросы есть, отвечу. Мы пару вопросов можем дать? Можем. Да, вот. Сколько такой специалист стоит? Такой специалист, ну, где-то джуниор, это стоит примерно 80-90, а middle где-то 120-150, а синий урок опухста. А он только аналитикой будет заниматься? Он будет заниматься проверками гипотез, но гипотез должны ставить маркетологи. То есть вы как маркетолог говорите, мне нужно оценить эффект влияния такой-то акции на такой-то сегмент. Он говорит, окей, подпали за данные, посмотрел, как это повлияло. А как его контролировать? Ну, это мы можем отдельно, ну, в смысле, скинуть резюме парочки. Ну, напишите мне просто потом в Telegram ответить на вопрос. Да, и еще у вас. Нет, потому что у нас есть контрольная группа, и благодаря сравнению контрольно-экспериментальной группы этот эффект нивелируется. То есть мы замеряем чистый эффект влияния нашей коммуникации. Потому что люди, которые попадают в контрольную группу, они отбираются рандомизированно. Те, кто давно покупал, недавно покупал. То есть абсолютно случайные люди. Точно такая же история с экспериментальной группой. Там совершенно случайные люди. Поэтому, в общем, это история статистики. Я вижу, что вы на меня так смотрите. С недоверием, мне кажется. В общем, поверьте, что метод контрольной группы позволяет исключить все случайности, которые могут быть. Если какие-то вопросы детально будут, я могу пару статей скинуть, чтобы вы не почитали. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Программа. 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 Управляющего 5-го директора агентства «Эдвайс». Денис. Здравствуйте. Я попробую сегодня с вами поделиться болью нашей агентской. В первую очередь. В первую очередь. Значит, потому что вам, наверное, все будет интересно, кому нужно, чтобы вы работали с агентством. Мне очень интересно, что мы работаем с агентством. И каким образом вы участвовали в агентском бизнесе сегодня? Да? Да. Хорошо. Я думаю, что вам будет интересно услышать, каким образом развивается сейчас агентский бизнес, если вы с ним работаете. Я пока не люблю мою аудиторию. Насколько вообще это тем будет интересно. Но выступление небольшое. Будут пару роликов и мало картин. Ну, смотрите. Значит, наверное, нужно начать... Что-то, наверное, я скажу так. Я представляю агентство креативное и стратегическое. И всю жизнь от такого рода агентства сетевые или локальные являлись бренд-гиперами, так называемыми для бренда. Всю ответственность за коммуникацию традиционно клиенты возлагали на такие агентства. Ну, и это фабло всего выступления, по большому счету. Почему? Потому что, как бы, рынок меняется, и эта роль от агентства уходит. Вот я попробую эту ситуацию вам рассказать. Ну, здесь есть два человека, которые сформировали вообще тот рынок, в котором мы сейчас живем. Рынок агентский и отношения с клиентом – это Дэвид Огилови, Билл Бердмахт, это, соответственно, Огилови и DDB агентство. Первый создал, собственно, вообще рекламу, если так уж обобщать эту ситуацию, да. Значит, и основой ее для креатива, для донесения сообщения всегда являлся один человек, который был копирай. Вот. И все остальные люди в агентстве нестили для него сервисный фокус, в том числе и арт-директор. И это происходило, ну, условно, в сороковых годах, да. Вся эта система работала таким образом. И в конце 50-х годов, в начале 60-х произошла революция, потому что люди вдруг поняли, что нужно объединить арт-директора с копирайтером. И мы с 60-х годов живем вот в этой схеме, когда у нас в главном агентстве, в едином агентстве работает пара копирайтер – арт-директор. Проблема заключается в том, что прошло уже сорок лет, и эта ситуация вообще никак в большом на рынке, по большому счету, не меняется. Ну, в общем, вот последняя революция в агентстве, продолжавшихся в 60-х годах, что, конечно, не соответствует тому, что происходит на данный момент на рынке. Значит, и дальше стали происходить те изменения, которые сейчас приводят к развалу, в общем, традиционного понимания рынка рекламных агентств и их взаимоотношений с клиентами. Почему это происходит? Потому что одновременно с объединением компетенций арт-директора и копирайтера, произошло разделение с меди. Примерно в это же время и все 90-е годы, тысячные агентства стремились к тому, чтобы разделить и клиента стремились к тому, чтобы разделить меди-компетенцию и креативную стратегическую. Представляете, это привело к тому, что креативные агентства не понимают, что они делают в меди. И если, скажем, еще десять лет назад меди-микс выглядел достаточно примитивно, и тех знаний у агентства, которое оно имело креативно, хватало для того, чтобы сделать месседж, создать его по нескольким форматам и получить какой-то результат, и оно привыкло так работать агентством, зато буквально за последние лет пять, то есть пропасть, которая потихоньку открывалась, она разверзлась, и агентства перестали быть компетентами вообще, в чем мы говорим. Вообще в инструментах, которыми они должны пользоваться для проведения главной кампании. Да, ну вот есть у меня пример такой, это в чем важна, наверное, вот такое отвлеченное, но тем не менее, что вы понимали, о чем я говорю, вы, наверное, так понимаете, да, но образная история заключается в том, что если вы берете масло и пишете по холсту, это одна техника, да, и определенным образом вы свое сообщение пытаетесь донести. А если у вас есть песок, то меняется полностью вообще вся технология поведения вашего, да, если вы хотите передать какой-то образ на этом риск, нижним пальцем, это контуры, это совершенно другой инструмент. Мы интуитивно понимаем, как он пользуется, да, значит, потому что он просто сидит на консталке каждый день. Сейчас агентство не сталкивается с большинством инструментов, которые используют свои главные кампании практически в таким образом. При этом, что мы видим на рынке происходит? Чем традиционная модель заменяется? Происходит дробление компетенций. Вот стоит трансформация рынка, трансформация медиа, которая сейчас происходит на рынке. Вот этот гэп, который был между креативом и медийкой, сейчас происходит с тем, что количество инструментов становится больше. Мало того, роль агентства пятигорически упускается из рук, да, традиционной. Почему? Потому что возникает огромное количество нишевых и специализированных агентств, которые потихоньку у больших агентств, которые традиционно обслуживают бренды, забирают компетенцию. Вот. Я, например, консалтеры, если говорим о больших брендах, консалтеры одновременно с другой стороны, с транстратегией забирают. То есть рынок рекламных агентств в том виде, в котором мы их не знаем, очень сильно сокращается, потому что они ничего не держат в руках. Все это приводит к кризису ролей, потому что в конечном итоге роли были устоявшись на рынке, но здесь же трансформация вот последних лет, которые происходили, и пониманием агентства происходящих изменений. Роль лидера в коммуникации бренд-кипер вот этого самого была агентствами утеряна, или по факту сейчас она просто не осуществляется. Вот. Но проблема для клиентов, она чем плоха? Тем, что теперь никто не понимает, какую же роль каждый из агентств выполняет. То есть вот этой роли бренд-кипера сейчас на рынке, ну, в крайних случаях, которые появляются у агентств, если не очень это выходило, да. Но при этом, как бы, все многочисленные эксперты, которые работают над компаниями, особенно больших брендов, они же разрозненно работают только над своим продуктом. У них свои кипения, свои задачи для продажи. Никто не чувствует бренда в целом, да, за исключением той команды, которая работает внутри клиента. Проблема в том, что эти команды на бюджете на определенном живут, а их там пять человек, а управлять они должны десятью агентствами. Это очень трудно осуществить. Такую ситуацию, как контролирующиеся в медиа, чтобы оно консистентно работает. Вот это основная сейчас проблема. Ну, мы для себя понимаем, что это рынок несопричастных вовлеченных бренд-киперов, у которых одни и те же цели, что у бренда, а рынок поставщиков. Вот это основная сейчас ситуация, которая, на наш взгляд, характеризует рынок агентский в данный момент. Чего мы, как понимаем, хочет клиент? Это одна вещь важная, да, самая. Это клиент хочет релевантность. Это самое часто употребляемое слово после трансформации, наверное, за все это время, когда все эти изменения происходят. И, ну, что это значит? Что мы хотим донести в правильное время правильному человеку правильные сообщения через правильный канал в правильном тоне. Но вопрос возникает только в том, как можно получить релевантность, если несколько агентств занимается своим каналом. То есть у нас на каждый канал есть по агентству. И по целому рынок агентства. Ну, и вторая часть, что хочется делать обычно, это вовлеченности агентств, которые с ним работают. Соответственно, здесь тот же вопрос, как агентство может быть вовлечено, если он не понимает, что происходит вообще с их продуктом. Креативное агентство не может быть вовлечено, если оно делает только креативные и не понимает, что с ним происходит в каналах. Оно их не касается. То есть... Сейчас, сейчас, секунду, да. То есть... Агентство не может с таким же пониманием относиться каналом так же, как вы, потому что просто ими не владеют. Что-то у них забрали, и вот этот рынок, возникший рынок возникших специалистов отнял вот те компетенции, на которых можно было бы те сферы деятельности, на которых свою компетенцию можно было бы поставить. Теперь я хочу сказать, меня спрашивают, почему я считаю рынок ролей, в смысле, конфликт ролей главной, в том, что происходит сейчас на раме. Я привожу такой пример, вот он созрел буквально на днях, он в абсолютную жизнь. У меня есть друг, и он женился 37 лет, пришел он в семью, и отец семейства уже умер, и, значит, там, теща рулит всем семейством, огромный дом на рублевке, участок, дача, бассейн, все это есть. И, естественно, от человека, который приходит на роль мужчины в такую семью, ждут того, чтобы он, как бы, все заботы об этой семье на себя взял. Вот. Но, когда ему говорят, сделай это, это не делай, здесь другое сделай, здесь сделай неправильно. Да? Когда при этом, когда он начинает чем-то заниматься, приглашают каких-то других рабочих, они делают что-то по-своему. То есть, человек, от него ждут роли, от него ждут роли, как бы, отца семейства, да, но эту роль не готовы ему полностью отдать. Я считаю, что это очень хорошо характеризует вот ситуацию с агентствами на рынке в данный момент. То есть, как бы все хотят эффективности от нас, все хотят вовлеченности и конечного результата, но при этом роль основного агентства, бренд-кипера, существует, клиент дать не готов. Да. Хорошо. Да, ну и что происходит дальше? Агентство понимает, что одного инструмента им мало вообще для вышивания, и они пытаются пойти смежной компетенцией. И происходит абсолютно асинетричная конкуренция на рынке, когда у нас продакшн становится креативным агентством, диджитал агентство забирает коммуникационную эксперименцию, пытается собрать, что там, медийное агентство пытается креативные отделы сформировать, СМО агентство пытается реализовать компанию 360 градусов, и это все не системно происходит, потому что никто из них не понимает, что от них больше членов. Да, при этом, вот при этом, чем мы сталкиваемся? Когда мы говорим, что мы занимаемся широкими задачами, как это было, условно, в 2000-е годы, когда были полносервистные, так называемые агенты, это очень нелюбимый, наверное, всеми термины, и все начинают сомневаться, что вообще это возможно, потому что все верят в эту раздробленную компетенцию. Наверное, это в какой-то момент в жизни было правильно, но с ростом сейчас технологий и экспертизы вообще на рынке и доступности вообще этих инструментов, часть вот этих вот отобранных экспертиз агентство может себе совершенно спокойно гнуть, контролируя хотя бы то, что основные каналы, а по другим каналам вступают коллаборации с исполнителями. Ну и наша позиция, она такова, что агентство должно вновь обрести Ронглингипера и партнера-клиента. Это вот главная наша задача, например, нас как агентство. Для этого агентство должно понимать все инструменты и иметь просто супернарную экспертизу. Вот, это не значит, что мы должны взять медийщик, СММщик и просто с ним консультироваться. Мы вообще должны забрать эти инструменты в себе, либо иметь на них очень большое влияние. Я приведу один кейс, два уже не буду, не успею, которые очень хорошо практизуют то, что мы делаем сейчас. Вот, и мы видим, что мало того, что агентство должно научиться, работать с такими, с этим раздробленным количеством инструментов и смежных агентств. И мало того, оно должно еще объединять их и инструменты для этого создавать. Потому что, если проблема есть у клиента, если у бренд-китра, и проблема есть на стороне клиента, мы должны ее решить, независимо от того, в чьей сфере деятельности на данный момент эта проблема находится. Мы таким образом поступаем, когда работаем с медийкой. Если у медийки нет инструмента для запуска рекламной кампании, а вы знаете, что эти инструменты очень разрешены по всем каналам, которые сейчас есть. Мы просто создаем этот инструмент самостоятельно, чтобы доставлять креатив в автоматическом режиме до площадок, ну, под управлением того же медийного агентства. Но, как мы выясняем, для нас это было совершенно неочевидно. До этого момента все агентства делали это руками, а мы им даем инструмент, который позволяет историк процесса в четыре раза удешевить производство тех же факторов, потому что это основе в субборке инструмента для медийного размещения остается. Ну, и здесь я, наверное, вот этот слайд быстрее пробегу, потому что, в принципе, ситуация вот такая, что отсутствие инструмента приводит к отсутствию компетенции и наоборот. То есть, все равно, какая-то воля политическая должна быть для того, чтобы агентство, для того, чтобы клиент все-таки понимал, что ему нужно идти по пути создания себе по стороне исполнителя какого-то бренд-гипера, потому что, но это не значит, что это должно быть просто креативное агентство. Оно не станет бренд-гипером, если часть инструментов к нему не вернется, иначе он просто не будет понимать, что это дело. То есть, нельзя создать компетенцию, не владея инструментами. Сейчас. Ну, да, и там, где мы, наши компетенции, где мы понимаем инструменты, но где мы не можем, как, например, с брендингом, это очень исторично, там шопер-маркетинг, где агентство не может досконально заниматься этим инструментом, там нужна, конечно, кооперация. И это не значит, как в сетевом агентстве было, много обсуждали. Что происходит в сетевом агентстве? Ему присылают предельщики результат работы, они говорят, нет, это не подойдет, потому что это неправильный подход. Речь идет о том, что нужно организовывать рабочую группу, и она должна сразу работать со смежными специалистами разных агентств для достижения общего результата. Тогда только он будет прилично. Да, да, да. Как это работает уже сейчас? Toyota is a dream brand in Russia. It's challenging, it's unbeatable, it's tough, but disconnected from young people. Toyota presents Push the Limit, a platform around extreme sports. No, not like a sponsorship or common ad campaign, it's a movement where sports, cars, and youth come together to push the limits of the possible. We created our own Team Toyota Russia with top extreme and Olympic athletes who became our creators and influencers. Together, we create dozens of activities, events, and stunts like no other to live extreme sport, not just use it. To generate a big buzz around it, we started our own non-stop content factory and push the limit of extreme content creation. We live with our athletes 24-7, go to events and activations, highlight everything cool in an extreme world, generating unique content day-to-day all year round. We told hundreds of Toyota stories to the extreme community and beyond, and the car had a role and how to play in every single spot. We created an always-on campaign with one communication idea, push the limits of the possible and Toyota's at the heart of it, boosting it with all-media product and launch campaigns. The movement became massive, both on and offline. 50,000 plus people took part in push the limit events. We produced 2,000 pieces of content. Our Instagram grew four times, the contact it grew 20 times. The year's campaign had a 300 million total reach. We were awarded for the best extreme sports marketing campaign. Toyota cars were successfully launched. 25% of CHR was pre-ordered before start of sales. We pushed the limit of Toyota perception as a youthful brand up 25%, five times greater than the market norm, and ignited the love for Toyota brand and Toyota cars in the hearts of young people. Now we can push any Toyota model in our platform, not just to grab hype, but to sell it. Now Toyota is the authentic extreme sports car brand in Russia. The territory is ours. Everyone who dares use it will work for us. And this is only the beginning. Well, it's just like a example of how it works now. Because it's absolute cooperation of a group of agencies under the company as a brand keeper. И сам проект был создан, и коммуникационная часть, и стратегическая часть была разработана нами совместно с клиентом, и вся реализация тоже находится в руках у нас. Для этого проекта мы создали свой продакшн, который у нас дешевле, чем любой продакшн делает материалы для SMM и для лозунг-компании. У нас есть фабрика как контента, так и фабрика баннеров, которая работает на всю эту лозунг-компанию круглый год, потому что мы делаем огромное количество материалов для размещения, и сейчас уже в этом году мы все опробовали, сейчас уже все работает, мы доставляем с агентством, с медийным, давая им инструмент доставки на площадку. Получение аналитика, работа по триггерам, автоматический запуск компании, работа по тегам, в общем, все там плюшки, которые в современном медии присутствуют, мы все это обобщили и сделали в единой платформе. И это делает одно агентство, и что важно, да? И вот таким образом, наверное, можно передавать роль бренд-кипера. Но еще раз я хочу обратить внимание, что, конечно же, мы вошли в этого клиента как бы с тем, что мы стратегическое и креативное агентство, и только в работе вместе с ним нам удалось какие-то другие позиции для себя занять и получить больший объем работ, которые, причем, мы делаем гораздо лучше, чем дешевые уже. в отношениях. Спасибо. Спасибо большое. Вы считали, от вас на оконченную роль есть. Решение нет, которое не находит. Собственно, винить один из них. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ В твоих клиниках началось все, у меня, видимо, что чуть-чуть таяет, но сейчас необходимое количество времени у наших коллег, Роман и Наталья. Скажите, сколько у нас есть времени? Мы как рассчитываем? Увидимся в сайте. Когда. Увидимся в сайте. Спасибо, praise bec. Увидимся в сайте. Увидимся в следующем году. Здравствуйте всем еще раз. Спасибо за интерес, спасибо организаторам, что пригласили. Собственно, мы здесь сегодня рассказать про наш подход, про наши исследования последние, которые мы сделали для наших клиентов. И, собственно, в связи с тем, что исследование это получилось междисциплинарным и частично антропологическим и таким наблюдающим за потребителями японского, в первую очередь, потому что мы японское агентство, мы на рынке российском 11 лет, а вообще в Японии мы старейшее рекламное агентство, существуем с 1895 года. И вообще азиатский рынок, конечно, мы там мастодонты. И будучи мастодонтами, мы себе позволили в начале 80-х заложить собственные парадигмы какие-то и подходы вообще к рекламе и коммуникациям. И, собственно, один из наших подходов, ключевых таких вещей в нашем бизнесе, да, это сейка, душа, подход, это подход у человека. И, собственно, это все в презентации есть, но вам понадобится помочь как-то, хотите, я могу двойную удовольствием задавать, у меня даже есть какие-то деньги. И, собственно, сейка, душа по-японски это человек живущий. То есть основная идея в том, что потребитель не может быть только экономической единицей, которая приносит деньги, а все-таки это человек во всем ракурсе своей жизни. И, собственно, в этом подходе тоже в начале 80-х был основан Кукухода институтов Life and Living, который существует до сих пор в Японии, Асян и, по-моему, и в Китае, если они стихи. Нет, это не она. Нет, абсолютно точно, абсолютно точно. Равн, скажите, задавайте пока про сейка, душа. Пока слайды готовятся. Про сейка, душа, мы, как Наталья уже сказала, японское агентство, у каждого уважающего себя японского агентства должна быть какая-нибудь философия и идеология. Мы в этом смысле не исключение. Для нас это явился вот этот вот сейка, душа, подход, который возник в 80-х годах еще. Вот это комплексное такое холистическое, не побоюсь этого слова, восприятие наших потребителей, не только с точки зрения того, что и когда они покупают, но и кто они, как они живут, чем они заняты в жизни, что для них важно. Ну, в общем, более такой объемный взгляд на них. И, ну, в хоку ход, более того, это выразилось в том, что вот этот институт of life and living, о котором, опять же, Наталья упомянула, он занимается не только какими-то проектами ради наживы, но и вполне такими социально значимыми проектами. Например, один из них это был такой инновационный дизайн больницы, которую, собственно, наши коллеги японские также проектировали. проектировали именно с точки зрения понимания нужд, нужд людей. То есть более широко на это смотрят. Ну, сейчас хочется показать вам какие-то красивые картинки, тем более мы готовились так усердно. Вот сейчас, может быть, что-нибудь появится на экране. У нас там тоже, видите, как, у нас там совместно на пальцах не покажешь, понимаете, я насвистеть не смогу просто вам оперу. Вот, у нас, видите, даже красивый, сейчас, вот, есть красивый, значит, квадратик, который, собственно, этот Саикатсуша-подход символизирует. Вот таким подходом мы оказались, ну, вследствие того, что мы являемся представительством японского агентства ухода в России, мы, конечно же, не избежали того, чтобы быть зараженными вот этим же подходом. А, вот это пример чудесный одного из исследований, которые проводят наши японские коллеги, это исследование того, как дети видят будущее автомобилестроения. То есть они в разных странах, они анализировали, попросили детей нарисовать автомобили, как они их видят, какого они цвета, как они выглядят. И не только дети, но еще и взрослые, да, все это систематизировали, сделали определенные выводы. То есть, ну, вот, скажем так, такой японский вот этот подход к форсайтам, к видению будущего, он вот, вы здесь можете его увидеть. Да, ну, как я уже сказал, то есть мы как-то так заразились вот этим же подходом, и в нашем агентстве, собственно, довольно большую и значимую часть составляют вот именно такой углубленный подход к исследованию, допустим, потому что иногда вот обращаются клиенты, например, логотип какой-то нарисовать просто, а мы вот так не можем, мы, значит, какие-то исследования сразу начинаем проводить. То есть как-то все это, всему это мы пытаемся подойти более систематизированно и стратегически. А, а у меня есть кликер. А, не соединен, точно. Прошу, прошу, прошу. А, собственно, вот, дальше, к чему это все привело? Потому что за годы работы с японскими компаниями и с потребителями их товаров и услуг у нас начало появляться такое смутное какое-то ощущение, пока не очень сформулированное, по поводу того, что все эти люди, которые предпочитают японское, у них есть какие-то общие черты. Мы их часто наблюдали на фокус-группах для разных наших клиентов. И вот мы, значит, наши вот эти галлюцинации каким-то образом попытались даже сформулировать, и потом поняли, что хорошо бы нам их проверить. Здесь, собственно, ну вот, как, наверное, основной пункт нашего выступления именно в том, что может быть полезным, что ли, задаваться вопросами такими нетривиальными, не теми, какими принято, а теми, какие реально интересуют. Вот что нас заинтересовало, это, в том числе, ну и для нашего бизнеса, потому что для наших клиентов это важно, кто же эти люди, которые покупают их товары. Собственно, тот вопрос, кто эти люди, ну, кто, я уже повторяюсь, по-моему, да, заговариваюсь. Поправили, пожалуйста, я могу. Для того, чтобы проверить, мы провели количественные исследования. Ну вот, такой большой, по всем правилам, то есть сначала качественные, потом онлайн-количественник на 600 человек. И, в общем, хотим чем-то поделиться теми данными, которые мы получили, любопытными, на наш взгляд, и тем, кто не связан с Японией и японскими брендами, и показать, как мы в итоге это использовали для наших клиентов, для того, чтобы, ну, собственно, они преуспели на нашем рынке. Ну, первое, наверное, такое, даже в чем-то очевидное, того отношение к Японии, насколько она вызывает доверие. Япония, конечно, вызывает безоговорочное доверие. И в этом смысле мы смело можем рекомендовать нашим клиентам использовать их японское происхождение. Хотя для разных категорий это по-разному, ну и дальше вот тоже мы это покажем. При этом у аудитории есть ряд стереотипных ассоциаций конкретных категорий с разными странами. Ну, соответственно, с Японией это, разумеется, автомобили, техника, бытовая электроника, подгузники. Мэрис, кто знает подгузники Мэрис в этой аудитории? Это вы. Это наш клиент. Кофе, про кофе сейчас Наталья расскажет. Да, ну, я просто, мне нужно закончить список, иначе я буду чувствовать, что что-то не закончено. Часы, бытовая химия, ножи и косметика. Вот про кофе сейчас, собственно, да, интригу. Наталья немножко разумеет. Когда с качественника начали и возник вот этот кофе, сразу возникло подозрение, собственно, в кофе Японии. С чего вдруг? И мы начали чуть глубже копать, и оказалось, что несколько лет назад на телеке была реклама кофе... Буш и то! Помните? И вот, собственно, реклама была давно. Кофе явно не японский, а просто использована в названии и в рекламе самурай, который напевает. Но при этом настолько село в голову, что оказалось, вот, стереотипная ассоциация сложилась. Представляете? Ну, и про самурая как раз вот следующим слайдом... А, нет, это будет не следующим слайдом, мы к нему еще вернемся обязательно. Ну, опять же, что такое Япония в отношении наших сограждан? Это, конечно, какое-то такое экономически-социально-технологическое чудо, не очень нам понятное, но при этом интересное, вызывающее какой-то такой восторг и в то же время некое такое непонимание. Про самурая как раз мы задались с таким вопросом, а что же, вот, если мы хотим продвинуть, условно говоря, японскость для наших сограждан, то какие визуальные коды нам нужно использовать в первую очередь? Выяснилось, что у них есть определенная иерархия. То есть, вот эти ассоциации визуальные с Японией, они приходят в определенной последовательности. И первое, что приходит нашим согражданам в голову в связи с Японией, это, ну, вот такая улыбочная японская история, когда самураи с гейшами пьют саке под сакурой на фоне фудзиямы. Ну, такие вот японские матрешки. И в этом смысле как раз то, что бренд BUSHIDO так сильно запомнился, в общем, самурай сыграл не последнюю роль в этом. Следующий ассоциативный ряд – это японская вот эта, ну, такой склад, что ли, ментальность, да, их работоспособность, умиротворение. На следующем месте, в общем, живописные виды японские. Отдельным таким пунктом стояло понимание японской кухни нашими согражданами, опять же, там, в Роу-Калифорнии. Что нас поразило? И, опять же, как это нашло применение в нашем общении с клиентами японскими нашими? Что ассоциации связаны с технологическим превосходством Японии, то есть вот эти стремительные синхайсены, роботы, которые делают практически все, оказалось, что они не на первом месте далеко, в то время как зачастую японские компании, которые выходят на российский рынок, они педалируют вот именно эту часть. То есть то, что у них работает в Японии зачастую, то есть показать свое технологическое превосходство, с этим же они приходят и в Россию и удивляются, почему же это не вызывает какого-то отклика у аудитории. Ну, собственно, вот почему, потому что это не самая первая ассоциация. Но у нас просто осталось три минуты. Да, я прям коротко просто покажем, что мы, да, когда мы исследовали, мы по-всякому делили нашу аудиторию, делили ее с точки зрения того, как они относятся к Японии и к японским товарам. Выяснилось, что есть три таких категории важных – это энтузиасты, нейтральные и скептики, ну, скажем, по отношению к японскому. Их психографический портрет как раз, он оказался разным. Энтузиасты, те люди, которые вовлечены в японское, оказались, что им просто, ну, как бы больше по жизни надо. Исследовательское агентство наше партнерское, с которым мы, собственно, делали это исследование, они их назвали наивными идиотами, то есть это люди, которые готовы куда-то стремиться, куда-то бежать, что-то изучать, что-то узнавать, ну, скажем так, с активной жизненной позицией. Ну, скептики, соответственно, на другом полюсе этой вот этой шкалы, но нейтральной посередине. Выяснилось, что такая вот особенность этих японских энтузиастов, она не случайна, потому что, когда мы еще проанализировали нашу выборку, как бы определили ее на психографические сегменты, то наполнение, соответственно, этих категорий, оно оказалось разным. И вот этих энтузиастов, соответственно, в основном составляют три таких группы. Мы их назвали сознательные, модные и заботящиеся. Но две менее значимые, это рациональные и пассивные. И чтобы просто коротко, что выясним, что есть сознательные, это люди, которые, ну, как бы ключевое для них, это осознанное потребление, вообще осознанный подход к жизни. Они найдут самое лучшее для себя, проверят это в десяти источниках, убедятся в этом сами, не будут никого слушать и на основании этого выберут. То есть это люди, которые готовы платить за высокое японское качество, но их нужно рассказать, за что конкретно они платят. Модные – это люди, которые ориентированы на внешнее, на какие-то, ну, какие-то референции, такие трендовые, которые тоже готовы платить за японское качество, но потому что это модно. Ну, заботящиеся – это те, кто не себе, а вот близким себе не куплю, а другим отдам. Как это, ну, как опять, сейчас, минутку, просто, наверное, да, лучше рассказать, что, о чем-то об одном, а? До двенадцати времени? Окей. На примере, опять же, вот знакомы многих из вас подгузников Мэрис. Мэрис – мамы, их можно вот так же разделить, получается, на три таких важных категории. Сознательные – это мамы, которые знают, что хорошо их ребенку, они проверили все, они выбирают самое лучшее, они покупают там какие-то, ну, средства и средства ухода, например, исходя из, читая состав внимательный. То есть все проверяют. Это вот как раз те мамы, которые выбирают Мэрис, потому что это точно японское качество, они точно сделаны в Японии, и это лучшее, что может быть на рынке российском на данный момент. Модные мамы Мэрис – это те мамы, которые, например, покупают подгузники Мэрис для того, чтобы выйти в них в поликлинику или в гости, для того, чтобы продемонстрировать, что мы пользуемся Мэрис, то есть для них важнее шоу. Заботящиеся – это, соответственно, те, кто, ну, скажем так, вот, у кого есть такая установка в голове, что ребенку самое лучшее, пусть даже не себе. И чем это важно нам, как агентству, и для чего это мы в итоге использовали в работе с нашими клиентами, собственно, Мэрис? Важно это оказалось тем, что, зная вот эти психографические особенности тех, кто выбирает японских, в этом случае японских подгузников, мы можем точнее сформулировать наше сообщение, ну, то есть, сделав упор именно на те ценности, которые важны для каждого из этих сегментов. Что еще мы получили? Какой-то профиль страны, ну, скажем так, восприятие страны в каждой товарной категории. И здесь тоже появилось много любопытного. Например, ну, то есть, зная какие-то стереотипы ожидания, например, вот в отношении одежды и обуви японской, что Япония ассоциируется с высоким качеством и долговечностью. Соответственно, мы, зная вот это восприятие японского, мы получили возможность рекомендовать клиенту, ну, например, там уже Ассоцию, на какие, ну, на какие бенефиты своего продукта им лучше сделать акцент, ну, педалируя им на свое японское происхождение. Ну, тут много всего, но за три минуты мы не успеем. Барьеры, точно тоже любопытная получилась информация по разным товарным категориям с точки зрения того, что же останавливает покупать японское, причем в зависимости от того, какой категории принадлежат, ну, принадлежат наши потребители. И, ну, опять же, наверное, в чем-то может показаться очевидным, но, например, для наших японских коллег зачастую это не очевидно так, что нашему потребителю важна информация. То есть нам нужно разъяснить, почему я должен платить за вот эту японскую штуку, которая стоит дороже всех остальных. Ну, как бы, то есть качество, которое японцы закладывают, его нужно разъяснять. Просто короткий кейс. Вот, например, смотрите, энтузиасты, которые фанаты японцев, они, например, не знания преимуществ для них барьером не являются. Они знают, они копают, а нейтральный скептик, наоборот, они не знают. И на примере, например, шуу и муры косметики японской, очень дорогой, да, если мы берем их легендарную умывалку, которая там 300 лет назад была испределена чудесным японцам, которая стоит в сумме порядка 7 тысяч рублей банка, да, которая хватит на полтора года, но тем не менее это вложение. И, соответственно, энтузиасты, которые наверняка знают про шуу и муру, он посчитает, что все-таки, наверное, дороговато. Наверное, дороговато, потому что есть аналоги, так как он копает, он знает, и у корейцев, да, и вообще в целом можно найти на косметическом рынке хорошие продукты. А вот, например, нейтральные скептики, которые, может быть, так не погружены, да, у них, соответственно, слишком дорогая марка не является барьером. Понимаете, обычно энтузиасты, они взвешивают, и на какие-то категории товаров, например, японская, для них не считается дорогим, потому что это же японская, как она может стоить дешево, да? Ну, соответственно, вот такие интересные... Ну, вот пример того, как, опять же, японская, то есть как мы попробовали изменить коммуникацию нашего клиента, клиент Дэнсо правил, Дэнсо правил, Дэнсо правил. Дэнсо, это автозапчасти, соответственно, до того, их коммуникация была с таким по-японски продуктовая, и звучала она примерно так, что у нас вот иридиевые, что там на коне? Иридиевые свечи. Соответственно, зная вот эти особенности восприятия и ожидания от японского и в этой категории, в том числе, мы смогли, собственно, убедить о том, что одного упоминания иридиевых свечей, чего, может быть, на японском рынке было бы достаточно, на российском рынке недостаточно. Потому что нужно разъяснить, а что это дает, то есть, ну, в рамках именно, ну, на языке преимущества, да, во-первых, а во-вторых, все-таки подчеркнуть свое японское происхождение, чего до этого они не делали, они, то есть, воспринимали себя на российском рынке как международный бренд. А в то время как японское происхождение на авторынке, это просто, ну, как бы, стоит поднимать на флаг. Ну, да, тут короткое, собственно, для чего это все может понадобиться. Я об этом, мы уже как-то рассказали о том, что знание таких нюансов, оно позволяет точнее выбрать аудиторию, позволяет точнее настроить сообщение, точнее выбрать, где его показать, на что сделать акцент. Ну, и как-то стратегически, опять же, спланировать коммуникацию, потому что на разные группы может иметь смысл в разные периоды жизни, там, присутствие бренда на рынке, ну, вот это делать акцент в коммуникациях в разное время. А вот, да, и все. Ригатоко займас. Это по-японски, большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, вдруг один, два, три, у вас здесь есть вопросы. Вот тот вопрос, как мы собирали... То есть, у нас были вопросы, соответственно, в которых мы как раз вот спрашивали, что их останавливает, например, да? То есть, какие-то здесь уже, ну, собственно, что мы получили, это количественные данные и ответы на вопросы. В каком-то смысле... Это фокус-группа, это фокус-группа плюс количественник. То есть, здесь у нас такой, скажем так, экспертный симптез уже, те выводы, которые мы сейчас озвучили. Да, 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 в этом смысле да. Да, да, да. Еще есть вопросы? Вы знаете, чем вы начали сказать, как квадратик, как философию, вы ее применяете в России? Насколько вообще? Не переживайте. Вопрос, применяем ли мы вот философию, которую мы показали вначале, это желтый квадратик. Я могу сказать вам честно, я когда пришел впервые в рекламное агентство «Хокуход», я до этого работал в BBDO. Вот, и... Ну, когда я все это увидел, я такой подумал, ну, да, 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 конечно, конечно, знаем мы все эти лозунги, и как бы у каждого, естественно, агентства, не только японского, есть свой подход, и, ну, как бы это здорово выглядит на презентациях. И все. Вот, к моему удивлению оказалось, что, наверное, это вот особенность японской культуры. То есть японцы, конечно, у них это действительно в прошивке какой-то. То есть вот такая философия, в которую они верят, они реально ей пользуются. То есть наши коллеги из Японии, которые к нам приезжают, это нам регулярно демонстрируют. То есть действительно этим пользуются, они действительно так видят мир. И мы в этом смысле, ну, наверное, ну, то есть не японцы, и я точно японцем не стану уже в этой жизни. Вот, поэтому как-то это повлияло, и действительно я могу вот со всей ответственностью заявить, что мы этим действительно пользуемся. То есть вот мы как-то... Укусил нас японец там в какой-то из приездов, видимо, что мы действительно такими стали. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. У нас сейчас по плану перерыв. 20 минут, несмотря на то, что мы съехали, и у нас целая секция как бы пропала, мы начнем ровно в 12.20, и меня зовут Кросс Елена Петелеева, и я ужмусь, но все, что я хотела вам рассказать, я расскажу в начале второй секции. Поэтому у нас там будет по 15 минут на выступление, докладчиков много, мы организуемся, а сейчас походить, размяться, запустить кислород, чтобы хорошо дискутировать. По созданию, реализации стратегий, маркетинговых или тех или иных инструментов. Нет, я уже отмодерирую, потому что мы сместились. Соответственно, для выступающих у нас будет максимум 15 минут, поэтому я призываю, я понимаю, что все выступающие очень инициативные люди, очень хотят поделиться своими достижениями, своим опытом работы, рассказать о достижениях и уроках, которые они извлекли. И тем не менее, я попрошу быть краткой. И не удивляйтесь, поскольку я буду показывать, что сколько вам осталось 5 минут времени, и за временем будем следить достаточно, ну, буду следить достаточно жестко, потому что выступающих много. Итак, у меня всего есть 10 минут, и весь свой доклад, который я должна была за 25 минут рассказать, буду сейчас ужимать. Но первая часть нашей конференции показала мне очень хорошую, типичную вещь ситуации в маркетинге, и особенно созданием стратегий. Мы очень увлекаемся инструментарием, мы обсуждаем различные методики, забывая одно очень часто, для чего все это. Поэтому я свое выступление назвала «Маркетинг 2020. Как определить приоритеты». Заметки Бувалова. Почему сейчас период очень сложный? Сентябрь, осень, на самом деле, четвертый квартал, надо выполнять планы, надо наверстывать все, что если мы не наверстали. А скорее всего, планы, бизнес-планы кому-то трудом даются к выполнению, потому что экономика стагнирует, и стагнирует она уже не первый год. При этом нужно верстать планы и формировать маркетинговые стратегии на следующие 2-3 года, и это теперь сложно. Почему я решила, что я бывалой? Потому что на самом деле мой маркетинговый опыт начался в 1991 году, когда рухнуло все, и ни один опыт уже не подходил, ни один инструмент не срабатывал. Поэтому пришлось на самом деле изобретать все заново и учиться на ходу. Но при этом мое поколение прошло очень много кризисов. В 1991, 1998, 2002, 2004, 2014. И что мне это дало? Первый вывод, что как только появились первые признаки рецессии, а сейчас мы находимся в прекрасной ситуации, у нас огромные базы данных и по макроэкономике, и по микроэкономике. И мы эти признаки рецессии выявляем очень быстро. В 1998 году, когда все рухнуло, был кризис, и ты не знал даже, как собрать первые данные. Поэтому сейчас, когда мы со своими, моими коллегами, с моей командой фиксируем первые признаки изменений трендов и ситуаций, мы делаем что? Мы в первую очередь усугубляем аналитику. Мы сразу начинаем более детально следить за поведением потребителя. Мы начинаем анализировать, прощение, мы начинаем анализировать, какие способы выживания в изменившихся ситуациях наш потребитель будет выбирать. Потому что именно это должно лечь в наше решение, как мы будем работать и как мы будем удерживать этого потребителя. Второй вывод, который я как директор по маркетингу сделала, даже если ты в рутине, если даже ты в загоне, то как только начинается рецессия, один день в неделю вытаскивай себя из этой рутины и анализируй, и ищи новые технологии, новые данные, новые факты и обучай этому, этой информации всех своих коллег ЛПРов, лиц, принимающих решения и вообще по возможности доноси до всех сотрудников. Потому что степ-анализ в этой ситуации апгрейдится должен как можно чаще. Это защищает вас от непредсказуемости изменения внешней среды. Даже если вы на нее не влияете, у вас появляется гибкость в ее решении, в ее адаптивности. Я могу сказать, пройдя уже пять кризисов, реально серьезных, что скорость нашей адаптации к новым изменениям была продиктована только нашей аналитической подготовкой и пониманием. В статистике есть понятие отката, отскока. То есть, если мы идем вниз, типа потом отскочит. Вот если мы, попадая в кризисную ситуацию, не отскочит. Оно отскочит в другую реальность. И поэтому, когда сейчас, в 2014 году случился кризис, многие сказали, ну когда же кризис закончится? Он не закончится. Он уже закончился. Потому что кризис – это просто факт перелома тенденций. Сейчас мы живем в другой реальности. В какой же реальности мы живем? Пропускаю этот слайд. Потому что эти вопросы все пройдут. В какой реальности мы живем? Эта информация будет, информация свежая, вы ее потом найдете. Но в августе этого года снова изменили и ухудшили прогноз ВВП. Соответственно, инфляция с 2-х прогнозируемых процентов увеличилась на 4. Роста практически нет. Ну, потому что, если мы пересчитаем, я там, то мы поймем, что все наши признаки стабильности России и развивающейся экономики, они мифичны. Это я говорю не для того, чтобы политические дебаты сотворить. Нет. Дело в том, что наш клиент будет жить в этих условиях. А значит, и у него будет меняться поведение. Здесь немножко вспомню про социологию. Это очень важно. Если вы помните, то кривая нормального распределения, распределение классов, дает следующее, что устойчивость экономической ситуации обеспечивает так называемый средний класс, который дает такую ромбовическую структуру общества. И вот этот вот средний класс, он может составлять до 80%, давая устойчивость экономическому развитию. Причем 80% это бизнесмены, индивидуальные предприниматели. Но в России структура несколько иначе с точки зрения инициативности и вклада в экономику. У нас 80% составляют 60% наемные сотрудники, которые, я скажу так, утрирую, не обладают предпринимательской инициативой. И соответственно, они будут очень зависимы в своем поведении от экономической политики государства. И второе, бизнесмены и инвесторы составляют всего 20% от всего населения. Вот это паровозы, вот это вот вагоны, ну, по большому счету. И что получается? У нас вот сейчас такая вот пропорциональная структура. Больше это все-таки низший класс. На следующем слайде скажу, сколько средний класс по пессимистичным подсчетам составляет 26%, по оптимистичным 34%, а не 80% для стабильной экономической ситуации. И когда сейчас есть рецессия и рецессия будет усиливаться, что будет происходить? У нас средний класс, как правило, во всех кризисных ситуациях высота и размер высшего класса не меняется. Они чувствуют себя спокойно. Поэтому если вы работаете с лакшери-сегментом, вы можете быть спокойнее. Лакшери-сегмент будет чувствовать себя хорошо. Но весь продукт, который... Поправка. Я работаю все-таки больше с сектором B2C. То есть именно потребительские товары, а не сектор B2B. Поэтому мои выводы больше о конечном именно потребителе. Соответственно, что у нас получается? Что средний класс, который сейчас был ориентирован на определенный стиль жизни, будет вести себя более рационально, более экономно, и он, к сожалению, будет смещаться к верхушке верхнего, нижнего класса. То есть у него изменится тип поведения. И это мы уже фиксируем. Эти данные увидите. Следующее. У нас начинается борьба. как правило, когда любой маркетолог анализирует конкурентную ситуацию, что он делает? Он смотрит на прямого конкурента. Мало кто смотрит на товары субституты. Хотя, ребята, извините, это ваше. Например, фитнес-зал. Работаем с фитнесом, фитнес говорит, у меня прямые конкуренты такие-то, 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 фитнесы. Мой вопрос о мобильном приложении по фитнесу являются вашим конкурентом? Девин, являются. Фитнес-зал их не анализирует. Он не пытается не понять, как он будет с ними соперничать или не пытается сделать его партнером. Потому что мобильное приложение может работать в зале, создавая определенные тусовки для любителей этого мобильного приложения. Но это надо посмотреть и задуматься об этом. Так вот, что получается, а сейчас, простите, что я так быстро говорю, я могу говорить медленнее, но я слежу за временем. Что сейчас получается? Получается, что наш клиент физическое лицо, и мы начинаем бороться за его кошелек. С кем? ЖКХ. Статистика актуальнейшая. Посмотрите потом, насколько за три раза в кошелек забрались к жителям. За продукты питания, которые выросли, это реально рост цен за последняя официальная статистика. За рост бензина, это кривые все очень актуальные. За обучение. Почему? Потому что рождаемость, которая у нас как раз была вот эта в конце 90-е, начало 2000-е, которые мы стимулировали, дети пошли в школу. Соответственно, родители сейчас будут много вкладывать, потому что новое поколение этих молодых родителей озабочено воспитанием своих детей. Соответственно, они будут туда вкладывать существенную часть своего бюджета. Посмотрите, что остается. Любой маркетолог сразу скажет, это потенциал и сфера, куда вы можете пойти, потому что здесь будут деньги, потому что сюда наш клиент будет вкладывать деньги. Но вы сразу понимаете, что будет с вашими отраслями, как они будут конкурировать вот с этими вообще не товарами с институтами, а конкурентами за финансовые средства, потому что мы знаем, что спрос это не хотелка, спрос это готовность и возможность приобрести данный товар. Потому что когда маркетологи анализируют рынки, очень часто говорят, у нас здесь есть спрос огромный, эти люди нуждаются в товаре или услуги. Но вопрос, нуждаются и имеют возможность оплатить. И вы сразу тогда свои рынки уменьшаете, потому что возможность оплатить следующие три года будет все меньше и меньше. Поэтому это серьезный вызов посмотреть на свою продукцию и на свои услуги. Соответственно, еще один сильнейший тренд это шея экономи. Она очень хорошо ложится в экономическое поведение, потому что она позволяет распределить свои затраты. Но это полностью меняет поведение. Человек не хочет приобретать товар. Он хочет его юзать. Соответственно, вы лишаетесь огромного потенциала продавать аксессуары, надбавочки, фичи и так далее, потому что это не его собственность. Он меняется полностью структура владельцев автомобилей, потому что CarShare тогда становится B&B рынком, а не B&C, потому что вы должны тогда работать с поставщиками и владельцами этих машин, потому что B2C начинает просто юзать. Они не хотят уже нести ответственность за содержание. Это полностью меняет поведение. Это очень сильные тренды, причем как мы анализируем со специалистами, это вообще подрывает основу современной экономики, реально, которая зиждется на феномене частной собственности. Здесь частная собственность просто уходит. Новое поколение вообще не хочет обладать частной собственностью. Маркетологи должны об этом думать. Следующее омниканальность. Мы как правило вопросы, на которые я в частной беседе, в частных ответах могу дать какие-то свои соображения, как отвечать. Но чаще всего и сегодня опять первая часть рассказывала, как коммуницировать. Мы все понимаем, что информация идет параллельно сразу. В каком канале человек принимает решение, офф или он. Потому что он сразу работает со всеми. Но самое интересное для меня. Все эти каналы мы анализируем. Для чего? Чтобы впендюрить наш товар. Но вопрос, многие ли из нас при работе с информацией к клиенту берут оттуда информацию для понимания изменения поведений? Много ли? Потому что чаще всего, когда мы анализируем по воронки, мы что анализируем? Мы выбрали таргет, настроили, попали в таргет или нет, каков наш отклик? Если попали, ура, ура, а если не попали, давайте менять. Но вопрос, а почему не попали, а кто откликнулся, а каким образом, а почему? Потом могу на обеде рассказать очень хороший кейс Аэрэкспресса, когда я работала директором по маркетингу, мы готовились к запуску мобильных приложений, и мы проделали огромную работу по изучению не нашего пассажира, не нашего, потому что нам важно было понять преграды, почему народ не пользуется этим, и как сделать так, чтобы эти преграды снять, и вопрос, и мы это делали перед запуском нового для нас продукта. Объясню почему, сейчас просто нет времени. Но этот канал сейчас маркетологи должны рассматривать не только как коммуникативные каналы, а должны рассматривать как аналитические каналы для понимания изменения поведения клиентов. И соответственно стратегия. Вот этот процесс стратегии многие забывают. и мы начинаем сосредотачиваться на реализации, на активных действиях, в лучшем случае маркетинговый план, как мы будем делать. А у меня всегда вопрос, а что мы будем делать, для чего, какова наша цель, иначе мы превращаемся в режим укушенной белки. Мы носимся с кучей действий, не подумав вообще, для чего мы это делаем в перспективном плане. И вот здесь хороший вопрос. Идет стратегическая цель на 3 года. Вы мне можете сказать, слушай, все так меняется очень быстро, а ты про 3 года, про планирование, про бюджеты, про тактику. Но я здесь хочу сказать, если мы работаем в режиме ошпаренной белки и думаем только про год, мы не сможем сделать долгосрочные инвестиции, мы не сможем вложить планы окупаемости. Ребята, когда мы проектировали штатлеры, у нас срок окупаемости 15 лет. Соответственно, мы должны создать стратегию 15 лет в условиях полной неопределенности. Но иначе мы бы не рискнули вложить эти деньги. Соответственно, что мы для себя изобрели, это мой опыт. Мы сделали каскадную стратегию. Мы каждые полгода уточняемся и сдвигаем их на три года. То есть мы не на как подкорректировали. Если мы подкорректировали полгода, то мы подкорректировали все три вперед. Если мы подходим итоги года сейчас, мы корректируем все три года вперед. И мы таким образом по скользящему графику у нас даже скользящий бюджет. Мы идем постоянно вперед, держа в фокусе минимум три года. Это позволяет нам понимать и видеть хоть как-то когда мы выдвинемся. И соответственно, что я просто сейчас дать человеку, он убежит. В конце у меня есть рекомендации очень четко. Что я как директор по маркетингу, когда вижу рецессию, делаю? первое, я сокращаю самых непрофессиональных, оставляя самых дорогих и умных. Почему? Потому что они способны принимать изменяющиеся решения. А если вы оставите самых дешевых, вы не сделаете прорыва. Хотя вы деньги-то сократите, но смысл выживите ли вы потом. Соответственно, сейчас во время рецессии кризиса проводите аналитику с аутсорсом, аналитики дешевле на рынке, проводите автоматизацию, она дешевле. То есть надо сейчас в кризис понимать, у вас редкий шанс сделать маркетинг реально инвестиционной программой, чтобы потом, когда новое поведение стабилизируется, вы оказались впереди в авангарде. Поэтому все эти рекомендации это выстраданные за 4 прошедших кризиса. Поэтому я прошу прощения за такой темп, я желаю вам успеха и я хочу предоставить слово Инне Анисимовой, потому что у нее очень важная встреча. Коллеги, всем привет, рада вас приветствовать. Я постараюсь очень быстро рассказать сегодня о реал-тайм пиаре, что это такое, с чем его едят. Пока открывается моя презентация, расскажу пару слов о себе. Я работаю в агентстве пиар-партнер, 15 лет занимаюсь маркетингом, рекламой и пиаром. И вы мне можете задавать любые вопросы, я оставлю свои контакты, можно мне их будет написать. И сразу прошу прощения, потому что изначально мое выступление было на 12.20, поэтому у меня в час действительно прямой эфир, поэтому мне придется очень быстро бежать. И какие-то вопросы, которые получу, надеюсь, что либо в инстаграме, либо лично потом на них отвечу. Окей, поехали по ареал-тайм пиару, что это такое? Это умение встраиваться в повестку дня. На самом деле, мне кажется, любой пиарщик, любой маркетолог это умеет делать на 100%, потому что если ты это делаешь, то тогда ты получаешь классные публикации. А если ты это не делаешь, то ты платишь кучу денег для того, чтобы быть в медиа и в благосфере. Поэтому я советую обращать внимание на то, что происходит вокруг нас, на то, какие идут кино, какие идут фильмы, какие книги выходят, вообще, что происходит для того, чтобы это использовать для своих бизнес-целей. Я очень так скупо понимаю маркетинг, я понимаю маркетинг как поддержку продаж, поэтому, в принципе, все, что я рассказываю, я всегда рассказываю то, как надо делать, чтобы собственники могли зарабатывать больше денег. В принципе, в бизнесе мне мало что интересует, кроме того, чтобы обслуживать собственников так, чтобы они получали больше. Поэтому реал-тайм пиар и реал-тайм маркетинг, он именно на эту задачу, на эту цель работает, как там строится повестка дня сегодня, получить больше публикаций завтра. И я приведу несколько примеров, для того, чтобы было вообще ясно, о чем я говорю. Ну, например, вышла премьера восьмого сезона «Игры престолов». Кто смотрел «Игры престолов»? Поднимите руку. Я тоже подсела. Честно говоря, мои сотрудники мне рассказали, что вот есть такой сериал. Я говорю сначала, слушайте, такая ерунда. Первую серию посмотрела, думаю, боже, ну что-то как-то все примитивно, да? А потом меня затянуло, и реально, когда восьмой у нас сезон выходил, сотрудники всем клиентам предложили встроиться в эту повестку. Чехана номер один, которую мы обслуживаем, откликнулась и придумали меню, специальное меню, назвали его «Еда близко», как нужно смотреть, под что можно смотреть «Игры престолов». И вот мне кажется очень странно, но тем не менее СМИ на бесплатной основе взяли публикации с фото этого меню и с указанием, где его можно есть. Другой пример. Сергей Лазарев недавно выступал на Евровидении, и у нас есть очень маленький клиент из города Златоуст. Когда этот клиент к нам пришел после конференции, мне, честно говоря, я настолько была некомпетентна, неграмотна, могу сказать, ну невежественна, наверное, потому что я не знала, где этот город находится, и я своим сотрудникам говорю, слушай, а где вообще этот город? Оказывается, это маленький городок Челябинской области. Клиент пришел, и сейчас те, кто из агент здесь, сейчас оцените юмор, говорят, слушайте, я вот вас послушал, очень хочется быть на первом канале, на втором канале, но есть маленькая проблемка, денег нет. Хотелось очень давать, но вы держитесь. Да, вот. Ну, говорит, у меня есть 35 тысяч рублей в месяц, потому что у меня малый бизнес, у меня работает, вот я вижу, человек из агентства, очень смеется, вот. Говорит, 12, у меня человек работает, ну и вообще малые обороты. Я говорю, окей, хорошо, 35 тысяч рублей. Он говорит, да. Я говорю, смотри, мы можем сделать выходы тебе и на первом, и на втором, и в других медиа, но ты должен быть готов к тому, что это будет story makers, это не будет story tellers, когда ты рассказываешь о том, что у тебя в бизнесе происходит, а тебе придется совершать действие, чтобы устраиваться по ту повестку дня, которая есть. Ты готов? Он говорит, да ладно, чего, ради мамы на первом канале, чтобы быть, я готов на все. Вот. Что мы придумали? Сергей Лазарь выступал на Евровидении, они сделали такой, он там выступает с песней, с таким мечом там, да, гуляет, вот, поет, танцует, все делает, улыбается. Классный макияж у него там. И, значит, мы придумали сделать серебряный меч. Вообще серебро на самом деле дешево стоит, да, девочки? Это не бриллианты, это не золото. Это серебро. Сделали серебряный меч, Сергею Лазареву подарили. Сергей очень обрадовался, написал об этом, мы сделали пресс-релиз по этому поводу. Ну, теперь просто выходы покажу, да, которые были. Кадры, застывшие в медали, южноуральцы вооружат Сергея Лазарева мечом. Федерал пресс, Челябинское телевидение, Комсомольская правда, Лен Тару. Кому не нравится Челябинское телевидение, те на комсомолку смотрят. Аргументы и факты. Россия, Россия, первый канал, Южный Урал, маме понравилось. Вот, Сергей Лазарев, разумеется, тоже об этом в соцсетях написал. Комментарии подписчиков, блин, как круто, пойду подписываться на Артграни. Компания очень маленькая, 12 человек в компании, обороты меньше, чем у моего бизнеса, да, ну, то есть там, ну, совсем небольшие. Тем не менее, 72 материала было, федеральных, региональных, зарубежных СМИ, перепечаток 50%, медиаиндекс 645, по медиалогии мы измеряем, аргументы и факты, 31 канал, ОТВ, Эхо Москвы и так далее. Можно сказать, что это так работает, только там, ну, не знаю, когда мы впервые клиенту это сказали, он сказал, что вы там в своем агентстве курите, да. Работает на самом деле со всеми. Недавно к нам обратилась сеть футбольных школ юниор, и они говорят, мы хотим тоже выйти на ТВ, мы им придумали такую школу, такую прикольную, интересную историю. Один из их клиентов, красноярский ученик, одной из школ, ну, его попросил учитель перевести на домашнее обучение, потому что, видите ли, прическа учителю не понравилась. И ребята из этой школы, они, ну, это сеть футбольных школ, еще раз, да, они объединились, сделали такой флешмоб, записали ролик в поддержку, покрасили там разным цветом волосы. Очень прикольно, три телеканала, первый канал РЕН-ТВ и Москва-24 сняли с указанием их названия ролики об этом. Ну, тоже вы, вот, ну, как это выглядело. Охваты, ну, для того, чтобы вы понимали, первый канал, понятно, что не у каждого сюжета, но это общий, да, Москва-24 2 миллиона человек, РЕН-ТВ 1 в 4 миллиона, сюжеты, на первом канале 8 раз вышел на сюжет. Еще примеры, с тем же самым Арт-Грани, для того, чтобы вы понимали, почему клиент, у него был такой, клиент, знаете, такой, такой типичный предприниматель, у него есть такое окаянство, такое небольшое, да, в его характере, и он говорит, а, была не была, когда Зеленский выиграл выборы, мы ему говорим, давай сделаем медальку слуга народа, вам смешно, да, он тоже смеялся, говорит, давай, сделаем медальку, сделали мы медальку, ну, вернее, они сделали, мы быстренько сделали пристреле, сделали рассылку, ну, просто смотрим на выходы сейчас, да, московский комсомолец, Рия Россия сегодня, лайф, Ньюс.ру, Взгляд, Челябинская, опять тут Чел.ру, и на Украине тоже, да, публикации были, хотя говорят, что там якобы сейчас там все так сложно у нас, между нами и Украиной там никто друг о друге не пишет, ну, смотрите, как бы, если всем улыбаться, то будут писать. Самое прикольное, они получили три лида на эту медальку, вот, 350 тысяч рублей, да, ну, медалька, стоимость медальки 350 тысяч рублей, вот, они заработали, ну, три лида получили, но я не знаю, как они отработали, потому что они нам в этих результатах сразу сказали. Чтобы вы понимали, как это работает, Real Time PR, он работает быстро, мы смотрим по медиалогии, да, раз всплеск пошел, второй всплеск пошел, то есть на самом деле Real Time PR, когда вы строите всплеску дня, это не постоянная работа такая, да, которая такая планомерная, а это вы, да, вы используете хайп, поэтому он быстро начинается и быстро заканчивается. Поэтому у меня, когда клиенты ко мне приходят, ну, зачастую они мне говорят, что Инна, мы вас давно не видели, я говорю, так это хорошо, значит у вас все нормально, потому что я занимаюсь только антикризисами. Когда клиент приходит ко мне, у него кризис случился, я говорю, смотри, у тебя вот, сейчас вы понимаете, околбасит, там жене не нравится все, что выходит в медиа, да, но смотри, у тебя на самом деле это 3-5 дней, вот это вот ситуация, когда вот такие пики, это работа с хайпом. Ок, поехали, еще, для того, чтобы вы понимали, что это относится к разным компаниям, я собрала разные кейсы. Компания Твое, тоже наш клиент, у них валялась коллекция футболок и худи, это мальчики, для того, кто не знает такой худи, это просто такая кофта с капюшоном, значит, с изображением футболистов, ну понятно, потому что девочки в основном ходят в Твое, да, ну, целевая аудитория, в основном женская, и им как-то вот чужого футболиста носить, как-то не очень нравится, девчонкам. Так вот, валялась, эта коллекция валялась, когда наши футболисты обыграли испанцев, ну что вообще само по себе непостижимо, Двое сделали релиз о том, что они специально выпустили коллекцию к победе, веря в победу футболистов, они выпустили коллекцию, ну, получили публикации. Я не все буду показывать, ну и, потому что просто по времени у меня мало времени. Также можно устраиваться с комментариями, здесь, например, когда Натердам сгорел, понимая, что, наверное, может вам сейчас покажется циничным это, можно было рыдать, а можно было делать в этот момент пиар своему клиенту и маркетинг. То, что мы делали, мы сделали для двух клиентов пиар на этой теме, мы давали комментарии по пожарной безопасности от имени нашего клиента и по информационной безопасности тоже. Как можно работать? Так, не все, показываю еще раз, да, это компания Крок. Да, кстати, если у вашей компании нет новостей, делайте анализ того, что есть у ваших конкурентов, например, наша компания, опять же, сами клиенты работают, компания Вимве, айтишный клиент, 12 лет с нами сотрудничает, посмотрели, что, оказывается, была конференция у Google, перевели основной спич и дальше прокомментировали. отличную колонку сделали в Forbes. Все, что я показываю, все делалось на бесплатной основе, да, то есть мы пиар не делаем за деньги, мы делаем все бесплатно. Real Time PR, чемпионат мира по футболу, но то, что я сегодня не рассказывала еще. УфС Тревел, компания работает в сфере B2B и B2C, сделали аналитику, из каких стран чаще всего к нам, ну, на этот чемпион больше всего приедет болельщиков. Прикольная очень аналитика и вышла тоже в разных странах, в том числе, допустим, в Московском самоле с Эстонией вышла. Метро, Известия, Новые Известия. Когда мне говорят, что есть какое-то медиа, в которое нельзя попасть с помощью Real Time PR, я всегда показываю вот эти кейсы, говорю, попасть можно везде. Здесь, да, 30 упоминаний, в компании бесплатно. Пресс-релиз так разошелся. Бренд твое, то, о чем я рассказывала, да, результат у них был по распространению этой коллекции. Во-первых, коллекция разошлась в магазинах, это раз, самый главный бизнес-результат. Хотя коллекция была такая, ну, залежавшаяся, никто не хотел ее брать. Второе, 50 упоминаний получили Эхо Москвы, Стайл, Эль, Космос, Стархит, потому что, я вам сейчас показывала, вы мне могли сказать, ну, и на понятное, деловые медиа, да, а вот с глянцем это так не работает. Потому что, когда я выступаю на конференциях, например, кто-то сидит из Екатеринбурга и говорит, ну, понятно, это у вас там в Москве, у нас так в Екатеринбурге не работает. Или я рассказываю, там, говорю, смотри, с деловыми можно работать так. Он говорит, ну, понятно, с деловыми можно, я работаю с глянцем, с глянцем так не работает. Поэтому сегодня, когда я готовилась к выступлению, я специально взяла кейс из разных областей, чтобы мне потом не говорить, что это так не работает, И мы на это время не тратили. Ок. Нога Акинфеева. То же самое Арграни показываю, да? Что сделали? Когда у нас Акинфеев додумался как-то там изловчиться ногой, отбить гол, да? Что мы сделали? Мы сделали такую медальку ноге Акинфеева. Позвонили Арграни, говорим, а теперь срочно делаем медальку ноге-ноге. А ну, они опять, да? Что, как так? Какой ноге? Как мы будем ноге вручать медальку? Ну, Акинфеева есть продюсер, мы связались с продюсером, и действительно ноге, ну, вернее, ноге, и вообще Акинфееву вручили эту медаль. Быстренько сделали пресс-релиз, получили выходы на Первом канале, на Россия24.ру. Опять мама радовалась. Матч ТВ, Спорт Экспресс и так далее. Медиа-индекс был намного выше, это 1442. Ну, это большой. Еще раз показываю всплеск, да, по медиалогии, как он был. Смотрите, 3-го числа всплеск начался, 7-го закончился. То есть 4 дня можно работать на хайпе. Ну, и опять же, публикации, как они выглядели. Фишка в чем? Да, не все эти публикации содержали название арт-грани, не все. Но, тем не менее, больше 50% там название было. Мы клиенту отдельно делали клиппинг по всем публикациям вообще, которые вышли, и по тем, где было их название. Так. Где искать кейсы для real-time PR? Первое, что надо делать, это смотреть на тренды. Вот здесь у нас есть компания Brand Analytics, у них есть такая функция. Вот есть Василий, можно к нему подойти. У них есть функция в их системе, это отслеживание трендов. Можно к Василию обращаться, он покажет тебе, как. Второе, я советую смотреть Яндекс, Гугл, смотреть, какие у нас в топе темы есть интересные, да, и в них строятся фильмы, книги, праздники. Откройте, есть такой сайт, календарь.ру, и прям посмотрите, какие праздники могут быть. Я хочу Вам такой календарь подарить, оставляю здесь свои прямые контакты, это мой прямой мобильный телефон, можно мне в WhatsApp писать, если хотите такой календарь получить. Также оставляю свой e-mail, это мой прямой e-mail, его никакие ассистенты не проверяют, его проверяю я. Если нужен такой календарь мероприятия, напишите мне, я Вам его отправлю. И хочу еще пару слов сказать, надо ли встраиваться во весь вообще пиар, да, надо ли любое все комментировать. Ну вот здесь мне очень понравилось, это Бургер Кинг, их давняя война с Макдональдсом. Макдональдс, Бургер Кинг, смотрите, Макдональдс делает рекламу, где пишет, купи обед с Липтон и получишь очки. Рядом размещается реклама Бургер Кинг, где написано, какие очки, это Питер, детка. Дождевик в подарок, при покупке обеда. Ну то есть чувство юмора никто не отменял. Я считаю, самое ироние, чувство юмора это главное, да. Хочешь, ну, классных друзей, хочешь интересную жизнь, чувство юмора включай. Я использую, помимо того, что я рекомендовала использовать уже бренд Аналитикс, также советую использовать Яндекс.Новости, медиалогию. Отслеживайте тренды и встраивайтесь в повестку дня. Работайте на хайпе. Так. Да, два слова скажу еще. У меня сейчас как раз две минуты там. Самый эффективный инструмент для релтайм-пиара. Три инструмента всего. Это комментарии, пресс-релизы, интервью. Я вам сегодня показала комментарии. Я показала вам пресс-релизы, интервью не показывала, просто потому что времени нет. Но интервью тоже суперэффективно. И еще раз составляю свои контакты. Можно мне также писать в Инстаграм и на подчеркивание снизу PR-партнер. И буду рада общению с вами. Я прошу прощения, что не могу ответить на ваши вопросы, потому что мне надо бежать. Но я буду рада общаться с вами по сетям и оставила все свои контакты для вас. Спасибо большое. Я хочу сказать, что через неделю все презентации будут доступны. И поэтому вы сможете воспользоваться, задать вопросы, выйти со всеми на связь и уточнить какие-то моменты. Следующее у нас выступление Анны Шера. Спасибо. 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 В основном с владельцами бизнеса, когда ты начинаешь свой разговор с позиции, а что вы такого делаете выдающегося, народ, как правило, говорит, блин, я делаю крутой продукт, у меня такое классное качество, у меня такая классная упаковка, реклама и так далее. И у меня всегда возникает один вопрос. Покажите мне того владельца бизнеса, который скажет, что он делает плохой продукт. Ну как бы даже если он там где-то внутри себя знает, что это, ну как бы есть какая-то проблема, понятное дело, что мы не коммуницируем на эту тему с нашим потребителем. Так вот смысл в том, что для нашего клиента мы все одинаковые, мы все на одно лицо, да, и там майка такая, майка за 2000 рублей, майка за 20000 рублей, в конечном итоге это всего лишь майка. И вопрос, а как ты дальше ее продаешь, да, то есть как ты коммуницируешь с потребителем и как дать понять человеку, что ты вот тот самый, за которого стоит платить. Вы знаете, очень похоже, вот если вы вспомните, когда вот кто влюблялся не так давно? Вы знаете, вот это чувство, когда ты встречаешь человека, а ты смотришь на него и у тебя сердце начинает бешено стучать. Вот ты не можешь это объяснить рационально, но ты понимаешь, что вот что-то в нем тебя задело, что-то торкает, вот что это такое, да. И вот в маркетинге, да, и в отношениях с потребителем в принципе происходит вот та же самая химия. Когда клиент, ну вы вспомните себя, когда вы совершаете какие-то покупки. Понятное дело, что люди там из индустрии маркетинговой, да, мы, как сказать, видовидавшие товарищи, да, и нас в принципе подцепить достаточно сложно. Но тем не менее, когда нажимают вот на ту самую больную мозоль, мы реагируем, мы смотрим на то, что мы не можем себе этого объяснить, да, происходит какая-то химия. Вот психографика это о том, как выстраивать эту химию, что лежит в основе этой химии. Готовы? Ну, собственно говоря, забегая вперед, вернее, я уже забежала вперед, да, я сказала о том, что такое экономика, что такое смена маркетинговой парадигмы, да, это то, когда мы идем не от продукта, а то, когда мы идем от клиента. Да, да, и разрабатывая продукт, разрабатывая стратегию, мы ориентируемся на то, что нужно нашему потребителю. Ну, и, собственно говоря, вот одно из таких ключевых понятий поведенческой модели маркетинга, это так называемая клиентноцентричность, да, когда в центре всех наших действий находится клиент. Ну, и психографика, собственно говоря, это изучение поведения, изучение личности клиента, да, и изучение, вы знаете, как модели поведения, его имплицитных целей. Вот та самая химия, да, которая заставляет нас влюбляться в человека. Ну, вы резонно можете спросить, и на самом деле поведенческие маркетологи часто шутят, блин, слушай, но на земле там больше 7 миллиардов человек, да, на сегодняшний день. Ну, как можно вообще понять всех их, и как вообще можно подстроиться под них всех, под них всех. Ну, и фишка в том, что действительно по прогнозам, да, мы придем к тому, что мы будем вынуждены выстраивать коммуникацию вообще с каждым отдельным человеком. И, опять-таки, нравится нам это или нет, но это наша реальность. Вопрос в том, каким образом это автоматизировать, и вопрос в том, а как с этим вообще работать. Вот есть такая штука, называется теория диффузии инноваций. Кто знает, что это такое? Это модель, которая показывает, каким образом распространяется информация о чем бы то ни было в нашем обществе. Эта модель, она может применяться чему угодно, да, и, собственно говоря, и к самой инновации, и к выстраиванию стратегии. Суть в следующем, что когда мы создаем, что бы то ни было, рекламу, продукт и так далее, понятное дело, что владельцы бизнеса, они хотят сразу много денег, да, для того, чтобы, и вообще существует два подхода к выстраиванию стратегии. Бывает стратегия, ориентированная на большой сегмент, да, бывает стратегия, ориентированная на так называемых новаторов. Собственно говоря, когда мы выстраиваем бренд или стратегию, мы в качестве идеальной целевой аудитории, или так называемое ядро целевой аудитории, мы берем вот этих вот новаторов. И задача психографики изучить модель поведения и основные триггеры, за которые мы, ну как бы, благодаря которым, воздействуя на которые, мы активируем поведение потребителя. Собственно говоря, смотрите, мы начинаем с того, что мы описываем свою идеальную целевую аудиторию, а дальше мы используем, опять-таки, ну один из новых таких подходов, называется Job to be done. Кто знает, что это такое? Окей, это, то есть мы коммуницируем от бренда, именно исходя из своих ценностей, как бренда, и ценностей наших потребителей. А дальше наш товар покупают люди, которым этот продукт по каким-то причинам нужен. То есть, грубо говоря, это могут быть люди, которые не разделяют ваши ценности, как компании, да, но при этом, как бы, ваш продукт выполняет определенную, там, работу, да, ну, грубо говоря, там, удаляет жажду, либо, там, снимает температуру. И тогда люди не являются приверженцами вашего бренда 100%, но время от времени они, как бы, возвращаются к вам и покупают вашу продукцию. Вот, собственно говоря, еще раз поговорю, да, что, несмотря на то, что людей огромное количество, тем не менее, стратегия бренда, она всегда должна ориентироваться на так называемых, ну, как бы, евангелистов бренда, да, на так называемых идеальных потребителей. Ну, и, собственно говоря, самый сложный такой момент, это вообще, что такое потребитель, что такое психология потребителя, что такое психология поведения, как это формируется. Здесь я постаралась как можно четче, кратче, насколько это возможно, да, изложить эту историю, эту структуру. Но, повторюсь, вот, когда, знаете, произошло объединение психологии и экономики, на самом деле психология все свои недоработки, все свои вот благи, которые существуют в системе, она перенесла их в экономику, да, потому что сами психологи, они, ну, спросите там, что такое диагностика. Это очень сложная такая история, очень персональная, очень личная. И поэтому существует несколько подходов, да, кто-то использует гороскопы, кто-то использует типологию Юнга, ну, в общем, кто во что гораст. Но я предлагаю вам, знаете, как типологию, это такая инновация и в поведенческой психологии, да, потому что я имела честь походить стажировку в Великобритании в... Сейчас запрошу, как это по-русски сказать. Ну, в общем, это заведение, которое специализируется в подготовке психоаналитиков, да, это вот один из последних подходов, которые я использую для настроения поведения. И что такое, в принципе, личность, да, из чего мы состоим? Мы состоим в условной физиологии. Первое, на что стоит обращать внимание, это тип нервной системы. Да, то есть типы нервной системы, они бывают разные, но это та физиологическая основа, которая как бы дальше перерастает в личность, которая дальше формирует нас, определяет, вернее, наше формирование. Следующее, это так называемый уровень организации личности. Мы с вами посмотрим дальше, что это такое. Триггеры боль. Это то, ну, я думаю, что многие из вас знают, да, и мы в своем сленге используем, вот, боль клиента, что у него болит, и как на это ответить, да, вот это вот как раз таки и есть эта история. Ну, и дальше это то, это таблетка, компенсация, адаптация, это то, как мы лечим ту или иную боль. Ну, и дальше мы понимаем, как люди ведут себя в среде. По поводу типа нервной системы сказала, существует их 4 вида, и в чистом виде эти виды они не встречаются никогда, они, как правило, встречаются в неких комбинациях. Вот если посмотреть на гороскопы, я думаю, что каждый рано или поздно, лучше, наверное, рано, чем поздно, увлекался гороскопами, да, и вот ты читаешь гороскопы, думаешь, блин, это же все при меня, вот как такое может быть? Фишка в том, что гороскопы – это тоже такая история классификации, да, и типологии личности, поэтому задействуют, ну, какие-то общие, такие патроны, поэтому, ну, где-то там процентов 20 действительно можно найти что-то похожее на себя. Поехали дальше. Что такое уровень организации личности? Видно вам? Вот у них существует четыре вида. Первый уровень – психотический. Это те люди, с которыми мы с вами, в принципе, не встречаемся в нормальной жизни, да, это люди, которые, ну, в общем-то, люди с патологией, они находятся за рамками с уроком. Следующий уровень – это низкий пограничный уровень, высокий пограничный уровень и невротический уровень. Вот знаете, как, если вы внимательно посмотрите на эти, на этот кадр, вы не увидите здесь нормы. И очень часто народ спрашивает, блин, ну, а что, нормальных-то нет? Ну, вот, реально нормальных нет, да, и как остается этот факт? Если раньше патология была на уровне невротического уровня, то сегодня многие современные психоаналитики, они вообще шутят, что вот Фрейд, когда он создал теорию психоанализа, он вообще был счастливым человеком, потому что он работал с невротиками. И сегодня пациент на невротическом уровне организации, ну, практически нормальный, встречается крайне-крайне редко. И вообще, как бы для психоаналитика, клиент на этом уровне – это очень подарок судьбы. Вот в основном, там, 90% населения планет функционируют вот на этом уровне. Это низкий пограничный уровень и высокий пограничный уровень. Что это такое вообще, ну, вот эти вот границы? Это, знаете, как вот сформировалась я у человека, он переходит вот сюда. А я диффузная, ну, то есть я знаю, кто я, но, блин, не до конца знаю. Вообще не знаю, зачем я в этой жизни, вообще, как бы, в чем смысл моего существования. Ну, как бы, я вроде есть, но вроде как-то вот не совсем понимаю вообще. У меня вообще куча комплексов таких, я вот здесь боюсь, вот там боюсь. Это, вот, собственно, высокий пограничный уровень. Низкий пограничный уровень – это, знаете, такие люди-война. Это люди, которые всю жизнь с кем-то воюют. Это люди, которые участвуют в революции, это люди, которые устраивают восстания, это люди, которые находятся вот в таком перманентном состоянии борьбы за свое существование. Ну, я вот говорю это таким достаточно примитивным, банальным языком, да, мы с вами тут не о психологии говорим, ну, чтобы было понятно вообще, о чем передача. Пожалуйста, слушай. Так. Да. Дальше я тогда, наверное, не представлю это все, потому что Смотрите, как бы все, наша личность, она формируется вокруг четырех базовых страхов, да, страхов. Вот они здесь написаны, это смерть, безопасность, независимость, зависимость, свобода, ответственность, смысл существования, бессмысленность. То, о чем я говорила на предыдущем слайде, да. И наше поведение, и наша личность, она формируется вокруг того, как мы решаем для себя эти проблемы. Как мы, в принципе, отвечаем на эти вопросы. Дальше здесь не буду останавливаться, да, я, в принципе, оставлю презентацию, если можно будет изучить, задать вопросы. Здесь типология личности. Что это такое? Это то, как конкретный человек решил для себя вот тот самый экзистенциальный вопрос, да, как он ответил для себя на вопрос, там, выживания, на вопрос поиска смысла жизни, на вопрос независимости и так далее. И вот то, как мы сформировали комплекс вот этих адаптивных механизмов, это и есть мы, это и есть наша личность. Здесь примеры, вот буквально три примера, чтобы вы поняли, о чем передача, да. Так называемый шизоидный тип и фотография. Боли этого человека, меня нет, я не знаю, кто я, я не знаю, зачем я в этой жизни. И, соответственно, как бы, кто, каким образом человек решает для себя эту проблему. Он отвечает так, я избранный, я не такой, как все. И каким образом мы выстраиваем коммуникацию с этим человеком, мы ему говорим, слышь, чувак, ты не такой, как все. И этот продукт только для таких, как ты. Вас очень мало в этом мире. Хочешь попробовать? И человек реагирует. Если мы к этому человеку обращаемся с позиции, ну, знаете как, вот, все это покупают. Всего до свидания. Вы не задели этого человека за живое. И он пройдет мимо. А дальше, ну, в общем-то, такие достаточно известные граждане, распространенная категория, нарциссический тип. У этого человека боли и ничтожества. Это, вы знаете, люди, которых всю жизнь родители строят на предмет «Вася лучше». А вот та девочка из соседнего двора, она, блин, вот лучше, чем ты. И у этого человека, у него формируется вот это ощущение, что бы я ни делал в этой жизни, я не могу достичь одобрения своих родителей. Каким образом удовлетворяется эта боль? Ты великий, ты можешь, ты сможешь достигнуть. Да, и вот если мы коммуницируем с этой точки зрения, то, в общем-то, мы попадаем, мы задеваем вот этот тот самый триггер, и коммуникация выстраивается эффективно. Ну и следующий уровень, это истерический, это в большей степени относится к женщинам, но там проблема доминирования. Я хочу, чтобы все мужчины этого мира принадлежали мне. И, соответственно, если вы выстраиваете коммуникацию с позицией, все мужчины будут двоими, все. Ну, то есть этот человек становится приверженцем вашего продукта, ваших брендов. Я не буду останавливаться здесь, что такое, как формируется вообще поведение. Вот любая стратегия, любая реклама, любая коммуникация выстраивается по вот этой схеме. Вы определяете, кто. Вы определяете, что болит. Вы формируете вот этот вот триггер. Да, то есть вы понимаете, как задеть, как скоммуницировать таким образом, как построить стратегию таким образом, чтобы человек отреагировал на вас. А дальше вы находите символ. То есть это нечто продуктовое, либо это нечто уже существующее, которое является символом того, что будет олицетворять вот эту таблетку от этой боли. Ну и, собственно говоря, дальше вы предлагаете свой товар. Я не просто так поставила сюда на картинку Apple. Да, потому что если вы посмотрите, то это бренд, построенный вокруг нарциссических ценностей. Да, это бренд, который олицетворяет вообще личность самого Джобса. И бренд коммуницирует таким образом, задевая вот за это больное. Именно поэтому мы, ну как бы, можем спустить последние деньги вообще, да, купив последнюю модель айфона. Именно поэтому люди, ну это стало таким действительно уже сегодня символом чего-то такого инновационного, успешного, да. И сегодня бренд Apple, он сам может использоваться как символику в обществе. В общем, это яркий пример бренда, который построен во всем, во всем правилам. И именно поэтому приверживается в бренда такое огромное количество. Дайте один слайд остался. Закончим. Вот я хотела еще коснуться буквально двух словах о рекламе. Вот если вы посмотрите на эту рекламу, в ней зашито несколько сообщений, да, в ней зашит бренд, который выступает в фонах, и в ней зашит продукт. Собственно говоря, рекламу и вообще любую коммуникацию мы выстраиваем, исходя из двух компонентов. Первый компонент это фон, да, это бренд. А в следующем мы накладываем продукт. Продукт выступает фигурой. И таким образом у нас получается целостная композиция. У нас есть бренд, у нас есть ценности у бренда. Да, у нас есть вот то, за что мы трогаем, и у нас есть продукт. И вот если возвращаться к этой рекламе, казалось бы, да, Шанель номер пять, женский бренд, про моду. Причем здесь Брэд Битт. Но фишка в том, что суть бренда Шанель заключается в том, что это суперинновационный бренд. Это бренд, который ломает рамки. И с этой точки зрения мы видим мужик, рекламирующий легендарный аромат. Это что-то новое, это то, чего мы раньше не видели. И нас это трогает. Люди, которые реагируют на это, они реагируют на эту рекламу. Либо подсознательно, если ты пользуешься Шанель, Брэд Битт. Ну, можно, конечно, и так, да. Буквально пару слов по поводу методов. Да, существует три вида методов, каким образом мы это все идентифицируем и как мы это все вообще собираем. Существует метод психосиматического дифференциала. Погуглите, что это такое. Эта методика на самом деле разработанная в нашей стране. Одна из немногих методик. Эта методика применяется в политической психологии. Это та методика, которая приводит, вообще, благодаря которой осуществляются стратегии по построению политических компаний, выборных компаний, да. Это клинические интервью и это проективные методики. Но я думаю, что вот эту вот, не знаю, вот эту фигуру так или иначе хоть раз в жизни вы видели, да. Потому что это, в общем-то, такая, почему называются проективные методы, потому что, в принципе, это обычная клякса. Но, глядя на эту кляксу, мы можем много чего рассказать о себе, если мы начнем это рассказывать. Ну и, в общем-то, нужна ли психология в маркетинге, да, и нужна ли психология в бизнесе. Может быть и не нужна. Но вот я сюда решила поставить динозавра. Да, вот динозавры, они не сумели адаптироваться к новой реальности и просто вымерли. Поэтому, в общем-то, выбор за вами – адаптироваться к новой реальности, либо вымереть. Всего доброго. Спасибо. Я прошу прощения, что я так жестко действую, но мне очень хочется, чтобы все спикеры, которые зарегистрированы, которые вы ждете, сумели выступить. Анна, спасибо большое, очень интересно. И, опять же, есть контакты, можно будет связаться и побеседовать. Александр Коробейник. Александр. Нет, есть, есть. Я предоставляю слово Александру, сейчас я помогу включить, именно представителю уже сетей. Не совсем сетей, компании крупной FMCG. Коллеги, приветствую. Я хочу… Сейчас запускаем пока презентацию. Да, я бы хотел в самом начале знакомиться с группой и уточнить, кто-то из вас работал, либо работает в крупной, очень крупной компании, которая, возможно, уверенно в своих шагах сформировала бизнес-процедуры четкие по разработке стратегии. Да? Отлично. Отлично. А кто-то есть еще из категории FMCG, чтобы понять. Да? Супер. Вот. Я даже, может быть, перекину мостик перед началом своей презентации с презентации Ан. То есть мы действительно, как маркетологи, изучили потребителя, понимаем его суть. И пока мы занимались этими исследованиями, наш руководитель зовет нас к себе и говорит, что в следующей неделе мне нужна стратегия развития либо бренда, либо стратегия развития портфеля, либо иногда даже стратегия развития бизнеса в целом. То есть я думаю, что вы сталкивались с такой ситуацией. И задавая вопрос, в чем особенность этих крупных компаний, я бы хотел поделиться такой мыслью, что эти крупные, очень большие, уверенные в себе компании, они действительно уверены в своих алгоритмах. Потому что именно эти алгоритмы привели компанию к успеху. Но получается, что мир очень, и причем, что они даже дальше уверены, что они же приведут их к дальнейшему успеху. Но мир настолько быстро меняется, что небольшие компании начинают бросать вызов монстрам и глобальным международным компаниям, отвоевывая у них долю рынка. И вот сегодня об этом я и хочу рассказать. То есть как может выглядеть стратегия крупного холдинга, как противостоять подрывным инновациям, что есть подрывные инновации. И соответственно, как против них либо противостоять, и с другой стороны, как противостоять развитию частных марок сетей. Тоже, я думаю, что многие из вас знают, с этим сталкиваются, что крупные сети красного вида, либо другие, закупают даже свои собственные линии и очень активно развивают собственные марки, обладая более низкой ценой по сравнению с основными конкурентами. Ну, давайте начнем. Тогда потихонечку. Пару слов расскажу о себе. Директор по маркетингу Александр Коробейник в настоящий момент занимается. Все, 20 минут. Хорошо. Давайте начнем с трех ключевых стратегий, о которых базовые стратегии, о которых знают все представители топ-менеджмента. Причем действительно очень важный момент, что в том же самом совете директоров, либо в тех командах, кому вы представляете свою стратегию, бывают люди абсолютно разных типов. И вот шизоидный тип, вы знаете, частенько присутствуют и нарциссы, и, соответственно, презентовые, изучая стратегию, вы должны находить что-то общее с каждым из них. Три ключевые блока – это операционная эффективность, это близость к клиенту и продуктовое лидерство. То есть многие, наверное, про эту классификацию знают. Операционные совершенства – это где у нас очень мало SKU, где у нас экономио-скейл, где мы зарабатываем достаточно, несмотря на низкую цену, мы зарабатываем достаточно большую валовую маржу, работая на широкий сегмент потребителей. Вторая стратегия – это близость к клиенту, где мы понимаем потребности клиента и делаем определенный ассортимент под эти потребности. Ну, действительно, могу привести пример, что в объединенных кондитерах, это далекое вдохновение Бабаевский, мы даже часто разрабатывали отдельный ассортимент под топовые сети, под X5, под магнит. Это вторая стратегия. И третья стратегия – это стратегия продуктового лидерства. Тут, действительно, у нас должен быть огромный отдел инноваций, мы должны быть очень быстрыми с точки зрения реагирования за современными трендами. Три вида инноваций. Есть, в принципе, это те инновации, с которыми я сталкивался, хочу поделиться. Я про них расскажу чуть подробнее, презентация быстро делалась. Это инновации поддерживающие, то есть это то, где мы добавляем дополнительную ценность продукта. То есть мы делаем продукт круче. Например, на примере кондитерской категории есть батончики родфронт. Мы их снаружи одеваем карамелью и одеваем шкалом. И продаем их дороже. То есть либо делаем другой формы, то есть добавляем ценность продукту. Это первый вид инновации. Но в последнее время все больше и больше, как вы знаете, принимая во внимание ситуацию снижения потребительского спроса, начинает расти так называемые low-end инновации, либо их еще обзывают подрывными. То есть я вот и на них хотел бы сфокусироваться и привести несколько примеров. Уверен, что вот эти моменты помогут вам в будущем использовать и понимать, как можно разрабатывать продукты, которые смогут по-настоящему противостоять. Частным маркам мы вот такого рода подрывным инновациям. Поддерживающие инновации, я уже про это рассказал. Поддерживающие инновации, вот они выглядят таким образом. То есть есть новые современные машины, есть потребительские тренды, я о них чуть расскажу позже. Возможно, кому-то будет интересно услышать про потребительские тренды в кондитерке. И вот мы видим продукты, которые были абсолютно уникальными для рынка. Соответственно, за данную уникальность эти продукты получали дополнительную премию. Премия, ну вы знаете, в среднем за бренда составляет порядка 23-25%. Это так вот в среднем по отрасли. Потребительские тренды в кондитерке. Кто-то есть вообще в этой кондитерке? Просто вот была улыбка небольшая, я бы это... Можно поделиться, рассказать? Я бы не стал рассказывать про вот эти европейские тренды, да, про все АСМП-презентации, то есть многие, наверное, про это знают. Вот хотел просто поделиться некоторыми, которые можно достаточно быстро применить практически в любой и в любом бизнесе, который, ты говоришь, обсуждают. Первый тренд – это минималистический дизайн и уменьшение форматов упаковки. То есть действительно убирается с дизайна с этикеток яркие моменты и простой стилизованный дизайн в последнее время в тренде. То есть он становится и более премиальным, как продукт, и стильным для потребителей. Выделяется на полке, где все кричат, где все этикеты кричащие. В данный момент – это естественные цвета и многообразие текстур. То есть происходит смешение разных категорий. То есть не просто шоколад, а шоколад с печеньем, пропитанный карамелью, то есть интегрированные вещи. Ясно, что основные тренды идут с запада, но мы таким же образом можем это использовать, и это очень явно проявляется на рынке. Следующий тренд – это геометрические формы. То есть действительно идет работа с геометрическими формами. Это и треугольные, и нестандартные формы для отрасли. То есть квадратные, треугольные формы куба. Тут мы еще раз затронем форму в виде бриллианта. Это как инновация со смежных рынков. Это еще одно из направлений, как можно двигаться с точки зрения развития продукта. Появляется азиатская экзотика. Очень модные вкусы – манго, маракуйя. Они находят уже отражение в современных ассортиментах. Следующий – драгоценный металл – камни. То есть действительно, чтобы двигаться выше в сторону премиализации, как раз необходимо брать тренды с кросс-рынков. А кросс-рынки – это либо бьюти, либо вот парфюмерия, либо драгоценные металлы, то есть а-ля Тиффани, вот эти направления. Вы уже знаете, что очень много брендов в этом направлении развивается. Еще меньше сахара. Но тренд на здоровье, он уже давнишний. Соответственно, те, кто в это верит, они покупают продукты с низким содержанием сахара. Либо сахар заменитель. Анна уже рассказала про теорию впечатлений, что бренд в настоящий момент уже не продукт, уже не сервис, который мы несем нашим потребителям. А бренд – это то впечатление, которое он дает. И в рамках этого впечатления есть четыре ключевые направления. Первое – это направление развлечения. То есть что мы должны развлекать нашего потребителя, и вовлекать его в какую-то игру, тогда он с нами находится на большем этапе времени. Следующий блок – это обучение. То есть если мы ему рассказываем что-то в интересном формате, он и изучает, про это читает, вовлекается, и дальше может начинать эту работу. Ну, это как детский брендодакт, где нужно что-то получить, что-то накопить. Следующий момент – это уход от реальнити. Это когда вообще, ну, знаете, вот это все, что связано с VR, все, что связано с определенными играми, все, что связано с геймификацией, тоже очень модный тренд, в который очень небольшое количество производителей в настоящий момент уходит. Соответственно, рынок достаточно традиционный. Следующий блок – это эстетика. Это где, как мы проговорили, появляется созерцание, но человек увлечен в какую-то очень красивую инфраструктуру. Либо там на краю города региона, либо в какой-то кондитерской фабрике. И, например, принимая внимание объединенных кондитеров, то есть мы продолжали думать над усилением и розницы, «Аленки» и создание кафе, «Аленки» и даже формирование детско-развлекательных парков, таких как «Аленка» и «Школа» и «Поборка». То есть это все в рамках данных кондитеров. Ну, вкратце я уже рассказал, принимая во внимание. То есть еще раз резюмирую, есть развлечения, это те впечатления, которые люди получают. Есть обучение, где мы вовлекаем процессы интеллектуальной, работы, но именно с игровой точки зрения. И я еще хотел бы рассказать вот про эти ключевые пересечения этих областей впечатлений. И то, как можно тут тоже задействовать потребителя при разработке этого продукта. Это усложнение органов чувств, это подключение ума, это поощрение регулярной практики, прохождение, пробуждение любопытства, изучение объекта и порождение любви. То есть вроде бы все вам понятно с точки зрения теории, но вы знаете, да, что когда нужно что-то объяснить еще и в рамках стратегии, то это становится достаточно сложно перейти от уровня исследований, от уровня вот этого, так скажем, хай-энд маркетинга, до обоснования потребителям и акционерам ценности продукта. Хотел привести пару примеров. Это разработанная «почемучка» компании «Объединенные кондитеры», где есть определенная игра, то есть вот как мы видим, либо вот на этом слайде, где из теченик можно собирать буквы, и эти слова увеличиваются, то есть в одном наборе ограничено количество слов, а чтобы учить слова дальше стоять, вынуждены покупать следующие наборы. Это забавная игра с точки зрения соединения вкусов, то есть, например, если ты ешь мармелад, вот пол с корицей, то у тебя появляется вкус ламп. Вот такие забавные сочетания. Эти же забавные сочетания, соответственно, могут рождать новый вкус потребителя. Про рынок мы уже упомянули, то есть это нестандартная форма в рамках трендов, и второй же момент, в рамках здорового перепитания снижено количество сахара, и сахар заменил. Уникальная форма, мы можем про нее проговорить. Ну и давайте тогда вернемся к подрывным инновациям, то есть многие из вас, вот особенно те, кто в кондитерке, знают, как рос за последнее время КДВ, запуская, причем фокусируясь на стратегии низкой цены. И давайте даже, наверное, я начну с КДВ, а вообще в целом, что продрайвило рынок, кондитерский рынок, это огромный рынок, в котором более 50% занимают очень местные, мощные и сахаристые. Следующий сегмент – это весовые конфеты. Вот в весовых конфетах по объему, в весовых конфетах вот эти бренды продрайвили рост. Да, многие из вас, наверное, уже встречались с этой конфеткой, 55, то есть она сделана по… То есть эта конфета была сделана по прототипу с очень с оригинальной формой, и, соответственно, вот это все было в эконом-сегменте. Вот эти конфеты показали активный рост, и конфеты «Темная ночь». Это небольшая компания, которая смогла забрать достаточно большие объемы у холдинга, который номер один объединенный кондитерский, 100 миллиардов выручка, и 25 категорий лидерства ключевых из них. То есть это как раз те примеры, где, обладая определенными факторами, о которых сейчас я расскажу чуть позже, как компания может подрывать рынок, на нем нехорошо. Вот результаты. КДВ, то есть бренд вырос более чем в два раза, при КАГРе в среднегодовом росте 25% и 30% росту в 2017 году, при средних 2-3% росту всего кондитерского рынка. Это один из примеров подрывных инноваций. Что дало возможность сделать низкую цену? Это как раз специфика компаний, которые не с очень большими накладными затратами, где есть новая современная астрадементная линия, автоматизированная линия, которые дают низкую себестоимость продукта, входное стриё, по низкой цене, довальческие схемы и всё остальное. Это отсутствие инвестиций в маркетинг. Да, это, наверное, очень забавно звучит, но бренд рос при отсутствии инвестиций в маркетинг, в рекламу, в детишку, во всем этом направлении. сжатая структура персонала, то есть отсутствие бизнес-процессов и тщательный отбор посредников без наценки. Ну и есть два ключевых парадокса. То есть парадокс крупной компании в том, что при такой структуре очень сложно развивать инновации. И вы тоже понимаете, почему, да? Потому что все новые рынки, они достаточно малые, и компании говорят, ну зачем нам развиваться в этом сегменте, вот пусть его другие разовьют. И все бизнес-процедуры застряны на эффективность. Поэтому единственным крупным решением такой проблемы является либо выделение в отдельную структуру, либо покупка, либо сотрудничество с компанией, бизнес которого равняется данному сектору, о котором мы развивали. И в заключении я бы хотел сделать акцент, быстро рассказать историю, что те все вещи, где мы снижали цену, заходили в торговые сети, в топовые сети. Это были не очень успешные проекты, где начала появляться уникальность, но и во всех красных ритейлерах, и в одном, и в другом. То есть были очень позитивные результаты. И сами Байера говорили, что наконец-то есть изменения, и вы нам дали уникальный продукт, мы его готовы ставить на полку, не по ротации. Поэтому ключевое резюме, это что должна быть уместная дифференциация, и эта уместная дифференциация, она как раз и является условием для будущего роста, и именно долгосрочного роста. А долгосрочный рост нам дает... Долгосрочный рост как раз нам дает рост в долгосрочной перспективе. То есть я рассказываю очень банальные вещи, но я делюсь этими вещами. То есть это то, что было открытием для Совета директоров. И причем, что после международных компаний, таких как Heineken, Danone, EFES, вот я просто думал, что многие вещи, они достаточно очевидны. Но это не всегда так, и это действительно вам нужно учитывать при презентации и при продаже стратегии менеджмента руководства. Ну и все. Я как раз тоже прошу прощения и закругляюсь именно словами Вандора, что продукты создаются на фабриках, а бренды создаются в наших головах, с уникальностью и с тем того, чего не было на Раду. Все, всем спасибо за внимание. Я подведу итог, что независимо от того, что Александр говорил о кондитерском рынке, эффект работы с эмоциями, акцент не на скидку, а на добавленную стоимость для покупателей, для дистрибьюторской сети, плюс деферсация, она работает в любом секторе, на рынке B2C и B2B тоже. Поэтому, да, вот, поэтому это важный момент. Один вопрос, потому что... А, сайт сблокирован. Большое спасибо. У нас осталось еще два выступления. Я понимаю, что все очень хотят выступить и рассказать. Я призываю больше коммуницировать за чашкой кофе. И я с удовольствием, спасибо, Александр, предоставляю слово Анастасии Михайленко. АПЛОДИСМЕНТЫ Я постараюсь уложиться. Всем добрый день. Презентацию пока грузим. Пока начну. Меня зовут Анастасия Михайленко. Я занимаюсь развитием стратегического развития бренда Edding, одного из брендов компании Edding Group по странам СНГ, по нашему русскоговорящему сегменту. Кто-то знаком с этим брендом? У меня сейчас в руках на самом деле самый первый в мире маркер. Это тот маркер, который был сделан в 1960 году в городе Кампания. И это то, как зародилась компания Edding на момент сегодня. Я могу его опустить передаму, все что угодно, когда даю тестировать, могу поделять. Пожалуйста, вот этот образец пусть вернется ко мне после того, как пойдет в руках. Образец 1960 года. У нас до сих пор осталось порядка 250 штук в нашем главном офисе в Аренсбурге под Гамбургом. Я пока начну. На самом деле, тема моего выступления должна была больше касаться маркетинга и того, как мы подходим, скажем, к тренду зелености, особенно здесь, на территории России. Потому что этот тренд достаточно пока еще не развит, но мы предвосхищаем его. Можно, да? Но все-таки побольше сделаю акцент на том, что за бренд, потому что прежде чем понимать, какую стратегию мы придерживаемся, важно понимать суть, да, природу компании. Эдинг, как я уже сказала, на момент сегодня насчитывает в классном бренде Эдинг и Лига Мастер. То есть Эдинг – это те маркеры, которые, особенно в Германии, узнаваемость по которым, да, 98%. В России мы знаем эти маркеры скорее как текстовыделители. Многие из вас могут вот такой текстовыделитель, да, знать, видеть, как визуально. В Германии у нас настолько, что вот этим брендом мы выпускаем уже очень-очень много. От чернил для татуировок до компактных принтеров, до много чего остального. Например, вот этим маркером в 1989 году Буш, Оли Горбачев подписывали в Димаурум свою, да, падение Берлинской стены. И много других таких моментов, когда это случилось в истории. Узнаваемость бренда Эдинг на территории России относительно немецкой. Узнаваемость пока еще не настолько сильна, поэтому это определяет то, насколько наши стратегии здесь, на российском рынке, скажем так, корректируются в зависимости от нашего местного потребителя. Сразу скажу, что зелёность, да, то есть следование тренду, логичность и заботе о природе – это больше, чем просто маркетинговый ход. Это целая философия и концепт для компании. То есть тренд заселённости – это уже немножко более касается маркетинга, а само понятие заботы о природе, оно началось, в принципе, с основания компании. Например, ещё в 1991 году, тогда, когда Эдинга в России, в общем-то, ещё и не было, наши основатели получили награды, один из которых, да, Эдинг, другой – Берман, они до сих пор угля компаний, получили награды за то, что начали развивать стратегию в плане экологичности. И первую линейку продукций, которая называется «Эколайн», которую мы ещё чуть подальше на слайдах увидим, она запустилась аж в 2008 году. На рынке России она представлена очень слабо, и мы делаем ставку на то, что начиная со следующего года этот рынок будет набирать обороты, да, скажем так, прошло 11 лет, 2008-2019, прежде чем мы поняли, что рынок постепенно начинает готовиться к тому, чтобы воспринимать эти продукты. На этом слайде представлено то, как по, скажем, по международным стандартам безопасности, как природоохранной деятельности, социальной ответственности в целом. Есть очень много сфер, которые регулируются вот этими международными процессами, но мы в этих и выделили эти основные сферы, там, стратегия, продукты, окружающие средства и так далее. Я хочу рассказать не больше про окружающую среду. Во-первых, почему вейдинг, зеленность, это не только трест, но и философия, да, целый концепт. За счет их методов. Например, на наших заводах, на которых производятся как раз вот эти маркеры, да, вот вижу, что они в рукам еще входят. Мы используем, например, фотоэлектрические установки, да, то есть энергия, за счет которой производятся наши продукты в городе Бауцине, в Германии, получается за счет энергии солнца. У нас есть также блочная теплоэлектростанция, которая вырабатывает, ну, если вы, по-говорению, так говорить, столько энергии, которая примерно составляет 10 раз, когда автомобиль бежает туда по экватору. Много других моментов, которые вы прочитаете на слайде, я не хочу на это восстанавливаться. У нас есть, конечно, многочисленные примеры, результаты маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования проводятся так, на рынке Германии, откуда, в общем-то, компания родом, и на момент сегодня нашего рода там порядка 60%, но Россия в этом, скажем, 100% пока не такой большой объем занимает. Но, тем не менее, если мы смотрим по рынку Германии, ну, и в том числе в Восточной Европе, то тренды примерно одинаковые. Потребитель уже все более и более начинает обращать внимание на зелёность и на экологичность. То, насколько осознанно компания, особенно производящая компания, да, обращает внимание на природоохранные меры. На самом деле, как я уже сказала, линейка Экалайн, она запустилась в 2008 году, то есть та линейка, которая супер-мегазелёных устроена и со всеми другими продуктами. Максимально все продукты, вне зависимости от категорий, мы их стараемся делать с заботой природы. Что значит? Это значит заправляемость, да, то есть, например, тот маркер, который сейчас ходит к рукам, он заправляется, там, перманентные маркеры, а у них смены наконечники. Дальше, корпуса сделаны из то, что сейчас называется биопластика. Много других фишечек. Но серия Экалайн, которая сделана супер-супер-мега, да, большой заботой о природе, она как раз-таки отличается от всех других видов. У нас есть два типа корпуса, когда мы говорим про маркеры серии Экалайн, и почему они супер-мега-зелёные. Два типа корпуса. Первый тип корпуса – это то, что состоит на 90% из перерабатываемого пластика. И причём 83% из этих 90% составляет то, что мы с вами по утрам, да, например, едим йогуртом, да, или пьём кофе. Потом это всё перерабатывается, весь этот пластик и идёт в корпуса маркер. Это один тип продукта. У нас есть другой тип продукта. Это тот маркер, который, возможно, если всё-таки удастся нам сегодня доставить, образцы вам тоже попадут в виде раздаточных таких данных материалов, небольших данных, в котором будет вложен этот текстовый делитель. Это называется текстовый делитель, который… Игра в серии Экалайн, который сделан на 90% из возобновляемого сырья. Это другой тип материалов, который идёт в состав корпуса маркера. Возобновляемое сырьё – это не то же самое, что, да, переработанное. Возобновляемое – это значит, что… Которое я сейчас в руках держу, ровно то же самое, что на слайде. На 90% он состоит из лигнина плюс немножко сахарного тростника. Ну, то есть, по сути, я в руках держу натуральный продукт. На 100% он не может быть натуральным, он просто с точки зрения химии распадётся, и он не будет, да, полноценным продуктом. Но вот это самое возобновляемость, да, возобновление материалов в природе – это значит, что каждый раз, когда мы добываем сырьё для того, чтобы производить вот эти продукты, это сырьё возобновляется без ущерба, да, из-за всякого ущерба в природе. И мы очень гордимся тем, что в прошлом году, в конец прошлого года, мы получили награду «Плава Энгел» – это «Голубой ангел», это экологическая награда, которая достаивается, в общем-то, по очень-очень многочисленным гитериям и достаточно проблемно. В прошлом году мы стали первым в мире производителем пишущих инструментов, и текстовый делитель, сделанный из возобновляемого сырья, стал самым первым в мире и единственным в своём роде продуктом среди пишущих инструментов, который получил такую награду. Что это значит для нас здесь, когда мы будем адаптировать вот эти стратегии на наш рынок, на рынок стран СНГ? Это значит, что с точки зрения маркетинга у нас, конечно, будет комплексный подход. Вот комплексный подход – это как уже готовые русскоязычные материалы, где мы будем образовывать рынок. Это называется «Market Education», то, как мы это называем по нашей стратегии. Мы понимаем, что тренд уже есть, но рынок только начинает готовиться к этому. И, повторюсь, самая наша главная цель – это сделать так, чтобы мы стали первопроходцами в том, что, оказывается, и даже в пишущих инструментах, в том, что мы используем каждый день, можно тоже придерживаться вот этого тренда экнологичности. Это различные образцы продукции, которые мы будем раздавать по разным каналам сбыта. Мы работаем через дистрибьютор многочисленных каналов сбыта. Повторюсь, процент около 70-72 приходится у нас на B2B, и остальное пока что в России приходится на B2C. Это различные материалы для торговых представителей и так далее. и так далее. Бронтируемые подарки хотела закончить тем, чтобы предоставить вам образец этой продукции, но пока еще пакетики не доехали. Наверное, все-таки доедут. Вечером, может быть. Да, я уже заканчиваю. В общем, насколько кратко могла это рассказать. Все остальные вопросы. Очень много, на самом деле, еще могла рассказать, скажем, делая такой мостик между тем, что коллеги уже рассказывали. Очень много интересных презентаций и про узнаваемость бренда, и про восприятие бренда, и про особенности применения маркетинговых стратегий, когда мы говорим про примирение разных менталитетов. Это менталитет Германии и России, который очень сильно отличается с точки зрения потребителей. Об этом с радостью пообщаемся, кому интересно, лично, потому что сейчас времени нет и не остается. У меня все. Спасибо. Анастасия, спасибо большое. Хочется поддержать, что вот этот тренд на зелёность, он реально сейчас может быть хорошей отстройкой. Например, кафе «Буше» в Санкт-Петербурге запустили целую философию ресайклинга и сделали на этом целое направление своё по переработке, отказа от пластика, приходить со своим стаканом и так далее. Сети в Европе очень активно отказываются от пластиковых пакетов, уходят от всех баночек и упаковок, и это на самом деле делает очень хороший, сильный тренд. Спасибо. И я с удовольствием представляю Антону Тереху. Ну, я понимаю, да. Друзья, давайте я постараюсь сильно много не отнять. Значит, ну тут были представители белого маркетинга, зелёная возобновляемая продукция, я представитель всяких трюков и обманов в маркетинге. Такой чёртый маркетолог, граф-сегментация дистанционная, приёмные трюки, и так далее, это моё. Вот. Но поделиться я хотел как-то другую историю. Ну, у меня большой опыт. Я был там директором по маркетингу-глазону, в инвестиционных компаниях работал, работал и коммерческой директором и глобальных компаний, там, и Тревел, и Почта России. И на самом деле, я вот в какой-то момент начал рефлексировать о самом себе, да, и понял, что, ну, на самом деле, да, какой бы я вот там вот этот опыт не накопил за все эти годы, я на самом деле ограничен в этом опыте, да, потому что вот приходя в какую-то новую компанию, часто я какими-то знаниями и опытом не обладаю. Чем старше я становлюсь, тем более я становлюсь ограничен в мотивации, мне неохота ничего делать, как я не могу. Вот. Ну, иногда при этом работодатель мне платит какие-то конские деньги, а я ничего не делал в мотивации. В принципе, да, глобально было бы неплохо вот таких вот товарищей на свалку истории отправить. Я попытался как-то, ну, рефлексировать, да, каким образом это может произойти, потому что, ну, вот на кадровом рынке, да, таких вот персонажей, как я, много ходит, да, они вот, ну, всем работодателям в жизни будут. Значит, у меня возникло, ну, я когда в тему начал погружаться, значит, там есть такой термин экспертная система. Ну, это можно относить к искусственному интеллекту, действительно грузить, я вас не буду. Идея очень простая. Есть у меня система, ну, хранилища, хранилища данных. Ну, на самом деле, вот что я делаю, да, я вот сижу в кабинете, говорю, ну-ка, принесите мне отчет, да. Ну, мне приносит какой-нибудь отчет, я говорю, ну, что-то у нас тут херов дело. Вот. То есть есть хранилища данных, которые, ну, как-то сгруппированы. То есть у меня есть финансовый отчет, еженедельный, маркетинговый, там, коммерческий, в разрезе в регионах, ну, короче, всякого глубода. Значит, ну, и вот досюда это некая BI-система. Ну, любой менеджер, он получает информацию о состоянии, либо задавая людям вопросы, ну, какие-нибудь, я собрался к менеджеру, ну, что ходил, либо, ну, посмотрев какие-то отчеты. Вот он, Эйнштейн. Дальше, вот в голове вот этой белковой, да, происходят разные, как бы, умозаключения. Я говорю, да, если проект номер пять у нас буксует, ну-ка, выпишу-ка я, или менеджеру проекта. А он мне говорит, блин, это и я, именно вот, ресурсов не хватило. То в этом случае я делаю определенное другое действие. Я говорю, а на каком проекте достаточно ресурсов? Или, мне говорят, мы применяем такой-то способ сегментации клиентской базы, а я из своего опыта знаю, что такой способ, который применяют они, там, не знаю, бинарную сегментацию, да, не подходит для данной модели бинзов. Вот, ну, учили меня этому в озоне, там, который меня отправлял учиться всему миру этим сегментациям. Значит, то есть, у меня в голове прошиты некую бизнес-логику. И в простом варианте ее можно свести к простым скриптам уровня «если то». Вот я сейчас приводил примеры, они все «если то». То, что вот сейчас рассказывали коллеги, они все «если то». «если рецессия в стране», то надо дыры-быры усилить инвестиционную аналитику. Ну, сомнительное утверждение, но просто. «если то-то, то-то, то надо сделать это». То есть, каждый человек в своей отрасли обладает набором алгоритмов, которым вы либо обучили в институте, либо он в своем жизненном опыте вот как-то набрал, набил шишек, не знаю. Дальше. Допустим, я сажаю, ну, наука называется «инженер познания». Аналитика рядом с этим вот чуваком. И говорю, слушай, давай я вот с тобой буду все записывать. Вот сижу и на всех конференциях все записываю. Если что там, тип человека, что там, невротик, то надо стимулировать его таким-то способом. Если в стране нет. То есть, я создаю некую библиотеку с криптовым. Библиотеку с криптовым. Записываю за каждым экспертом. Дальше. Система вся эта отслеживает. А в какой момент совпадут эти данные, да? Совпадут данные с тем, на который заточен скрипт. Ну, то есть, вот, падение валового продукта более чем на там полупроцента считаем в рецессии, поэтому, да, включается та часть библиотеки, в которой посвящена рецессии. Я сейчас общую логику описываю. Значит, я сейчас вот эти экспертные системы делаю. У меня там есть несколько, знаешь, клиентов. Я их там внедряю в разных отраслях. Покажу просто пример. Не буду вот это. Значит, в розничной торговле. В розничной торговле. Значит, работает следующим образом. Вот у нас есть АТКСК, товароучетная система. Вот она попадает в некий вот этот слой бизнес-лойки. Слой бизнес-лойки, в него зашиты определенные правила. Например, если в конкретном магазине продажи товара, конкретного там, йогурт-мешеневый дону, упали более чем на 75%, относительно среднего, при этом товар не участвовал в промо-акции, при этом товарные остатки по данному товару больше нуля, то есть товар есть в магазине, то, говорит мне эксперт, я бы сам никогда не догадался, эксперт говорит, это значит, что они в течение этого дня не выставили товар на пол, он у них лежит в подсобке, они его не подняли. Это ошибка мерчендайзи, это ошибка подтоваривания пол. Я это вижу на самом деле по данным. То есть, мои скрипты собрали данные по данному магазину, собрали товарные остатки, собрали скорость продаж, собрали флаги, участвовал он в промо-акции или нет, и выбрасывают их в виде футу-листа, выбрасывают его на рабочее место, в мобильное приложение, ну мы там делаем мобильное приложение, телеграмму, телеграмму. Значит, на мобильное место администратор магазина, иди с Волочки подними, товар, йогурт вишневый, значит, со склада туда. Вот таких правил, эксперт, опытный человек, может набить, ну вот какое-то эндое количество. При этом часть этих правил, часть этих правил представляет собой, ну, просто регулярные действия, да, вот там, что там, гурно заполнено более чем наполовину, сфотографируем, и так далее. То есть человек выполняет либо вот глупую рекомендацию, которая регулярная, либо умную рекомендацию, в которой подтягиваются конкретные товарные позиции из BI-системы, дает фото подтверждение, там, мы записываем его в геоточек, и так далее. В результате вся система отрабатывает таким образом, да, что я в автоматическом режиме, без участия топ-менеджера, ежедневно ставлю задачи всей сети, ну вот у нас там клиент 150 магазинов, в крупнейшей ретейле в Архангельской и Мурманской области. Полностью автоматизировал систему. Дальше всю информацию о том, что он здесь сделал, я записал назад в BI-систему, и дальше опять запустил эту текстуру. Значит, это вот пример, как в ретейн. все задачи можно отплассифицировать от простых до сложных. Ну вот на простом уровне это просто какие-то регулярные задачи, проверки аудита, чек-весты, на сложном уровне это какой-то бенчмаркет, анализ больших данных, ну то, что называется таким великим искусственным интеллектом, мы туда пока не лезем, это что-то слишком сложное применение. Вот. Значит, область применимости маркетинга. Ну вот, я для себя как бы выделил, ну просто так, для своего удобства. Выдал три уровня. Там, первое, маркетинговые стратегии. Можно там сколько угодно про них говорить, но в реальности вот кто с консалтерами разговаривал, с этим, вот, который стратегия мурсультирует, они делятся на два типа. Болдуны и нормальные люди. Даже болдуны, они вот требуются что-то там ла-ла-ла, мотивация, стратегия, что-то. Значит, нормальные люди приходят с готовым алгоритмическим продуктом. Они задают группе конкретные вопросы. Какой жизненный цикл вашего продукта? Он там вот прошел пик, падает, какой уровень конкуренции? Конкурент допиткует по сервису, по цене, там или так. То есть дальше он обрабатывает все эти результаты, выдает конкретную стратегическую рекомендацию. Матрицы Макизи, Бостовские Матрицы и вот эта вся лабуда, это на самом деле алгоритмы, которые позволяют формировать маркетную стратегию. И в принципе зашить их в качестве этих скриптов ну, в общем-то, можно. На низком уровне находится, но достаточно сложно, потому что все равно все считают себя великими вот дематорами и пытаются вот придумать следующий айфон. Значит, ситуационное управление это наоборот быстрая реакция. Там сайт заплочил Роскомнадзор, надо что-то делать. Это тоже достаточно тяжело экспертной системой обработать, но при этом есть средний слой. Это вот это регулярное управление маркетингом. Взял, провел такой, применил сегментацию клиентов, выделил активные и неактивные сегменты, реализовал политику работы с этими сегментами, получил какие-то результаты, вернулся назад и так далее. То есть есть конкретная ситуация, с которой все сталкиваются. Есть дорогой директор, вот я. Значит, у него какие-то компетенции в менеджменте, какой-то показор в маркетинге и какая-то пуска экспертиза в конкретной теме. Ну вот я специалист в обманывании клиентов. Значит, я считаю, что в маркетинге это обманывание клиентов. Значит, моя философия такая. Дальше есть руководители отделов. У них пуска экспертиза в конкретной теме, небольшие компетенции в менеджменте, ну меньше, чем у дорогого директора и так далее. Есть исполнители, есть IT-системы. Исполнители работают конкретно. Принято считать, что искусственный интеллект ударит вот этим друзьям. То есть, что простые, рутинные операции будут заменены. Ну и наверное это так. Это не моя тема, наверное. Я хочу сказать, я хочу сказать, да, ну вот они под ударом автоматизации. Я хочу сказать, что на самом деле систему может перестроиться. И под ударом в первую очередь находятся вот эти руководители отделов и так называемые ну вот эксперты. Топ-менеджеры спасутся, я спасусь. Но эксперты находятся под очень большим ударом, потому что их работу можно полностью оцифровать в виде вот этих скриптов экспертной системы. Типичный пример. ко мне часто обращаются я работал в фонде еще и ну что-то понимаю в инвестициях. И ко мне часто обращаются другие фонды с тем, чтобы я провел маркетинговый аудит. Ну вот при, ну обычно это интернет-компании стоит, моя на самом деле. Я поймал заключение клиента считаю таким-то образом возвратность инвестиций, делаю дота, дота, делю от другое число, получаю какие-то индикаторы. Потом выдаю заключение. Друзья, у вас там ЛТВ можно улучшить на данном сегменте на 20%, я вам точно говорю, компания не дооценена. Или наоборот, вы выжили из своей клиентской базы. То есть моя вот эта экспертиза может быть оцифрована полностью и современный подход к построению экспертных систем позволяет это сделать в очень легком виде, потому что это на самом деле надстройка над BI-системой, надстройка над системами отчетности, которая отслеживает коридорные значения разных показателей и выдает нужные рекомендации в нужные моменты времени. В результате я считаю, что в перспективе трех пяти лет вот эти люди, которые находятся на уровне руководителя отделов, на уровне экспертов, находятся под очень сильным ударом этих экспертов систем. И на самом деле, если этот тренд попробовать проигнорировать, не можно проигнорировать, если попробовать в рамках этого тренда что-то делать, то тогда на самом деле получается, если в рамках этого тренда попробовать работать, то на самом деле можно начать с очень простого упражнения. Можно попытаться в своей конкретной работе попытаться создать набор вот этих правил. Вы поймете сразу, что для того, чтобы эти правила сформулировать, вам нужно привязаться к данным. Чтобы эти данные понять, вам нужно построить дерево GBI своей работы. На самом деле, вы придете к тому, что вы занимаетесь самоаудитом. Вы построили дерево своих индикаторов, набросали набор правил, которые позволяют найти индикаторы влечь, и вы увидите, что все это дело реально может быть оскрепленным. Дальше вопрос возникает в том, что раз вы обладаете такой экспертизой, то вам нужно найти платформу, чтобы тиражировать свою эту экспертизу уже не через рынок труда, а через рынок этих экспертных систем. Поэтому еще я как считаю, что рынок сотрудников аля экспертов маркетинга сильно поменяется от постоянного трудоустройства в обучении этих экспертных системы. И на мой взгляд это прикольно интересный тренд. И я вот как сейчас когда я это придумал где-то года два назад и начался эксперты в системе носиться и значит все обмаривать то мне казалось что это инновация что это круто живет. Но вот сейчас прошло несколько этих я понимаю что сейчас конкурентов рождается просто они пруты земли все ведущие провайдеры начиная от 1с ловят этот тренд и каждый сейчас автоматизатор внедрения системы учетности и систем управления бизнес-процессом в этом городе будет двигаться. вот просто хотел об этом рассказать никакого смысла. Антон спасибо большое потому что смысл огромный это как раз тренд на самообразование на попут найти себя и на вопрос автоматизации поэтому я очень благодарю за это интересное выступление я надеюсь есть возможность предстать более детальными вопросами к Антону на кофе-брейке и я благодарю вас еще раз я прошу прощения что я гнала выступающих потому что сейчас перерыв и следующая секция должна начаться в 14.20 поэтому нам надо успеть отдохнуть пообсудить завязать переговоры и вернуться в зал для следующего выступления по программе спасибо вам огромное до нас до следующей секции к сожалению коллег грешин главный редактор спарка заболел и делегировал мне введение модераторства секции как директор по рекламе спаркрум кстати если вам нужна будет нативная рекламочка теперь вы знаете куда обращаться клевый перформанс проект мы всегда готовы сделать для вас и наша секция посвящена инструментам маркетинга в онлайн различные диджитал интеграции различные возможности связанные с использованием интернета добавлю еще небольшую ремарку информационную о том что партнером одним из замечательных партнеров конференции является компания едреспонс если вы еще не в курсе кто это то это замечательный инструмент настройки рассылок и самые новые маркетинговые технологии это вот к ним к ним на стенах они прямо у нас за стеной находятся и у них для вас есть сегодня замечательные подарки если еще не заходили к ним то обязательно загляните они вам и расскажут как рассылки ваши настроить и как сделать так чтобы ваши все письма не попадали в спам который вы клиентам отправляете и соответственно сделают для вас хорошие подарки начнем мы секцию с выступления Романа Волкова руководителя пиар-активностей интересного одиозного ресурса с Хамстер если кто не знает то откроет много нового для себя в ближайшие 20 минут и я передаю слово Роману Роман здравствуйте дорогие друзья обычно когда объявляют мой бренд люди начинают так как-то немножко возбуждаться и поскольку я этого сейчас не вижу аудитории мне кажется что не все знакомы с проектом с Хамстера кто не знает что такое это за бренд это порноиндустрия итак мы с вами немножко поговорим не сколько порноиндустрии о контенте для взрослых но опять же если вдруг у вас будут какие-то вопросы можете мне их задать я с удовольствием отвечу сколько о ситуационном маркетинге как об инструменте очень важном для современных брендов в наше время так и в том числе для брендов вообще мне бы хотелось подчеркнуть что Хамстер это абсолютно нерукопожатый бренд о нем не принято говорить об этой индустрии говорить не принято и я бы хотел рассказать вам как мы работали в условиях полного такого закрытия полного неприятия в Европе и Америке главная целевая аудитория нашего ресурса в котором я выполнял функции креатив лид но и в том числе мы работали по пиару и по имя как раз по ситуативке это была Америка Соединенные Штаты Америки примерно 60-80% и Европа Германия Британия совсем-совсем немножко уделяли внимание России но соответственно инструменты все примерно одинаковые и давайте на эту тему наконец поговорим что такое ситуационный маркетинг это возможность использования ситуации которые сейчас происходят в мире на благо вашего бренда таким образом это получается практически бесплатно то есть если бы условно говоря в эту ситуацию делали сами и сами тратили на это там средства это бы там считалось миллионами долларов а здесь получается некий такой рекламный вампиризм или даже паразитизм то есть произошел некий случай интересный и вы к нему присасываетесь и получаете с этого какой-то свой рекламный гешефт это очень полезно для вашего бренда и таким образом вы начинаете максимально развиваться и повышается бренд-авернесс и люди начинают радоваться вас узнавать но это все теория вы сами это я думаю прекрасно знаете давайте перейдем к практике и сразу если будут вопросы по ходу моего выступления поднимайте руки смело прерывайте я буду рад ответить потому что времени действительно очень мало а рассказать мне очень много что так что сразу тогда давайте ограничиваться итак все знают как современные бренды в нашей России используют институционный маркетинг все вы знаете королей институционного маркетинга правильно кто скажет авиасейлс бургер кинг я хотел про них сказать соответственно если мы возьмем любого человека с улицы они это делают в основном в соцсетях тогда и спросите что вы думаете про эти два бренда авиасейлс бургер кинг что скажут люди авиасейлс веселые очень ребята очень такие они активные любят юмор на грани фола любят всех нервировать даже ну понятно что примерно одинаковые люди работают поэтому у них язык практически один вы тоже наверное знаете этого человека кто это делает работа классная изумительная но у меня вот лично как у специалиста так и у многих других людей возникают иногда вопросы а почему так авиасейлс ну казалось бы какой получается что происходит некое разногласие то есть позиционирование бренда вообще одно и позиционирование бренда через ситуационный маркетинг и соцсети немножко другое то есть если авиасейлс получается веселый такой бренд с юмором на грани фола а бургер кинг вообще за грани фола то есть все прекрасно помните их шутки там про обострись про принты там на туалетах типа успеть добежать и все прочее и такая постоянная адская война с макдональдсом все это тоже знают и возникает вопрос а нужно ли это собственно бренду почему бренд говорит тут одно а здесь другое но получается так что люди даже не совсем ассоциируют вот этот классный развеселый юмор в соцсетях и сам бренд так не должно быть и поэтому я давайте вернусь наконец к тому о чем хотел рассказать какая была поставлена задача перед нами моей командой когда мы только начинали делать развитие этого замечательного бренда икс хамстера дело в том что о нем никто вообще все только знали что это порношный сервис и о нем никто ничего не писал в СМИ задача была проникнуть в СМИ и причем именно зарубежные используя любые средства и тут как раз и выяснилось что Америка несмотря на то что она там абсолютно бездуховная она на самом деле очень духовная консервативная и там с нами не то что там публиковать наши новости типа там мы открыли новую категорию например следующего содержания или там скажем мы узнали новую статистику что там гей-порно повысился на 5% это никому не то что не интересно даже противно с нами наши новости сразу удаляли в трэш-пин и даже говорить с нами не стали там крутили пальцем в висках в большом у нас были связи были там контакты когда мы подходили и говорили ребята давайте вот там сделаем мы вам дадим классный материал все говорят вы с ума что сошли вы вообще вы понимаете кто вы такие часто бывает так что многие бренды испытывают подобную как бы проблему но не потому что они одиозные и спорные да и бездуховные а потому что о них никто не знает и часто там новости небольшой или там не очень интересные какой-то корпорации интереса для СМИ никакого не представляет мы стали думать что делать мы в итоге нашли специалиста именно в Соединенных Штатах Америки который был журналистом с очень хорошими связями со СМИ и мы начали его использовать для того чтобы путем ситуационного маркетинга как раз добиться достучаться не без достучаться до СМИ а СМИ были у нас задачи хаффлтон пост ваш хаффлтон пост пасфет вот такого уровня то есть никакие-то местечковые там средства массовой информации там или ресурсы и тут стал сразу вопрос а какие мы что мы хотим говорить нам очень не хотелось выступать как просто парношный сервис это удел каких-то маленьких брендов мы хотели показать что мы действительно хотим изменить мир в лучшую сторону и таким образом было сформировано не то что позиционирование а вообще скорее ценности нашего бренда мы добрые мы сильные мы понимаем что несмотря на то что мы делаем не совсем как бы такие чистые вещи тем не менее в Соединенных Штатах Америки в Европе это все законно это законные вещи и пусть они немножко бездуховные но иногда даже наша бездуховность может оказаться намного более чище и добрее лжи политиканов которые ведут нашу страну наших людей к гибели вот примерно так если громко говорить и это было очень правильно такое позиционирование я считаю я до сих пор горжусь вот этим и в итоге после наших некоторых кейсов в которых скажу люди действительно говорили как же так блин почему политики не могут этого сделать а порношный сервис так вот себя ведет и к нам был интерес но у нас с интересом вообще не было проблем то есть если кто не знает X-Hamster на третьем месте среди порно-ресурсов там огромные бюджеты ежедневное посещение 50 миллионов уникальных посетителей 7 миллионов видео то есть там как бы очень серьезный и такой солидный сервис итак наши кейсы один из самых наших знаменитых кейсов очень интересная история и собственно на этом примере я также хотел бы обсудить как можно работать в России с нашими русскими кейсами и как именно можно именно делать хорошие правильные добрые дела даже если вы там не знаю производите колбасу или там презервативы что угодно итак в Северной Каролине была такая скандальная очень скандальная история что трансгендер вошел пытался войти точнее в женский туалет и вот туда выгнали мы не будем обсуждать детику этой истории для Америки это было очень важно и скандал был просто грандиозный он дошел до того что там во всех ведущих СМИ все самые известные амбассадоры всех брендов там выражали там дикое осуждение мэру этого города и многие бренды стали оттуда уходить то есть это были банки там несколько банков Ситибанк он оттуда ушел закрыл свое отделение потому что он говорит я не могу работать мы не можем работать в этом фашистском городе многие группы которые собирались там выступать они отменили свое выступление что сделали мы мы сами себя забанили то есть как мы это объяснили да что поскольку вы говорите что вы якобы такие все чистенькие и правильные говоря к политиканам да к мэру там и так далее к совету тем не менее у вас посмотрите какой просмотр ЛГБТ видео а там они были достаточно приличные то есть там типа 10 процентов получается двойная игра всем стало очень стыдно всем стало очень смешно и эта новость вышла в топовые ведущие СМИ вообще мира то есть если даже дошло дело до России до Медузы да об этом написали ну кроме того это были там куча таких вот СМИ это Хаффлтон пост да вот мы видим здесь но и очень много это даже вышло там условные официальные телевизионные каналы об этом рассказали об этой новости и то есть таким образом закон был принят трансгендеров там перестали прессинговать и мы поскольку оказались среди СМИ уже в топовых новостях СМИ там было какое-то фантастическое количество новостей мы таким образом выступили как некие борцы за правду за справедливость а в Америке повторю это очень как бы правильно и модно я хотел бы перевести я прямо сразу на Россию то есть как например таким образом можно вычленять новости на которых можно сыграть и как сыграть для этого многие говорят что опять же достаточно просто смотреть два-три новостных телеграм-канала это Мэш там Варламов ну и кроме того там СМИ да это там Лента это там Медуза та же самая и прочее и самых интересных самых таких болезненных новостей для телевой аудитории опять же нашей с вами нашего бренда который нужен вам вычленять какие-то интересные новости и на них играть так как нужно для вашего бренда для вашего позиционирования я хотел привести пример ну и кроме того и нужно это для того чтобы нашу страну с вами делать лучше какая по-вашему сейчас самая горящая новость в России но это было уже мега давно там все про это забыли именно сейчас какая новость Иван Устинов да и я очень жду что сейчас какой-то именно выступила в принципе с очень классным заявлением священники РПЦ отличный кейс это же то что официальные лица РПЦ это осудили все равно я снимаю шляпу очень круто сейчас вот реально я жду когда какой-нибудь крупный серьезный бренд выступит не просто опять же тут возникает вопрос как можно выступить одно дело написать просто пост но это не так интересно не так круто как раз на основании вот этого примера я показал что нужно действовать здесь мы как сдействовали мы не просто написали там в соцсетях что мы там осуждаем мы требуем там и так далее никто бы не заметил мы конкретно сделали действие то есть хамстер сам себя забанил это очень-вощи смешно там абсурдная скандальная история все смеялись как вообще от такого может дойти например опять же если говорить про Устинова то что когда какой-нибудь бренд заплатит деньги за адвоката наймет самого лучшего адвоката из Америки проспонсирует обращение в Страсбургский суд по правам человека и так далее и так далее пока это делает только Алексей Навальный но и то он уже маленький стулся дело коммерческих брендов именно делать вот такую вот интересную яркую ситуативку еще пару кейсов расскажу ну вот то есть да все это писали вот на ютубе да там это очень известные новостные ресурсы писали еще одна история тоже про выбор на все раз то есть мы смело играли вот на таких там важных для Америки весьма серьезных кейсов и так был такой президент кандидат-президент Дед Круз и в одном из юмористических шоу нашлась женщина которая была на него очень похожа все над этим смеялись вот так они выглядели а тетя эта кстати она обычная какая-то там из американской бедноты жила на юге там в трейлере да и даже не знала что там вообще какие-то выборы есть мы ее нашли и предложили снять с ней порно за там сумму типа в 10 тысяч евро долларов она согласилась это порно сняли оно было отвратительным то есть я даже не хочу об этом говорить его выложили на ресурсе и ну то есть получилось что поскольку она действительно похожа на Теда Круза получился такой небольшой скандальчик и история была тоже мега популярна Хаффилтон пост об этом написал и что самое главное все были счастливы в итоге мы никого не обидели трейси это получила свои деньги зрители получили возможность посмотреть контент для взрослых а Тед Круз немножко поднял свою популярность мы его тоже никак не обидели да все было в кайф то есть вот такие вот новости были он реально очень похож но он к сожалению проиграл эти выборы познания а сняться не захотел? так а что по времени у вас? сняться не захотел потом? нет он никак не отреагировал но правильно в принципе сделал а теперь добрые дела да один из тоже вот кейсов в принципе похожий на дело Устинова был освобожден человек который которого несправедливо обвинили за убийство это была прям мега скандальная история в Америке он отсидел там типа лет 5 такой толстый здоровый парень добрый очень его несправедливо обвинили нашли потом настоящего убийцу этого отпустили как только там все люди ну все просто говорили что это несправедливо и только мы решили реализовать его мечту которая хоть как-то может его компенсировать понятно что ему по-хорошему правительство должно было дать деньги но деньги это все как-то скучно да неинтересно просто дать деньги мы узнали что он с детства хотел посетить любимое шоу расстремания да где эти там здоровые качки прыгают там наверное вы все видели с Фоменко дали ему билет он туда поехал ну понятно что это малая компенсация но с другой стороны все опять же подумали блин эти ребята действительно классные да то есть они у них денег там крутится миллиарды но они намерли возможность помочь простому простому парню которого осудила система осудило государство и при этом несмотря на то что Брент был настоящему американский он в то же время не был оппозиционером он просто скорее справлял ошибки которые вот эта вот система это государство эта махина допустила из-за своей неповоротливости то есть мы не были оппозиционерами да мы там не призывали людей на баррикады мы просто говорили что да бывают ошибки но мы их справляем тоже это была очень известная такая история но так же мы ну это наверное не совсем в ситуативку но в том числе у нас была опасность то что мы не можем говорить о своем бренде показывая контент который у нас расположен на сайте то есть его просто показывать было нельзя там была даже такая история что когда мы там гордились своими достижениями а некоторые сотрудники там директора там американцы привели своих жен они когда увидели там все это на таком большом кране что-то не умерли от ужаса настало было время найти какое-то решение как могли смягчить мы придумали персонажа да который собственно это и был наш персонаж который можно было использовать как маскота который каким-то образом смягчал вот нашу вот эту агрессивную и такую не совсем красивую деятельность мы часто его использовали и это тоже было одно из решений да то есть об этом тоже много писали и одна из наших самых любимых историй которая напоминает историю с пожарами в Сибири и кейсом СССР я считаю что это просто триумф вообще ситуативного маркетинга это очень классная история она и сильная и добрая и светлая то есть ну вы узнаете да надеюсь да они там дали деньги переименовали себя обратно в Сибирь в Сибирь соответственно здесь был похожий кейс в городе Флинн штате Мичиган маленькая там совершенно почти деревня там была экологическая катастрофа была проблема там с гидроэлектростанцией и город остался без воды причем очень долго то есть это не то что там вот ситуативно один день там чуть ли там месяц да у них не было воды они были вынуждены там ходить на какую-то маленькую там колонку эту воду набирать стоять в очереди и мы сделали такую историю то есть мы выпустили свои упаковки воды бронзированные просто им подарили была сперва идея чтобы модели туда приехали но мы решили что это не будет перебор на этим несчастным людям там еще дразнить моделями и в самом деле то есть это об этом многие написали и вот эти несчастные люди а вопрос можно? да конечно а если эту воду детям как-то вот ее же не только взрослым давали? мы давали ее детям а в чем здесь проблема? здесь просто маскот наш то есть там никаких там ужасов не было нет там название компания но это же вода да то есть по сути здесь как некий зонтичный бренд получился все вполне делают воду пять озер ее пьют дети и никто там может с ней падать или там газировку так вот но самое главное что здесь конечно можно сказать кто бы и не сказал наверняка нашлись бы некие такие вот люди которые сказали что же вы делаете подлецы вы детям там суете свою воду на это всегда находился ответ ребята погодите мы поим детей которые из-за огрехов правительства Соединенных Штатов Америки не получают воду мы дали им воду да мы плохие мы не очень-то чистые возможно у нас там контент 18 плюс но мы поим детей что делаете вы никто такого и не сказал в итоге все сказали ребята молодцы и я собственно горжусь этим кейсом так у нас время да ну давайте ну давайте наверное сейчас какое-нибудь самое интересненькое расскажем много всего было у нас одна из наших любимых историй пожалуй наверное на этом и закончили секс-кукла есть или наверное может быть не надо что все как-то стеснялись давайте да в кое-то время стало очень модно про секс-кукол то есть все об этом говорили был создан публичный дом секс-куклами и так далее все там стали как-то играть на этой территории мы решили сказать свое веское слово и сыграть в обан мы создали свою собственную куклу такую вот красавицу да и назвали ее в честь бренда хамстерина об этом все написали и она у нас тоже стала как некий маскот да то есть она стала присутствовать там на многих наших каких-то материалах и в том числе мы стали ее всем дарить то есть это появился еще один инструмент когда например там скажем ее можно было подарить там уже Деду Крузу там прампу отправить космонавта там отправить мы ее там отправляли нашим ребятам которые проливают кровь в Ираке все были очень счастливы и средств это там не так стоило много а выхлоп пиар был очень большой так ну тут вот опять же да посмотрите там много всего было ну и вот одна из самых тоже хороших историй которая нам практически вообще ничего не стоила на этом давайте закончим вы помните этот кейс простой английский парень там было какое-то нападение исламских террористов в баре и он там простой фанат вступил там и с ним подрался и их погнал пинками их потом задержала полиция помните да ну года там три шутка назад это было мы его нашли и подарили ему ящик нашего крафтового пива то есть затрат никаких газеты написали и все были счастливы англичанин который со своими друзьями выпил наши читатели ну и так далее то есть тоже очень хороший кейс и об этом не стыдно написать опять же его никак не нагрозили его не сделали рыцарем королева там не подарила просто о нем написали в газетах вот мол есть такой простой парень на этом дело и кончилось и только мы дали ему подарок ну давайте наверное закончим на самом деле этих кейсов очень много и они могут вами быть изучены на нашем сайте я к счастью или к сожалению там уже не работаю и поэтому просто по старой памяти решил рассказать эти истории я переехал вернулся в Россию и занимаюсь более богоспасаемыми духовными а теперь буду рад послушать ваши вопросы если они найдутся спасибо большое на каком сайте на этом же сайте xhamster там внизу он кстати по-моему его запрещали в России по-моему открыли то есть там вы увидите контент контент ну там тоже можете посмотреть а внизу там есть как раз наши пиар кейсы там показана статистика и опять же кстати если вы работаете в СМИ или там ваш бренд может сделать любую супрома мы дадим статистику там можете кстати меня подписаться в соцсетях там в фейсбуке я есть контакты я дам на это можно как-то неплохо тоже сделать некий пиар-кишер спасибо вам спасибо еще вопросы вопросы можно любого характера в том числе как там все устроено Ром чтобы уже время сэкономить то уже было хорошо тогда вам всем большое спасибо всегда обычно говорят заходите на наш сайт отдам вам промо-код так вот на нашем сайте промо-кода нет вы просто заходите и все смотрите большое спасибо до скорых встреч спасибо и мы передаем слово спикеру который заранее был известен конечно но у нас может быть секретный доклад Тимофей спасибо Здравствуйте друзья меня зовут Тимофей Лось я отвечаю за публичное выступление отношения с рынком коммерческого департамента и сразу хочется сказать что конечно после такого контента любые омниканальные маркетинговые инструменты будут наверное звучать уже достаточно ну не так возможно здорово как если бы это было до предыдущего оратора но я постараюсь а сегодня я расскажу часть из моей обычной полуторачасовой или двухчасовой презентации вообще про то как сейчас себя чувствуют диджиталлинг какие инструменты выходят на так скажем какие ключевые инструменты появляются в диджитал среде и расскажу про одну из самых интересных тем собственно коллеги заинтересовались и более всего ну постараюсь коротенько тоже чтобы было возможно еще время на вопрос начну с того о чем омниканальный маркетинг и инструменты перевода из онлайна в офлайн из оффлайна в онлайн обратно эта тема на самом деле очень обширная и очень глубокая и можно говорить про многие разные аспекты этой темы но для начала хочу напомнить из чего состоит экосистема mail.ru и просто так хочу напомнить почему она такая большая а дело в том что когда ваш покорный слога пришел в компанию в 2008 году компания была буквально из двух блоков текущих это number one email service номер один почта электронная в стране и там некоторые медиапроекты но вот за последние 12 лет которые мне повезло быть в компании она просла довольно большим количеством набрала в свой такой пул проектов пул своих бизнесов огромное количество различных бизнесов и большинство из этих бизнесов которые присоединились к нам в последние годы это уже после того к нам вконтакте присоединились и так далее это яковерс который зачастую очень сильно связан с оффлайном то есть у нас есть какие-то онлайновые инструменты аппликейшн какой-то в телефоне веб-сайт и так далее но большинство из этих сервисов нам оказывают услугу оффлайном и в принципе сама по себе логика того что многие многие направления переходят с онлайн в оффлайн я просто напомню ситимобил такси заказываем онлайн delivery club самая большая доставка еды в стране то же самое заказываем онлайн получаем онлайн бум музыкальный сервис все равно мы заказываем все онлайн в итоге оффлайн получаем звуковой сигнал слушаем музыку и так далее опять же коллаборейшн с алиэкспресс которые многие знают опять же в онлайне что-то мы делаем получаем что-то оффлайн и сама эта философия она достаточно понятна при этом мы сегодня говорим про маркетинг и про каналы маркетинга поэтому напомню что и в этом направлении тоже немножечко все поменялось по сравнению с тем как было раньше если условно говоря 15 лет назад 10 лет назад канал диджитальный основной цифровой канал коммуникации это был компьютер да и он всегда воспринимался совершенно конкретным если мы говорим про онлайн рекламу то это было всегда в цифровой среде онлайн то есть нужно было быть где-то в каком-то подключении к интернету чтобы как-то коммуницировать с рекламными сообщениями но в дальнейшем появился мобильный телефон что-то уже совершенно понятно да мы всегда должны быть на связи всегда должны быть подключены к интернету чтобы каким-то образом да нас пределали мобильные сообщения понятное дело что развитие дальнейшей эволюции этих инструментов она идет в ту сторону телевидения да и там digital outdoor так называют и вот в этом ключе уже понятное дело что мы с вами если мы говорим про технологию понимаем что телевидение сейчас становится цифровым и по идее по большому счету когда мы смотрим какой цифровой контент в телеке он тоже происходит онлайн но в нашем сознании по большому счету телесмотрение все равно достаточно оффлайновая история то есть мы сидим в дом включаем телевизор через какой-то пристал но при этом онлайн инструменты позволяют таргетировать рекламу на данный момент уже в смарт ТВ в телесмотрение совершенно обычное телесмотрение когда человек даже не понимает что он находится как бы в сети но при этом получает информацию в офлайне также digital outdoor так называемый который всегда был совершенно таким традиционным офлайновым инструментом да это билборды это какие-то экраны и так далее они всегда транслировали за них сигналы исключительно с какого-то локального сервера в лучшем случае всегда это был такой оффлайн инструмент на данный момент уже не только мы но и другие компании делают эксперименты ставят эксперименты на тему того чтобы вводить ауттор также онлайн по сути сигнал когда все идет с серверов уже с традиционных так скажем крутилок рекламных и рекламный носитель просто меняется и превращается в оффлайновые билборды вещи но это про некую философию про то что сейчас в принципе можно говорить о том что эволюция идет во всех направлениях и эволюционирует все вот в этом режиме с онлайн на оффлайн и так далее но я бы хотел сделать акцент на именно маркетинговых инструментах и здесь можно сказать что тоже мы начинали одни из первых и продолжаем работать в этом направлении о том что то такое вообще да воут-воут так называемый оффлайн то онлайн или онлайн то оффлайн что это такое какая была собственно его лица в первую очередь здесь нужно сказать что за последнее энное количество лет в принципе поменялся подход к тому как стоит коммуницироваться потребить использовать если раньше делался акцент на канал продаж сейчас вот из-за этой самой униканальности такое количество различных точек входа одного и того же человека что мы убеждены в том что акцент с точки зрения тренда с точки зрения того как надо сейчас коммуницировать с потребителем нашим конечно акцент уже ставить не на конкретном канале а скорее на контексте на конкретном присутствии пользователя в конкретном месте что это значит есть несколько опять есть такая эволюция несколько инструментов вот этих вот онлайн то оффлайн конверсионных историй и первый самый простой инструмент это использование оффлайн данных там так скажем это могут быть внешние DMP базы базы что это значит этот инструмент достаточно старый но при этом до сих пор мало кто использует потому что к сожалению у нас у очень ограниченного количества бизнесов есть в принципе свои базы данных которые они могут использовать для достижения использовать маркетинговой коммуникации то есть делиться с такими компаниями как мы чтобы мы таргетировали какое-то сообщение на этих людей но тем не менее этот инструмент работает давно есть CRM база у вас есть офлайновая точка в нее ногами пришел какой-то человек зарегистрировался в вашей системе лояльности он попал в базу данных дальше база данных отдается такому партнеру как МЛУ и дальше МЛУ таргетирует специальное сообщение на лояльную аудиторию которая уже к вам ходит например либо исключает этих людей из рекламной коммуникации потому что они скорее всего стандартной рекламной коммуникации вам и не нужны вовсе потому что с ними и так уже все понятно они и так уже к вам лояльны следующее точка эволюции это так называемые ритейл аналирикс это история про то когда у нас нет никаких бастов у нас нет никаких там возможностей прокоммуницировать с пользователем офлайн но при этом мы знаем что например сегодня здесь проходит конференция проходит мероприятие соответственно технически можно сделать таким образом чтобы все люди которые сегодня были на мероприятии были отмечены специальным роутером технически отмеченным определенным базам данных и потом на всех пользователей которые здесь находятся можно давать отдельное специфическое сообщение это так называемая аналитика офлайн посещений для нее еще больше скажу дальше и третья эволюционная ступень которая доступна в нашем интере которую мы разрабатываем это альтернатива промо оффлайн таковому про нее расскажу более подробно сейчас остановлюсь еще раз на ритейл аналитике поскольку это новый инструмент с новыми методами если ранее когда вы закупали онлайн рекламу например у вас были ключевые какие что самое главное в онлайн рекламе вы купили тысячу показов по аналитике рассмотрим и переход соответственно конверсия так называемый CTR клик и за 15 лет я занимаюсь этой всей историей за 15 лет и до сих пор на самом деле в какой-то степени ключевым параметром в метеоплане является прогноз этого CTR то есть сколько человек кликнет на баннер который вы разместили и дальше в отчетах это ключевой момент сколько вы прогнозировали этих кликов сколько вы получили с приходом инструмента такого как ритейл аналитики который позволяет нам замерять оффлайновую аудиторию да мы знаем что был размещен баннер онлайн и мы знаем что люди определенную группу людей этот баннер видят кто-то на него кликнул кто-то не кликнул тем не менее мы знаем все кто его видит дальше мы используя определенных технологических решений можем узнать сколько людей из тех кто на баннер кликнул ногами пришли в оффлайновую точку в конкретный день например узнать информацию получить именно в оффлайне про конкретную акцию которая в оффлайновую на баннере и тут внезапно оказалось что тот самый CTR который раньше был важен оказывается для компаний особенно которые нацелены на как я уже сказал конкретные акции в конкретном месте в конкретное время оказалось что этот CTR он вообще не показатель совершенно потому что люди если баннер понятный креатив понятный и он призывает к какому-то действию что дорогой человек вот специально для тебя приходи в авиапарк такого-то числа и получи поучаствовать в какой-то акции получи дополнительную скидку оказалось что люди приходят они считывают это сообщение не нужно кликать на баннер перейти на сайт узнать подробности акции они просто видят это сообщение и приходят на камере в магазин и некоторые цифры по некоторым компаниям просто совершенно не бьются даже через какую-то высокую технологию потому что людей которые не кликнули но пришли мы точно знаем что не видели эту компанию их может быть в 80 раз больше чем тех людей которые на банк кликнули и при этом то есть появилась совершенно новая метрика так называемый OTO Concurrent Rate когда мы знаем что человек баннер видел и потом был в точках конкретной во флайне это один из публичных кейсов которые с нами делали коллеги из лего собственно вот пример для креатива скидки 30% там-то там-то в конкретном магазине приходи покупай и здесь кейс который в себя включает еще не только замеры возможность замера да конверсии в приход в оффлайн но еще и сравнение между лояльной аудиторией и аудиторией просто с улицы потому что здесь коллеги использовали две группы первая группа людей на которые таргетируются флама это те люди которые зарегистрированы уже в базе лояльности имеют специальную карту лего они являются частыми покупателями этой продукции а вторая группа была те кто не зарегистрированы в базе лояльности просто в первый раз видят но соответствуют портрету потребительскому продуктов лего и собственно цифры совершенно чудесные на самом деле очень крутой кейс особенно который говорит мобайл это очень классный канал из лояльных посетителей 4% всех людей которые видели баннер пришли в офлайн магазин кто занимается маркетингом перфомансным знает что на самом деле цифры в конверсии 4% даже в клике это очень приличный а здесь это 4% от всех людей которые видели банк то есть по большому счету это цифры для рынка феноменальные но самое главное что хочется сказать в рамках этого инструмента который позволяет нам собирать офлайновые визиты это то что по сути для маркетолога это новый шаг это новая метка потому что теперь мы не только поговорим про онлайн какие-то отчеты мы действительно знаем что определенный процент людей физически попывал в точке продажи и с точки зрения эволюции этого инструмента хочется сказать что сейчас мы выводим его на новый уровень и будем предлагать в самое ближайшее время решение для SMB small-medium enterprises для среднего малого бизнеса когда вообще не нужно будет практически чем делать то есть человек просто в нашей системе онлайн ставит свой адрес и назначает время прибытия специалисты которые приходят к нему просто ставят небольшой девайс бесплатно в точку в магазин даже не знаю в салон парикмахерской библии и дальше владельец этого бизнеса может нацеливать рекламу только на тех людей которые находятся в радиусе в определенном радиусе его собственного бизнеса то есть это могут люди которые проходят мимо его например офлайновой точки в течении дня он не будет за это тратить огромные большие бюджеты на тех людей кому это будет неинтересно и это точно будет локально таргетировано на тех кто хотя бы там появляется это инструмент который по сути конвертирует из онлайн и оффлайн напрямую и второй такой тоже эволюция по этой теме не эволюция это performance retail тот самый он называет уперизация рынка почему это собственно и тоже инструмент который из онлайнов приходит во флайн а сначала такие некоторые цифры я думаю что если здесь кто-то из маркетинга например который работает с ритейлом с продуктовым fmcg например в первую очередь то в курсе что сейчас значит полка что сейчас означают вообще акции акционные товары для тех кто пытается продать их через оффлайн в ритейле это просто некоторые цифры в некоторых точках ритейла до 80% доли продаж приходится на промо акции люди покупают действительно готовы менять магазин свой лояль которому рука вопрос да да а откуда такие данные ну это конкретно если я не ошибаюсь потому что следующий слайд дневсоновский по-моему это тоже могу ошибаться но почему ты пробрал но вот и не 47% соответственно люди готовы менять да свои предпочтения в рамках магазина в зависимости от того какой у них промо дается в принципе большинство людей обращают внимание на промо акции а 33% людей активно ищут эту информацию в сети где что выложить дешевле и так далее что безусловно говорит наверное не о самом хорошем тренде покупательской способности в нашей стране но тем не менее цифры есть цифры это вот точно нильсон вместе с x5 ритейл и ашанов соответственно опять же шестнадцатый год восемнадцатый год да интерес к промо как такому таковому доля до восьмидесяти процентов в прошлом году в позапрошлом пятьдесят шестьдесят скидки размеры увеличивается то есть да идет борьба сейчас то есть кто-то поставил на аналогичный продукт скидку тридцать процентов следующий конкурент поставил тридцать пять следующий сорок следующий до пятидесяти процентов сейчас уже идет так скажем обесценивание товаров промо акции ну по топ категориям понятно хостовары шипят конфеты как ни странно алкоголь но на самом деле практически весь MCG сегмент находится примерно в этих же условиях практически все так или иначе за эту полку борются какие туда вкладываются опять же денежные средства остается только догадываться потому что все тоже не всегда прозрачно но что сделали мы я могу предположить что этот инструмент опять же может быть не самый новый с точки зрения технологии будет для вас но я думаю что он довольно свежий но с точки зрения как наверное многие слышали про сервисы кэшбэк они существуют какое то время у нас скорее они переживают про второе рождение что мы имеем мы интегрировали возможность кэшбэка то есть создание акции для конкретного пользователя интегрировали в социальные сети ВКонтакте и Одноклассники то есть это два приложения которые ну ВКонтакте вообще приложение которое стоит у огромного количества населения которое является топовым до сих пор а Одноклассники тоже имеют огромную аудиторию миллионы и миллионы человек по всей стране придумали интегрировать возможность кэшбэка внутрь сервисов причем не просто получи акция участвуй купи получи кэшбэк а еще и сделать достаточно это все красиво дативно есть просто купи продукт такой зарегистрируй получи кэшбэк участвуй три раза получи продукт штука в том что там можно не только давать кэшбэк но еще и дополнительную мотивацию делать в рамках внутренней валюты социальной сети то что людям действительно очень близко и то что им нравится я покажу кейсик буквально через несколько минут как это вообще работает но суть меня понятна то есть мы создаем специальное предложение для человека он внутри своей в социальной сети есть отдельный раздел акции промокомпании куда он заходит и говорит ага я могу пойти например самое главное там вообще персонализированная скидка то есть мы можем давать онлайн не как полка работает то есть в семь пятьдесят и все каждому конкретному пользователю исходя из его каких-то предпочтений исходя из его лояльности тому или иному продукту можно дать персонализированную скидку кому то можно вообще ее не давать то есть здесь это достаточно гибкий инструмент который опять же позволяет а экономить на промоакции б он позволяет эту промоакцию сделать со всеми ритейлерами сразу с любым количеством ску без какого-либо согласования с ритейлом по большому счету потому что это все происходит онлайн и вы все как любой продукт можете персонализированно так сказать описать для пользователя и мотивировать его к покупке Тимофей минуту прямо а все минута соответственно здесь понятно что мы можем помимо всего прочего таргетировать это все по соцсетям и по интересам покупать поведение и так далее при этом в отличие от онлайн ритейлера это все можно запускать онлайн буквально с любым выбором таргетинга с любыми какими-то повторами цепочками и прочее и просто для вашего понимания как это работает кейс фанта вконтакте здесь был даже не кэшбэк здесь давали стикеры за приобретение в оффлайне то есть да ты регистрируешь чек внутри вконтакте тебе дают внутреннюю валюту стикеры наклеечки специальные уникальные стикеры для пользователей которые купить нельзя ну и собственно результаты компании 133 тысячи человек это предложение так скажем зафиксировал из них 80 тысяч валидных чеков 80 тысяч да из каюба участвовало в компании что совершенно уже нормальная федеральная история и 60 процентов пользователей отправили чеки ну два и более раз то есть это совершенно конкретно перенос из онлайна во флайн мотивирует купить что-то во флайне еще из такой лояльной наработки лояльной базы и точно теперь понятно что те люди которые в этом всем участвовали с ними можно работать онлайн совершенно как с другой аудиторией с людьми которые лояльны бренду фан собственно за сим я откладываюсь надеюсь было понятно что самый главный момент заключается в том что эволюция а может быть революция уже наступила и онлайн теперь совершенно не одинок и наши привычные инструменты в оффлайновой среде также наступны теперь в миксис онлайн идите пробуйте приходите к нам будем рады ответить на любые вопросы спасибо один вопрос нет хорошо следующий спикер у нас анастасия горько региональный директор компании и спутник и она расскажет про ретеншн возвращаемость и другие методики работы с аудиторией прием всем добрый день меня в вашем буклете нет но есть на сайте да я есть на сайте поэтому еще раз давайте я должен представлюсь меня зовут горько анастасия региональный директор компании спутник система автоматизации маркетинга но говорить мы с вами сегодня будем не совсем про автоматизацию маркетинга ну точнее про нее но в комплексе с тем что вам будет практически нужно и необходимо а именно про стратегию ретеншн скажите кто нибудь из вас вообще вот с такого рода стратегии здесь сталкивался само по себе понятие кто слышал поднимите руки пожалуйста супер никто нет класс я потому что я знаю чем вы будете заниматься следующие полгода сейчас тогда давайте поговорим что такое ретеншн и ну как вообще почему для этого какого-то ретеншна нужна отдельная своя стратегия чем нам не хватает маркетинга ретеншн конкретно это понятие которое означает удержание то есть это стратегия которая не просто направлена вовне да на привлечение на позиционирование там на захват рынка и прочее на целевая аудитория это стратегия которая описывает работу с аудиторией с пользователями которые уже так или иначе стали вашими собственно где этот рубеж да становление вашими то есть это во-первых покупатели во-вторых сам вот этот момент удержания а собственно вихи 3 удержания возврата повышения лояльности самый первый момент это удержание когда мы производим захват вашего пользователя либо у вас на сайте либо у вас в магазине то есть мы получаем какой-то его контакт либо это e-mail либо это пуш токен да когда он соглашается получать у вас какие-то либо мобильные либо десктопные пуши да либо номер телефона который вам оставляет пользователь и вот стратегия как раз первичное удержание начинается именно с этого момента как мы получаем контакт и как мы потом ведем нашего пользователя дальше но вы все знаете что вести и сопровождать пользователя и провоцировать его на повторные покупки гораздо дешевле и гораздо лучше покупается чем каждый раз привлекать нового поэтому вот этот момент введения подписчика с самого первого дня и вот retention как раз но это термин который пришел из мобильных приложений и из игры то есть когда задача стоит не отпустить именно вовлекать и постоянно возвращать 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 каждый день или каждую неделю то есть вы выбираете цикл в этой стратегии выбираете определяете на основе данных описываете циклы когда у вас пользователь должен вернуться и вот именно процесс удержания на этих узловых точках вы постоянно напоминаете о себе постоянно провоцируете его возвращаться к вам это первый момент который который охватывает retention второй момент это возврат возврат это когда у вас есть пользователи которые считаются потерянными ну то есть которые не возвращаются да на определенных вот этих циклах которые вы выстроили они переходят в категорию ну так называемых спящих да или если вы начали разрабатывать стратегию только после того как вы уже начали собирать какую-то свою базу на каплю вы с ней не работали и у вас есть некий пул контактов с которыми надо понимать что-то с ними надо делать чтобы они не лежали у нас нужно все возможно сконвертировать здесь в этом разделе описывается комплекс мер которые вы производите над клиентами с которыми вы давно не вели коммуникацию это очень важный момент потому что здесь есть такая тонкая грань что если начать просто так там брать кого-то реанимировать это может но не очень хорошо кончится для вашей собственной репутации поэтому этот момент планомерного вовлечения и возврата назад это все тоже должно быть обязательно описано и третий очень важный момент это повышение лояльности но здесь опять же надо понимать что лояльность это не просто когда мы провоцируем с первой покупки на повторную клиент может покупать но там потому что ему удобно потому что магазин рядом или потому что у вас есть там только у вас есть товар который ему нужен но это не значит что клиент к вам будет лояльным лояльность это все-таки на уровне ценностей на уровне совпадения идеологии на уровне жизненных принципов если клиенту предоставить свободный выбор между вами или каким-нибудь другим брендом лояльность ну вы это и сами знаете да что надо чтобы он выбрал именно вас потому что вот есть этот хардбит между брендом и между между вашими ну это все собственно как раз мы охватили что вот само по себе понятие ретеншн включает да чтобы было понятно куда нам там надо заплывать в этом а куда не надо что вот прям конкретно должно быть описано то есть вообще ретеншн это не совсем типичная для России история это в основном сейчас Европа и США этим пользуются но наконец-то у нас там стали стала появляться потребность у крупных и средних брендов этим заниматься поэтому сейчас я расскажу про стандарты того что там должно быть то есть если вы будете заказывать эту стратегию либо своим сотрудникам либо аутсорсить как понять что вам правильно и полноценно достоверную работу по стратегии сделали первично ретеншн ну то есть это не просто понимание в каких каналах и как мы будем возвращать пользователей это в первую очередь работа с базой данных то есть у вас должна быть накоплена полноценная да с контактами да то есть вот вот эти вот e-mail смс бушитным да через каналы коммуникации в которые мы будем общаться через мессенджеры обязательно должно быть обогащение вестись полноценные этих данных агрегация максимальный сбор сегментация и работа с каждым с каждым микросегментом то есть мы стремимся к максимальной персонализации и омниканальность но и соответственно автоматизации всей этой истории потому что вручную ни персонализации не омниканальность добиться невозможно это колоссальный литском ресурсе поэтому очень важно прямо на этапе планирования стратегии это определиться с инфраструктурой, как мы будем собирать данные, через какой инструмент, как мы будем хранить, где мы будем накапливать наши данные, каким образом мы будем обогащать и чистить наши данные, потому что есть клиенты, которые отмирают, которые жалуются, которые не готовы получать ваше предложение дальше. Это все тоже обязательно надо фильтровать. И далее проводить сегментацию. Очень важный этап, на самом деле, который... Вот почему я именно об этом сейчас на этом акцентирую? Потому что сейчас практически все, кто так или иначе берется делать стратегию retention, этот момент не опускать, не прорабатывают. Все готовят решение, вот мы этим пользователям отправим это, отправим туда-то. Как мы будем вообще выбирать вот эти инструменты? Потому что это целый, по-хорошему, отдельный модуль. И вот список вопросов, но это на самом деле небольшой список тех вопросов, которым по-хорошему надо задаться, прежде чем готовить этот документ, и даже для себя отвечать на вопросы, формируя какие-то ожидания от этого документа, вот прям можно по порядку пройтись. То есть как раз то, что касается механики. Уверен, что e-mail там рассылки, смс-рассылки, пуш-рассылки, здесь многие для себя уже делали. Многие выбирали инструменты. Кто-то выбирал отдельные, да, там, есть для того, для другого, кто-то забирал эти данные и анализировал их на своей стороне. Кто-то выбирал именно платформу автоматизации, потому что там есть централизация данных, да, то есть для себя надо определиться, будем ли мы вот эту механику описывать и прорабатывать именно в рамках этого документа. Вы можете делать это отдельно, да, на внутреннем каком-то совещании, решить, что нам удобно пользоваться этим, да, там, собрать какие-то предложения от разных компаний. По-хорошему, это должно быть аргументировано, свешено и сразу зашито в стратегию, чтобы ваша стратегия была как раз не вот этими розовыми слонами и единорогами, о том, что мы сейчас всем все отправим, а они к нам вернутся. Вы должны понимать, как работает тот или иной инструмент, который вы выбрали, вы должны понимать его возможности, и вы должны согласно возможностям выбранного вами инструмента описывать то, что вы будете делать. Либо, либо наоборот, если мы меняем модуль и пишем сначала коммуникацию, исходя из того, что мы описали, мы четко подбираем инструмент. Далее как раз вот о том, как это вписывается, сама непосредственная инфраструктура, да, на каком этапе? Сначала или потом? И важный момент, который вы, опять же, там должны для себя проговорить, что мы должны получить в итоге, какие KPI у нас будут, как мы поймем, что наша стратегия жизнеспособна, что она не оторвана от реальности, что мы ее не написали в стол, и это некрасивый документ, который мы просто презентовали руководству. Все дальнейшие внедрения, все дальнейшие движения у нас должны идти поэтапно согласно стратегии. Еще вот очень важный момент для компаний, которые либо только выходят на рынок, да, либо хотят как-то оторваться от своих конкурентов. Стратегии можно писать по-разному. Можно писать best practice, да, там, посмотреть, как работают ваши конкуренты, посмотреть, как работают западные компании, да, и внедрить какие-то вот проверенные надежные инструменты. А можно, например, пойти совершенно другим путем и заказать какой-то совершенно экспериментальный вариант, да, который не будет, ну, там, ни на что похож, и взять какой-то экспериментальный инструмент и попробовать сделать что-то свое, да, либо на своей стороне, потому что вы видите ваши пользователи, вы купите данные, вы видите их поведение, вы знаете ваших пользователей лучше, чем кто-либо. И на основе вот этой вот стратегии, кстати, на самом деле итерации не одна, а их по-хорошему три. Первая как раз вот эта проба пера, то есть вот эта, с которой мы сначала внедряем лучшие практики, начинаем зарабатывать на этой стратегии деньги. Вторая итерация стратегии, когда мы выдвигаем гипотезы, да, как нам отойти от уже общепринятых стандартов и выйти на какой-то новый уровень понимания потребностей наших клиентов. И третья как раз стратегия, которая полностью, вот, которую вы, вот эти вот гипотезы, которые вы проработали, проверили, и на основе них вы строите действительно новую сильную методологию. И вот это тоже важный вопрос, насколько погружаться предварительно в аудин. Если вы уже начали копить данные, если вы уже начали хорошо работать и обогащать свою базу, на основе чего вы будете принимать решение, да, как вам двигаться дальше. То есть сколько данных надо проанализировать, когда вот этот момент наступает достаточно, сколько месяцев целесообразно тратить на подготовку стратегии. И вот тоже ряд вопросов, которые прям негативные, их никто не любит, на них не любят отвечать. Ни те, кто заказывает стратегию, ни те, кто ее делает. Что мы делаем, если в итоге при внедрении, ну понятно, что при согласовании стратегии все супер, давайте экспериментировать, давайте делать. Что, если не работает то, что там описали, да? Как вот, во-первых, как мы поймем, что у нас что-то идет не так, да? Во-вторых, что мы будем с этим делать? Какие риски мы закладываем, да, в эту историю? Если мы выбираем инфраструктуру, что делать, если мы ее выбрали там не совсем правильно? То есть если она работает не так, или что-то работает там недостаточно хорошо, как мы хотели, или мы думали, что она сработает товарная рекомендация, а они, блин, не работают. Ну вот фигня получилась. Если мы их там хотели забрать на свою сторону, то что многие компании не хотят отдавать свои данные третьей стороне, они считают, что ну вот мы возьмем транспортные там сервисы, этот-это, рекомендации там, персонализации, что кому посоветуют, что кому куда отправят, персональный контент. Да, мы это сами сделаем, да, ну третья сторона, как она знает наших подписчиков, да? Ну и хорошо этим осведомлены. Да, у нас есть команда разработки, мы пойдем сами делаем. Вот когда принимается такое решение, вот хоть бы кто-нибудь, ну, кстати, одну компанию знаю, которая просчитывает бизнес-ожидания от, вот до того момента, когда она ставит задачу разработчиков. Посчитать. Прямо в стратегии посчитать, сколько денег вы потратите, если вы возьмете сторонний инструмент, и сколько вы потратите, если вы там поставите задачу отделу разработки, да, ну, знаете, сколько получают разработчики, да, если они будут годы у вас разрабатывать, если ваш модуль персонализации, И если они разработают то, что в итоге там работать не будет, или работа там остановится на середине, потому что у него невозможность собрать или построить какой-то правильный алгоритм. Вот эти риски, стратегии, они обязательно должны быть. Понятно, что их полноценно может просчитать, там только человек, который работает непосредственно в компании, полностью отдать вот эту задачу просчета на аутсорс будет сложным. Нужно постоянно интервьюирование, да, то есть нельзя так, чтобы вы отдали куда-то написать стратегию и вам принесли готовый идеальный документ. Вы должны постоянно как руководитель быть вовлечены, да, в его работу, в его разработку. Вот это постоянно отвечает на вопрос и помогать считать, потому что часть вещей, которые там касаются вашего бизнеса, лучше вас просто никто не знает. И последний момент, вот когда документ тот, вам его принес сотрудник или вам его принесло агентство. Как определить, что вам принесли не фигню, а то, что действительно можно нормально и полноценно реализовать, что этот документ работа с вас, но вообще рабочий, да, что написано адекватно, и там нет вот этого. Я пишу стратегии, но я не люблю стратегии как таковые, да, когда их пишут и некорректные. Вообще стратегии подразумевают под собой очень много рассуждений, но при этом вот за этими рассуждениями, рассуждениями, рассуждениями очень тяжело иногда вытащить практические шаги. То есть вот этот вот раз предыдущий нам спикер говорил по поводу, да, консалтов, они любят говорить, говорить, а кто-то действительно приносит конкретные вещи. Так вот, стратегии у вас должны быть в конце конкретной родмэп внедрений. То есть можно исследовать все, что угодно, можно строить, описывать выводы из того, что мы узнали, но на основе каждого вывода, на основе каждой страницы вашего документа, который написан, он должен коррелировать с практическими решениями, которые мы делаем. Они должны быть обоснованы, да, каждая наша гипотеза. У нас должен быть прямо потом в конце сделан план. Внедряем это, внедряем это, срок такой-то, затраты на внедрение такие-то, окупаемость, ожидаемая окупаемость будет такая. И это в том числе будет ваш TPI, и именно поэтому вы можете проверять, насколько адекватно у вас работает вот этот документ, который мы будем потратить. И, конечно, да, вот не должно быть ничего лишнего, потому что по каждому пункту, который вам принесут, вы должны иметь возможность спросить, что мы делаем с этим, что нам вот это даст знание, да, то, что мы прочитали. Это у нас тут 20 таблиц, как у нас там себя ведет какой-нибудь определенный сегмент, там, с красным платьем, там, покупать, вот это супер, что мы будем дальше с этим делать, где у нас участвует эта информация, это знание. Какие гипотезы мы можем на основе этого выдвигать и как мы их будем проверять. Вот, собственно, да, все, наверное, моменты, которые я хотела рассказать, я рассказала. Собственно, это вся вот эта вот была долгая демагогия как раз насчет того, чтобы вы поняли, насколько ответственно и на каком этапе надо подходить к выбору инструмента автоматизации, чтобы потом не было мучительно, больно, да, мигрировать с одной платформы на другую или, например, разрабатывая на своей стороне и потратить кучу денег, а потом прийти к выводу, что на самом деле надо было пользоваться сторонним решением, в котором уже все проработано и в котором все известно и обкатано лучше, чем вы сделаете это сами. Все, спасибо. Спасибо. Если вопросы есть, могу сейчас, могу потом ответить. Видимо, в кулуарном. Хорошо. Хорошо, вернемся тогда к новым медиа, к новым площадкам. Наиболее популярная медийная площадка за последнее время и наиболее часто освещаемая СМИ – это пресловутый TikTok. И мы приглашаем Александра Полякова, директора по маркетинговой компании Influence Stars, который как раз и расскажет нам про то, как работать с этой площадкой. Всем привет. Меня зовут Александр, директор по маркетинговой компании Influence Stars, как уже представили. Примерно год назад друзья меня спрашивали и говорили, что TikTok – это зашквар, что там нечего делать. Блогеры, которых мы привлекали, не хотели снимать TikTok, потому что не видели перспективы. Но сейчас все мои друзья уже сидят в TikTok почти каждый день. И все блогеры написывают нам сами, хотят развиваться в TikTok и спрашивают рекомендации. TikTok – это социальная сеть относительно новая, нашумевшая. Формат видео в TikTok – это короткие музыкальные клипы, около 15 секунд, которые взяли в себя все фичи из Instagram Stories, из Snapchat, маски Snapchat, из приложения Vine и из других приложений вертикальных видео. Аудитория TikTok – это поколение Z, новое поколение. Они активнее, они больше времени проводят в интернете, они больше действий совершают в интернете, они ответственнее. И сейчас бренду на них стоит ориентироваться, потому что именно они – будущие покупатели бренда. Всего в TikTok 800 миллионов пользователей – это огромная цифра, причем 50% из них публикуют контент ежедневно. Примерно 8 раз в день заходят пользователи в приложение TikTok и проводят в нем 45 минут. Ниже представлен график, он не совсем четко виден. Дневное времяпровождение в приложении. TikTok опережает YouTube достаточно намного, но пока не дотягивает до Instagram. Если говорить о… Все большое. Если говорить о России, то в России DAO примерно 10 миллионов пользователей, а DAO около 2 миллионов пользователей. Если говорить о гендерном признаке, то перевес в сторону женщин на 20% и основная взрослая группа – это 16-24 года. Также стоит отметить, что TikTok делает очень большой упор на креатив и музыкальные видео. Именно поэтому показатель вовлеченности намного больше, чем в других социальных сетях. В YouTube 2% и в Instagram 5% и в TikTok от 20%. Причем 20% считается от не уникальных просмотров. То есть просмотры там общие. А если правильно рассчитывать и арту, надо отталкиваться от уникального охвата. Расскажу немного о нас, агентство Influence Stars. Мы являемся партнерами TikTok с 2018 года как по развитию контента на площадке, привлечению инфлюенсеров, развитию их контента на площадке, так и по продвижению бренда на площадке в различных форматах. За год мы провели немало крупных рекламных компаний с большими брендами, накопили экспертизу, тестировали различные механики, привлекали инфлюенсеров, тестировали креатив и накопили большую экспертизу проведения рекламных компаний. Также за год мы привлекали эксклюзивных инфлюенсеров, как с YouTube, так и с Instagram, так и выращивали собственных звезд, тестировали с нуля креативы. И развивали блогеров с нуля. Таким образом у нас появился собственный креатив и продакшн, очень мощный, именно направленный на TikTok. Ниже есть список брендов, часть брендов, с которыми мы работали. Перейдем к инфлюенсерам. Так как TikTok в России появился относительно недавно, многообразие контента еще не достигло своего пика, но инфлюенсеры из Instagram и просто пользователи очень хотят быть в TikTok, придумывают новые идеи и распространяют в категории контента. На настоящее время основными категориями контента в TikTok являются липсинг, это когда пользователь снимает сам себя под музыку. Вайны, таланты. Таланты – это когда пользователь показывает что-то необычное и пользователи это воспринимают как вау. И отношения. Отношения популярны во всем мире. Контент, я имею в виду, связан с отношениями. Особенности инфлюенсеров на данной площадке состоят в том, что цена образования стоится от просмотров. В YouTube и в Instagram фиксированы стоимости за пост у инфлюенсеров. В TikTok это CPV – стоимость за просмотр. Высокая вовлеченность, как я уже говорил на предыдущем слайде. Очень большое количество блогеров переходит в TikTok из Instagram. Это мамочки, это travel-блогеры, это beauty-блогеры. В общем, все-все-все. И основная особенность этой экранной сети – искусственный интеллект. Система рекомендаций строится на искусственном интеллекте, который, в общем, в TikTok достаточно всего 2-3 видео показать пользователю, чтобы понять, что ему нравится и что ему интересно. Поэтому в TikTok каждый пользователь может набрать миллион просмотров даже на своем первом видео. То есть система рекомендаций работает не как в YouTube и в Instagram. Разберем кейс интеграции у блогеров, кейс нашего агентства, интеграция у блогеров бренда JBL. Была задача повышения узнаваемости и увеличения количества продаж оригинальной техники JBL. Мы сделали креатив таким, что пользователи и блогеры показывали на жизненных примерах отличие оригинальной техники от подделки, от неоригинальной. Сейчас мы с подругой разобьем неоригинальную колонку JBL, определяем ее лишь по звуку. Такие короткие видео. Благодаря качественной картинке и интересному сюжету на видео, то есть пользователям было интересно, что происходит на видео. Именно вот этот блогер и это видео один перевыполнил общий KPI рекламной кампании, то есть KPI был миллион сто, а этот блогер набрал полтора миллиона. Всего было восемь инфлюенсеров, собрали более трех с половиной миллионов просмотров на всех роликах, более 450 тысяч лайков, огромная вовлеченность. И, как я уже сказал, один инфлюенсер перевыполнил общий KPI. Теперь поговорим, что вообще можно делать в TikTok у блогеров, брендам и что нельзя. Главным отличием является, как я уже сказал, музыкальные клипы. И при интеграции у блогеров очень хорошо использовать брендированный трек, или еще его называют джинглом. Это короткий трек, брендированный, креативный, вирусный, под который все блогеры в рекламной кампании будут снимать свои видео. Таким образом, получается, увеличивается взаимодействие бренда с пользователем не только картинкой, но еще и аудио восприимчивостью. Очень хорошим дополнением к контенту блогеров... Как я уже сказал, отличным дополнением являются маски, фильтры, линзы. TikTok предлагает очень широкие технологии для создания брендированных именно масок, линз и стикеров. Технологии можно видеть здесь, это распознавание лица, движение рук и движение пальцев. То есть, если идет дождь, например, на картинке, то его можно остановить рукой и там сдвинуть. Это очень креативно, и поколение Z очень хорошо реагирует на стикеры и очень любит ими пользоваться. Также данные маски очень отлично подходят для бьюти-брендов, потому что есть изменения волос и изменения губ, помады. Например, есть кейс зарубежный, косметики MAC. Именно в приложении в разделе стикеры существовал раздел MAC, где можно было выбрать помаду, и эта помада при съемке контента расшелась в цвет косметики MAC. Далее мы поговорим про комплексный формат. Это официальный хэштег челлендж, самый крупный формат. Что в него входит? На главной странице размещается рекламный баннер, он кликабельный, он ведет либо на челлендж внутри приложения, либо на внешнюю страницу, на любой сайт рекламодателя. И сам хэштег челлендж, он тоже на главной странице. Баннер и хэштег существуют 6 дней, после чего они исчезают, но остается главная страница челленджа. На этой странице видно общее количество просмотров на всех роликах, все ролики погружаются, и на этой странице закрепляются 6 официальных видео при запуске челленджа. На этих видео, как правило, размещается самый лучший контент, и объясняется, что вообще в этом челлендже происходит, что нужно делать. Главной особенностью челленджа в TikTok является музыкальный трек, как я уже говорил. Создается лендинг пейдж внутри самого приложения, то есть не только можно разместить ссылку на внешний сайт, но и создать именно лендинг внутри приложения. Также создается аккаунт бренда, и при проведении остального хэштег челленджа он верифицируется, то есть получает галочку. А если аккаунт получает галочку, он может разместить активную ссылку в описании. То есть ссылка кликабельная вот здесь именно, и она ведет тоже на внешнюю страницу, либо на внутреннюю страницу. Также в официальный челлендж входит пакет медиа и намы. Я позже расскажу. Пакет включает 3,5 миллиона показов. Дальше я жук кейс, челлендж йота. Механика этого челленджа строилась на хэштеге «Сейчас все объясню». Это общая креативная концепция у йоты. И пользователи сняли на жизненных примерах, что им нужно, а что не нужно. Собственно, креативная концепция строилась на том, что пользователи в тарифе сами могут выбрать, что им нужно, а что не нужно. За что им нужно платить, а что не нужно. Включите это. Снимаешь? Сейчас все объясню. Это челлендж йота в тиктоках. Чтобы принять в нем участие, ты должен показать ситуацию, в которой выбираешь только то, что тебе нужно. Пришел я на рынок за мясом, и захотелось мне чисто символические черешни перекусить. На хрена мне килограмм, если надо пару ягодок. Отвесьте мне три черешни, пожалуйста. Вот, которые самые красные. А отрежь, пожалуйста, чтобы было 113. Это не насложно. Одно ребро. Одно яйцо, я наемся. 12 рублей, очень без антеза. Бабло забыл. Не, не три банки, три штуки. Каждый день, как завтракаю просто. И одну курагу. 40 рублей. Покажи, где ты выбираешь только то, что тебе нужно. Такое видео. Здесь был пакет медийной рекламы. При открытии приложения высвечился баннер, который анонсировал этот челлендж. И в ленте пользователей крутилась медийная реклама именно вот этого ролика, который объяснял суть челленджа, который призывал участвовать в челлендже. Из-за этого получились просто огромные результаты. Здесь на слайде написано 360, но сейчас уже более 400 миллионов просмотров на всех роликах. Вместе с UGC контентом. А вы на продвижение там тратили бюджет? Ну, набрать 360 миллионов просмотров. Ну, челлендж запустился, на это были потрачены деньги. И деньги были потрачены на блогеров, которые поддерживали челлендж. Все, больше на что? Да, сколько? Нет, нет, это челлендж. А сколько блогеров была привлечена? А, можно сказать, порядка 30, но это очень грубая цифра. А стоимость каждого? Стоимость каждого? Напишите потом. Стоимость каждого тоже от самого блогера зависит, сколько новостей. Совершенно верно. Ну, а всего, чтобы 360 миллионов набрать просмотров в ТикТоке, сколько вы денег потратили на продвижение? Рекламная компания сама во сколько пошла? Нас цифры интересуют. Экспертно. Экспертно. Ну, я могу сказать очень грубую цифру. Возможно, нам что-то даст. От 8 до 10 миллионов. Рублей? Да. Конечно, рублей. Вы с ними сами? Потрачено на челлендж и на блогеров, которые поддерживали челлендж. Производство типа? Челлендж 9. Со что? Производство роликов? Производство роликов, да, съемка, монтаж роликов. Миллион примерно. И остальное на продвижение? Нет, почему нет. Наоборот. Или 50, не 50? Нет, не 50, 50. Ну, 70 на 30, давайте так. 70 производства? 70 сам. Хэштег, запуск. Хэштег. Продвижение. И остальное на поддержку было… Все, больше нет вопросов? Есть вопрос. Да, давай. Из этих миллионов безумных, сколько было людьми с земной, ну, живыми, которые участвовали, а не блогерами, которым заплатили? Здесь нету этой цифры, потому что она не афишируется особо, но было порядка 50, более 50 тысяч клипов от пользователей. Именно клипов. И эти клипы принесли 400 миллионов просмотров. Можно вопрос, еще идет, сколько с половиной результатов? Сейчас это, наверное, бизнес-показатель? Довольно, довольно. Насколько, какие были там бизнес-показатели, прирост абонентов. Нет, такой информации нет. Сейчас поговорим о медийной рекламе. TikTok предлагает два формата медийной рекламы. Это бренд-деговор, это баннер при открытии приложения. То есть, когда пользователь первый раз заходит в приложение, ему взвечивается баннер. Три секунды. Его также можно пропустить. И он также кликабельный. Он может ввести на внешнюю страницу, либо на челлендж внутри приложения. Второй формат Infid Native Video, это обычная реклама в ленте пользователей в ленте с рекомендацией. Она запускается по CPM, либо по CPC, стоимость за клик, либо полностью выкупается день. То есть, баннер показывается в день, все пользователи произошли в это приложение. И данный формат Infid Native. Возможности таргетирования можно видеть на слайде. Существует оптимизация под покупку на сайте и оптимизация под установку приложения. И один интересный таргетинг, это стоимость устройства. Можно выставить в диапазоне 50 долларов. Допустим, от 100 до 300 долларов у пользователя должно стоить устройство. Это определяется, видимо, по IP-адресу, по модели телефона, сколько она примерно стоит. Можно таргетироваться на таких пользователей. Также очень хорошо действует медийная реклама. Вот второй формат. Можно вернуть, пожалуйста. Очень хорошо работает медийная реклама с изображением инфринсера. То есть, когда блогеры снимают видео, а потом это видео таргетируется на пользователей. Пользователи в TikTok любят тиктокеров, также завидуют, фанатеют от них. И когда они видят изображение инфринсера, что он что-то делает, больше хочется перейти на сайт, нажать на кнопку или совершить какое-то действие. CTR. Чем ярче картинка на баннере или на видео, тем больше CTR. CTR примерно вот одного процента. Но бывают и очень большие результаты, больше даже тех, которые в прошлом докладе. Да. Есть взрослая аудитория. Есть и бабушки, и дедушки. И дедушки инфринсера даже есть. И последний слайд. Это ведение аккаунта. Каждому бренду необходимо ввести аккаунт в социальных сетях, чтобы показывать своей аудитории, что он современный, что он коммуникабельный. Здесь на слайде от Influenstars мы предоставили рекомендации по ведению аккаунта брендов в TikTok. Создавайте больше креативных видео, потому что система рекомендаций работает так, что любое видео может набрать сразу миллион просмотров, даже на нулевом аккаунте. Чем видео креативнее, тем больше оно наберет. Привлекать блогеров в аккаунт. То есть на примере аккаунта Сбербанка показаны видео, где они привлекают пользователей снимать видео, и эти видео выкладывают на себя в аккаунт. Также можно рекламировать аккаунт. То есть блогеры могут снимать какой-то креативный ролик с брендом и в описании ставить ссылку «Переходите в аккаунт Сбера». Там много креативных видео. Таким образом трафик будет переходить в аккаунт. Верификацию можно получить, если запустить официальный челлендж, либо запустить медийную рекламу от 300 тысяч рублей. Это сделано, чтобы в TikTok не висели аккаунты заброшенные. Если бренд провел какую-то маленькую активность, например, и ему дали верификацию, дальше бренд никак в TikTok не развивается, и аккаунт, получается, висит верифицированный, чтобы такого не получалось, TikTok ввел такие ограничения. Верификация надо сделать вкладку, поэтому такая рекомендация здесь. И еще одна рекомендация – привязать аккаунт. В TikTok можно привязать аккаунт Instagram и YouTube. Можно привязать по кнопке, чтобы создать поток аудитории из Instagram в TikTok, из TikTok в Instagram. Вот так вот. На этом у меня все. Я хочу сказать, что каждый бренд должен рекламироваться в TikTok, так как эта площадка в тренде. Все пользователи очень активны и покупатели бренда. Здесь есть ссылки на наш сайт, точнее QR-коды. Подписывайтесь на наш аккаунт в TikTok Influence Stars и на Facebook Influence Stars. Выше мои контакты. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Александр, спасибо. Я думаю, вопросы будут, потому что их было много по ходу дела. Но, я думаю, уже в кулуарном мы тогда сможем вас еще помочь. Продолжим нагонять наше время и продолжим тему социальных медиа. Глеб Куприченко, компания Sociorama. Александр, спасибо. 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 Сиба, вот это я. Сегодня я хотел бы поговорить... Сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой вещах, как онлайн импутацию менеджмент. Или так, это звучит на языке шектира, а на языке исследования звучит управление онлайн импутацией. Что же это такое? Онолайн импутация — это совокупность мнений людей о вашей компании или проекте в интернете. Это сообщение на форумах, это обсуждение всех друзей, применение активного тыла на разнообразных площадках. Из всего этого складывается ваша онолайн импутация, ну или же ваша социальная цена. И все управления импутацией, на то, чтобы мнение вашей компании не было с такого на такого. В этом, собственно, заключается суть управления импутацией. Ну и нужно это как тем, кто не выходит на рынок, так и тем, кто уже плотно не укрепился, всем садонтам, уходит как мелкому злухому мобилицу, поскольку говорят, и обсуждаются часто по всему. А если еще не обсуждают, то это вам облако уровня, вот хорошая возможность задать свой инфоболе, создавший инфоболе в случае каких-то грязных ситуаций. И то, с чего начинается любая история из интернета инфекции, это аудит и анализ текущего инфоболе. И задача его следующая. Выявление инфоболе, то есть, например, проблема внутреннего пиара, это недовольство сотрудников, первое, вопилие негативных возрастов, например, в чар-порталах или в видеоположных сотрудников, открывающих какие-то закрепления для общественности от тех деятельностей компании. Возможно, это просто сообщество сообщества недовольных клиентов, или это возможно информационная аудитарная компания, которая поднимается с счетом. Также он позволяет проанализировать эффективность партической политики и вверх компании, отметить, насколько дисплона воспринимается аудиторией, отметить, насколько она справедливо рассчитывает вашу месседж, и то не возникает никаких белых пятен в вашей аудитории. Ну и в целом, она позволяет определить общую оценку вашей компании, то есть, насколько хорошо и правильно на вас снимать. Перейдем к инструментам. Ну и первым инструментом для анализов репутации, для анализов инфоболе, будет средствам анализов сбора упоминаний. То есть, таких средств на рынке достаточно большое количество, те, что, где-то лишь на слайде, только для пушекайтера, и что они могут нам дать. Первым, они могут все собрать упоминания, статуризировать их, мы можем увидеть количество упоминаний, динамику, то есть, чем связаться въезд к упоминальности, то есть, где-то приводитую тональность трендов, то есть, какие обсуждения наиболее часто встречаются в поддержках ваших брендов, что больше всего в вашей аудитории. Ну и, в принципе, может быть, есть какие-то мнения, то есть, те, кому наиболее часто прислушиваются вашей аудитории, кто наиболее часто говорит о вашей компании, соответственно, работающие можно вбить его на практике. Счерк упоминания собирается в реальном времени и различий, чем между разными этими сетями сборов и автоматизирующихся. Автомотивный сбор упоминаний заключается в скорости сбора, в точности сбора и возможности федерации субтализации субтитров. И наиболее. Следующий момент анализ песковой выдачи. Человек, который хочет по парку, он правило хочет уже, он уже подогрет, и он хочет постановиться в связи с этих сомнений, когда есть исходить в информацию в интернете. То есть, мы знаем, что человек в пользу ввели в принципе один нитивный результат, а не просто как раз покупки. А если результат будет на первом, в результате вникальный результат в выдаче, то появится ситуация будет еще дочерней. Вот. Поэтому поисковая выдача может так подогреть пользователя, убрать его сомнения, так и усилить. Человек просто заплюнет и перейдет по окончательству на файл вашего игры. Ну, а про то, что плохая поисковая выдача негативно сказывается на стоимости лидов, но это, думаю, все, я так знаю. После того, как проводится аудит упоминаний по аудит поисковой выдачи, совсем эти технологии изменены для следствия любых изменений. Но вопрос. Как? Когда мы собраем данные, когда мы имеем аудит, как используют эти данные, например, в поведении сообщества? Потому что мы знаем, что SMM и VRM это достаточно сильный для вас, у него достаточно сильные преимущества, выше же, быстрее, быстрее, вот и все это в подаваемой информатике не воспринимается, как вынимает плавку. Микрофон. Микрофон. Все, понял. Все, микрофон. Мы можем регулировать лонов гость, опираясь на данные аудита, соответственно, говорить на понятном пользователю языке. Мы можем подкатывать под контент-план под реальные желания, потребности и какие-то болевые моменты пользователя, чтобы делать максимально пыльщим в цель. Мы можем проводить бэк-активация, то есть, призывая пользователей делиться своими отзывами, мнениями, теми способами это мотивируем. Например, живые отзывы в Инстаграме не всегда вызывают очень много доверия, а уставы всегда очень тепло. Можно выходить за рамки социальных сетей и переводить, например, эти отзывы на геалокационный сервис. Мы знаем, что на Яндекс.Картах даже реальные отзывы проходят за скрипом, то есть, многие делают сеттого 4-красный приток реальных отзывов, он позволит создать подушку к запасу на случай какой-то негатива, который может туда нравиться. И расскажу, как можно подстраивать картинплант под текущие желания, потребности более аудитория. На примере этих кейсов. Жакана Макарского это проект крупного девелопера и, как знаем, любой сеттойщик собирает в себя негатив на управляющую компанию, негатив на дороге, негатив на объекты наступков, на другом отношении не имеет, но пользователи все равно на него. Мы обнаружили тему, совершенно банально, выгула собак и ухода за этими собаками за процессом выгула. То есть, манипулируя этой темой, посвящая ей посты, отвечая в комментариях на эти посты, мы привели внимание к этой проблеме, а также мы позволили пользоваться выплеснуть негатив, создав обратную отрушину. разумеется, это не единственная работа, но мы обнаружили снижение негатива в общих суждениях до 12. И следующая часть, это мебельная паблика Шатура, огромное количество магазинов по всей стране, огромное количество сотрудников, большая текуча кадров, соответственно, большое количество негатива от сотрудников, вот примерно вот, с чем пришлось столкнуться. И было решено посвятить посты внутренней кухне отношений сотрудников компании, открыться общественности, вот, и это тоже дало свои планы, то есть вот здесь мы берем упоминание сотрудников в работе, вот, и 40% доли негатива снизу до 3. это единственная работа, которую люди не имеют, но включая пасты, которые действительно актуальны и важны вашей аудитории, вы можете дать определенную негативу. Это за год? Нет, это была за, ну, это ситуация за 3 месяца. То есть с момента, когда мы обнаружили ситуацию, начали победить работу, в месяц сразу ничего не видел, но в целом вот, мы добились таких результатов. 3 или 4 месяца точно не могу сказать, но какие сопутствующие методировки аналитики и аналитики существуют, потому что длиность всяких органически не получится. Это, в первую очередь, реагирование. И реагирование не только по соцсетям, но и выходя за их пределы. То есть у нас, поскольку мы работаем с системой споров упоминания времени, каждое из них обращенное должно так же обрабатываться и так, что не нужно существовать реакция имени бренда. То есть в момент презентации с вами началась появилась десятки негативных упоминаний, обращенные к тому и иному бренду. И к концу конференции большинство из них больше 90% останутся неотвечены. И всего то, что всем все равно. Поэтому, чтобы никто не думал, что всем все равно, все упоминания можно обрабатывать как негативные, так и позитивные. Причем реакция не должна быть шаблонной, она должна быть своевременной. Шаблонная реакция никак не повышает стояльность вашей аудитории и никак не проявляет ваше внимание. Потому что отписка в глазах модератора, к которому ленинг отец, она на глазах будет и смотрят программы на карте диска. А то, как люди не инвестируют найти аудитории, это все. Работа сливаем мнение. Мы уточнили, что аудит позволяет выделить литер мнений, то есть тех, кому более часто прислушиваются. И работа сливаем это очень сильный и эффективный команд коммуникации с батарею системом, особенно в моментах, когда не получается донести информацию другими средствами, это позволяет какие-то конфликтные проблемы через них наносит ваша аудитория. То есть читатель доверяет какой-то интернет-прессонне, интернет-прессонно доверяет вашему бренду и посещает какой-то пост, соответственно, читатель также начинает доверять и бренду. А доверять и бренду это то, чем у нас в связи с тем минусом. Соответственно, вы имеете подготовку данных материалов, особенно, когда мы решаем неконфликтные ситуации, важно использовать данный диет для предопределения возможных возражений. Возможно, они будут, и чем продуманнее будет такой воз, тем меньше возражений. То есть всегда задача борьбы не породить еще больше негатива. То есть я в дальнейшем покажу, как его можно выродить. серм. Серм часто путается с ОРМ, что такое ОРМ, что такое серм, где что. А серм отвечает за управление результатом поисковой выдачи. Соответственно, про важность того, что поисковая выдача выглядела для вас хорошо, мы поговорили, а серм занимается созданием контента, то есть островок контента определенного, статьи, пресс-релиза, другая информация, все это продвигается по определенным ключевым запросам и, соответственно, вытесняет какие-то негативные результаты. И соцсети могут служить отличным инструментом занятия определенных поисковой выдачи. То есть добавление соцсетей, оно позволит вам гарантированно занять несколько мест тоисковой выдачи, которые могут вытеснить какие-то негативные результаты. Вот Глеб, две минуты прям. Две минуты, две минуты. Главный вопрос, который волнует многих, удалять не удалять. Расскажу, какие вообще варианты бывает удаления. Деиндексация, то есть материал технически остается на сайте, но при этом исчезает из выдачи. Это корректировка материала, то есть статьи упору исчезает запоминание вашей компании. С статьи остается запоминание нет. И само по себе удаление. Тут важно понимать момент, когда не стоит это делать, время и место. Никогда не стоит. Потому что если мы становимся идущей какой-то волны негатива, то разумеется, удаление, оно не пройдет незамеченно, и оно только может стать темой негатива. Поэтому это очень важно учитывать. Следующий пункт, наверное, тогда раз мало времени, просто ограничить советами по удалению. Определиться с временем местом, уместно это или нет. Не когда, ни в коем случае, не угрожать физической расправой с судебной справой, потому что администрация ресурсов отзывков подобных площадок пестрят сообщениями на клик, которые требуют что-то дали. Это не свободы, таких сообщений не получают по 10 на дню и таким сообщением вы только добьетесь закрытия контактов с той или иной площадкой. Ну и последнее. Обращаясь к подрядчику, очень важно оценить его методы работы, который он ведет в пользу черных методов. Оно ведет за собой черные последствия. Есть организации, которые отслеживают например, фейковые DMC-комплейты, то есть когда жалоба удаляется какой-то контент подзажал право фейковое. Соответственно, есть организации, которые это отслеживают и может добавиться негатив о том, что вы связаны с какой-то организацией, которая действует нечестно. Иметь в виду, агенты приятной фейковой отзывы там монитором упоминания в районном времени есть всегда соблазн что-то начать отвечать. когда Алексей из Волота спрашивает какой-то лучший лошадь в Самсунге есть соблазн отбить, конечно же Самсунг являясь представителем Самсунга, но делать это с аккаунта созданного вчера, на котором не заполнена информация и нет графика, ну определенно не следует, потому что пользуются сейчас не те же самые, что в году. Доверие к отзывам положительным субъектом падает, на Елпе 40% отзывов это накрученные и поэтому если что-то делать, то нужно очень сильно подготовить базу под это, то есть аккаунты, их история аккаунтов, то есть многие горе-кроуд маркетики пытаются создавать на форумах тематические какие-то темы, в полите видишь, администратор видит, что это просто какой-то вопрос, и у автора одно сообщение и он так ну а многие сайты просто помечают на вашей странице плашка о том, что не сделаны отзывы сделаны в IP, что смещение не соответствует компания, которая смещается или напоминает что вы направляете угрозы в адрес сайта и поэтому главная задача всем при борьбе с негативом не породить большее количество негатива ну так можно продолжить если у вас остались какие-то вопросы вы можете их задать мне вот а если вам нужна помощь в составлении аудита или в подборке методов управления документацией вашим обратиться по контакту спасибо и наконец спикер после выступления которого вы все пойдете к ним на стенд за подарок Юлия Ракова директор директор по маркетинам компания есть респонд друзья здравствуйте у его рассказывать о том бренде который первый я давно изучаю его применение и знаю что маркетолог который его зарабатывает нескольких работают ведущих агентства автопатизация я долго представляться не буду член комитета а по сути и я увидел своими глазами при первом согласно нашей основе но сейчас я буду говорить об автоматизации в ближайшие годы автоматизация маркетинга много есть слог в википедии на самом деле автоматизация маркетинга это достаток правильному человеку правильного сообщения в правильный период времени чтобы он выполнил нужные нам действия в течение всего вот что последнее время мы видим по нашим давайте я приведу пример это все западная статистик потому что наши практически нет но это вот крупнейшие исследовательские компании 8% маркетологов, которые применили автоматизацию маркетинга увидели рост количества конверсий 7% маркетинга 77% маркетинга рост конверсий подогретые потенциальные клиенты на покупки на 47% больше кстати какой запас коэффициент конверсий клиента на 53% выше если объединить образовательный маркетинга образовательный контент вы знаете тренд еще тот все конверсий клиента на 53% да еще два причем все это делает робот 73% маркетинга большее когда мы отдаем роботу рутину мы можем сосредоточиться на двух вещах стратегических маркетинга и второе на изучении новейших инструментов к сожалению если мы не работаем в дистуру а мы работаем в традиционном индустрии знание дистуру инструментов становится для нас вопросом вопросом будем ли мы вообще теперь по статистике что чаще всего какие каналы автоматизируются 82% маркетинга 67% это SMM и по-моему около 50% это аналитика точнее прошу прощения не SMM а CRM CRM 67% потом аналитика потом аналитика email маркетинга не то что жив он получил мощнейший мощнейший старт вместе с этим с компенсацией маркетинга на самом деле в этом канале есть потрясающий запас сервов и огромное количество снарях внимание на всё далее теперь первый кейс это потрясающе мне очень нравится я собрала самый кейс интересный задать как разогреть интерес клиента это P2P это сложный продаж франшизм причём как сохранить сомневающихся разогреть и не потерять так вот сценарий но сейчас я расскажу про ляк постел русский крупнейший постел в России начинает продавать франшизму соответственно они союзовы на деле оставляют контакт а все это через конкретную и после этого высылают людям презентацию после этого начинается какая-то работа изначально кто начиналась работа с людьми которые оставили контакты потом была внедрена подогревающая рассылка это агентство которое занимается сложными продажами что они сделали во-первых они поняли что есть какие-то странные ситуации есть клиенты которые в течение первых двух недель очень активно смотрят часть из них покупает часть нет но после этого опять внутрь из них возвращаешься через банк почему такая речь была почему и они поняли что есть одна стономерность они начали анализировать вопросы которые задают эти линии и в общении с менеджерами и то что они писали в просылку что они как-то им звонили и говорили они поняли что есть два документа занимаются сомневайтесь 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 а я боюсь что не получится что больше может у меня есть миллионы битва может я пущу утром какой-то бизнес или никогда не занимался бизнесом у меня мало в чем мне делать очень хорошо и вот эти вот сомневайтесь они пропадают они два месяца чуть-чуть чуть-чуть а если через два месяца возникает часть не возникает часть уходит документ или вообще уходит у нее бизнеса которые дают франшизы что получилось и вот они создали эту потрясающую компенсированную особу вот она письмо за сомневающихся а вот это идет сегментация правильное письмо которое выясняет ты кто ты горячий или сомневающийся нам тебя обучать или ты сразу куда после этого письмо для сомневающихся это цикл да 4 письма и вот это уже для горячих ждение снятия барьеров снятия 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 и все это было напрямую с владельцем бизнесом при такой серии ты хочешь писем мне менеджер вообще вообще зачем клиенты должны с нее приходить пакуйте окей вот идет четкий анализ вопросов вот это у меня лапки и вот эти лапки начинают их обучать и что там имени Регина конечно старт уровень вот и начинают дизайна нет и не нужно здесь полезная информация сейчас мы находимся в B2B нам интереснейшие вещи у нас тоже работают вера эмоций например если B2B но если B2B это маркетинг у нас в B2B это маркетинг ценности это полезный контент это посещение и это образовательный маркетинг вот почему это так важно и так нужно смотрите какая красота для сомневающихся что они сделали в каждой рассылке они отвечали на какой-то определенный вопрос сомневающийся и не только это видео видео рассылки поднимают на 200 на 300 процентов вот какой потрясающий факт это видео и других клиентов да которые купили франшизу стали развивать тоже сначала очень сомневались а потом стали звездами люди сидят и рассказывают что они поняли друзья из B2B если у вас сложный продукт даже если ну так делай без дизайна можно выяснить что это значит факт давайте цены не отходим писать от первого лица желательно чтобы это был топ-компании или элиэксперта писать каждый день подпишите мерками мы это проверили нашими двумя дистанциями обнованиями проектами писать каждый день когда вас не будут на расход и они идут на лево и будут искать информацию в предыдущем сценарий а вот это вот где-то спонсор наша форма где-то спонсор прайс самая мощная и все соответственно с выделенным менеджером у которых поможет на строке очень часто я замечала очень интересные вещи такие люди вот забираются в официзации понимаешь что у вас потрясающие вы можете из-за такого программного робота которые работают и начинаются дальше две вещи первая нужно понять зачем как ты это будешь делать чтобы тебе помогли три настройки если у тебя нет всего специалиста а еще вторая вещь очень интересная начинается сравнение платформ начинается поиск интеграции и вот это все забинтовывается на самом деле автоматизация она легкая она простая и вопрос и главное решиться набрать контент сделку на основе своих клиентов и погнали и погнали вперед робот делает забав если ты долго думаешь мучиться переживать страдать искачет ну так оно и с собой знаете профессионализм с собой поэтому автоматизация решились идите теперь смотрите писем у нас в два раза больше представляете что просто если бездумно посылать письма у нас больше а здесь полтора раза больше открытий за счет ценности контента это правильно а по времени создать три раза меньше жалоб спам что это еще три а прошу вас в форме обратной связи укажите текст что что-то типа вам сейчас она хочет что идет презентация в течение трех дней у нас такое что мы не упеваем письма они очищаются доверие доверие если просто и ничего а здесь какая ситуация она была правда все можно собирать один человек будет отвечать не говори а теперь лучше что вот мне часто говорят просилки а треки это стеклян это все это очень важно нет невозможно если ты делаешь классный ценный контент будет вот такой 77 73% 78 люди люди абсолютно брать в музее и там люди ждали тогда они будут просылку открытия поэтому просылка может вполне не уступать я всегда говорю просылки мессенджеры не у кого это будет потрясающие каналы которые идут вместе мессенджеры могут оповещать но больше чем 3 400 мы уже потеряемся мы уже не понимаем там формат не будет а просылки мы можем правильно классно и хорошо рассказывать и дополнять все все устанавливаем робота просьба перенесите расступ на нас показала выхожение всем термоглид у нас не ничего это правда это настоящий робот не 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 это не а а не а а зажимать и и и и и и и и контент полезно. Уронил. Персонализация. Пожалуйста, вы зарегистрировались. Моментально. Первый подарок. Третий подарок будет полезно. Моментально. Полезный бесплатно. Это не удивительно. Наш мозг работает так. Я начинаю сочетать очень сильно в конце прошлого года, когда мы вместе выступали в одном искусстве. Это было совершенно удивительно. Она такие вещи рассказывала. Наш мозг работает так, что, когда мы даем что-то сначала бесплатное и полезное, а потом просим человека совершить нужное надвестие, он откажет нам с дорожным желанием. Это наш мозг. Мы ничего не можем сделать. Вот почему образовательный маркер и полезный контент невероятно прозрачен. Окей. И первый подарок. Например, он говорит, пожалуйста, назовите объем вашей класса клиента, да, потому что, чтобы я правильно порекомендовала вам. В любом случае, я буду рада додействовать за ответ без. Я не робот. Это не автоматическая ответка. Я реальный человек. Поэтому смеи напишите мне. А еще они чувствуют себя одиноким. Окей. Второе письмо для тех, кто все-таки составляет его работать. Тимур, хотел уточнить, да? Я не робот. Я думаю, что сейчас прибитую. Повторяйте. Третье письмо для тех, кто там. Кстати, вот это один из самых лучших знаний в своей технологии. Для тех, кто бросает корзины. У меня есть старт акцию на местах, это бомба. Потому что там тот же самый знаний, и другой контент, и так он потрясающе работает. Письмо номер три. Я все еще не робот. Я все еще не робот. Но вы же не сможете мне показать дважды. Вы слишком жестоко, Егор. Тимур, пожалуйста, не отказывайте, Егор. Ёпа. Таким образом, все что происходит. Открытие. 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 Люди переходили, выбирали там деньги, временем и бронировали сами. Это потом, вот и следующую статью, после внедрения, что было. То есть Егор понял, что он успевает его печатать, или отрабатывать все это. Вот. От 12 до 25 процентов ответов. Ну вот и все. Видите? 25 процентов робот помогло снять. Пример. Отцепь любой Егор. Конверсий, сетей, 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 сетей. Не боитесь приятели, эти точки. Не боитесь приятели, эти суммы. Ну поэтому выделяются такие писем, правда, на общем фоне, особенно в YouTube. Давайте мы вам объясним, что-нибудь еще. А тут такой, да? Спешите. Спешите, не оставляйте меня. А вот здесь. Вы тоже посетите, что будет больше всего работать. Лучше всего. Какая-то больше. Окей, есть третий. Как увеличить продажу на софт-процент без мейл-каналов? Питупи. Кстати, у кого здесь паза 10 тысяч плюс? Питупи. 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 Давайте с вами. Легко. Покажи мне уже назад. Питупи. 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 Итак, это роман. Питупи. 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 У них, так, не надо, подожди здесь дорожный пилет. Питупи. 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 Очень интересно, что некоторые люди. Они так заслуживают и модно считают процессы, они заболевают идеи и все. Не знаю, что я писаю. Ну, на первый случай. У них есть владельцы, владельцы компании «Лепетоника». Тоже известно, что это стационарная компания. Именно. Очень интересная компания. Питупи. 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 В parle 과era обычное компаниях. Питупи. Да мне на самом деле нет. И, конечно же, полбогляд. И обзыви. И все реально reacted Prim. Питупи, то напишем им все. В этоinformе метрики. Они у нас самых выгодных торгов. Мы берем количественных клиентов. И я обожаю их. Я обожаю их контент. Но я просто не могу. Я думаю, что вы можете здесь сянуть. Представьте, что говорим на это. У них есть как Катофей Борисович. Катофей Борисович – это проводник. Он ездит по стороне и пишет свои ощущения и впечатления. Основная задача Катофея Борисовича – продавать внешнюю скидку. Скидку он дает в очень нехоменные скидки. Мяу-917. Представляете, сколько скидок у вас ждал? Они боишься, что вы знаете. Поехали на Украину. Они запускают орбитальный ЖД-состав. ЖД-состав орбитальной Луны или Венера. Соответственно, это, конечно, 1 апреля. Дают классную скидку. Поиски для встречателей. А еще мне очень нравится их скидки. Молодцы. Как прошли майские? Выбрались ли вы куда-то или традиционно на картоху? Если на картоху, давайте-ка вам скидку. Смотрите, какая скидка. Жуки 815. Так. Но я, наверное, когда есть контент, хороший контент, робот великолепен. Но если без контента, конечно, то робот упасит. Это классный контент. Окей. А вот это уже веселее. Это получается динамический смен. Что это значит? У них очень классно рассчитывается. Люди подписываются с книг, чтобы получить там скидку или получить какой-то, ну, по билетам оформить. Они подписываются совершенно разных источников. Это и его пап, да, соответственно, и сам сайт. Вот. И реклама в соцсетях. И реклама просто полномочная. Но робот прекрасно считывает. Откуда же человек подписался. Он, думаю, это все пусть очень проверяет. И начинает посылать цепочку писем. И дальше разогревающие полезные советы и вещи. В зависимости от слушаний. Тема очень интересная. И смотрите. Что я еще видела. Я видел очень подобный сценарий. Там абсолютно похожи на кейсы. И там было потрясающе. Там была эреа маркетинга. И еще проявление, что динамический смен. Робот смотрелся, из какого города подписано. И, сходя из этого города, начинал высылать локализованную под этот город цепочку. Окей. Значит, вот это вот такие писемки. Смотрите. Вот. Их полезные советы. И слегка переда сразу. Ага. Вот. Потом справочные. Все остальное. То есть они первое письмо сделали. Это не просто зайдем. А теперь что происходит. Водовое открытие первого письма 67%. Вы видите. Одно и то. Практически всего будет тоже. 65, 75. 70%. 70%. Вот что делается. Что происходит. Переходы. Внимание. 49%. 41. 50%. Объем рассылок более 70 тысяч. Вы доработали. Посетительно крупные. А теперь это я обожаю. Я просто обожаю. Я просто обожаю. Потому что на самом деле в роботе можно делать с ускоренки дом. То есть присваивать им баллы в отличие, в зависимости от их действий. Ну. Я говорю. Что еще робот делает. Если человек совершенно ненужное нам действие. Например. Не открывает письмо. Естественно. Мы засылаем ему письмо. Робот засылает. Другой немножко темы. Да. Чтобы он открыт. То есть робот постоянно перебирает его. Возвращает нам в кисть. А что будет если человек не будет открывать. Ведь будет же накапливаться. Особенно если это другая база. Будет накапливаться. Вы знаете. Ну. Здесь за каждое не открытие присваивается один балл. Не открытие. Можно делать на самом деле и программу лояльности. За каждое открытие присваивается один балл. Выпускать более лояльнее каких-то положений. Но здесь наоборот. И когда достигает по-моему 15 не открытий. И эти компании автоматически обращаются роботом в минуту. В список не активный. Потом они активируются. Например, письмо. Вот. Если человек письма не открывает все. База, в которой можно избавиться. А если человек открывает это письмо. Да, последнее. Например. Ну там есть кучка. Сбрасываются все баллы. Снова обращается на балл. Все делает робот. Это неверный вот иммуном актив. Или человек, я имею в виду, человек, который занимается иммуном активном. Или вообще не своим активным. Это незадача человека. Незадача. Ну вот. Я думаю, я вам все в базы на реке сказала. А теперь результат. Вот смотрите, что. Самое интересное. Что на качество? Первое. А не количество. 2017. 125 тысяч подписчиков. Уникальные открытия. Уникальные открытия. Уникальные открытия. Это же такое горе для многих. У нас база меньше того, что теперь. Вот она автоматическая открытия. Уникальные открытия. 26,5% плюс 50. Уникальные открытия. Уникальные открытия. Уникальные открытия. Вот там ключ. Автоматизация работы. Конечно, настоящая маленькая. Как и я, да. Только я вас строила. Увидела автоматизацию. Увидела чуть-чуть. Сергей подтверждает. Я очень благодарна всем. Своими руками. Автопост. Есть очень интересная компания. Знаете, на ранее администраторе мероприятие. Мы очень нечем. Это автоиндустрия. Для глав автоиндустрии. И там девушка тоже пришла, она послушала, она носила, глаза сгорелись, она решила все сделать сама. Плюс 429% рост продаж сайта. За счет... Девушка с нуля, правильно? Она просто ей понравилась, она просто сгорелись в глазах, она стала такая, какая у них ссылка, если бы вы знали. 5 пищевых подарков. А теперь не хочешь случайно посмотреть, какие мы делаем конкуренции. Вы просто такие подарки. Представляете, как мозг уже там заглушен. Конечно, я уже люблю вас. Вот, таким образом, друзья, у нас для вас подарки на соседине. Значит, первый подарок я тоже радостно консультирую вас по автоматизации сделаю молодец, да, какой-то быстрый. Если вы можете онлайн автоматизации, онлайн консультации, но вы вдруг подойдете и расскажете. И не только. У нас старый доступ к видеокурсу по автоматизации. По автоматизации закрытый видеокурс. Вот. И мы его даем только тех, кто действительно хотят изучать, принимать наши работы. То есть, видеокурс онлайн и онлайн консультация, и просто консультация сейчас на сцене. Вот. Вот. Нас зовут этот экспонс. Пятая патронка в мире по автоматизации. Спасибо. Юля, спасибо. И небольшой конкурс тогда. Давайте. Вы задаете вопросы. И за лучший вопрос мы подарим такой замечательный термос компании МТТ. Их стенд рядом с гидреспонсом. Ну, а победитель выберет, конечно, Юля. Вопросы? Так. Вопрос по контенту в презентации. У вас можно узнать подробности про два сегментирующих письма? Какая-то у вас механика? Вопрос две кнопочки или как вы делили аудиторию? Не мы. Это делали наши популярные флориды. Но вопрос очень хороший. 6 ноября у нас будет власть на Тренце. И там будет. Там будет, господи, золотки, литона, флорида. Герой всего этого. Контенщин. Поэтому если вы подойдете, потом я вам в ссылку выышу, если вы реально не куда-то сейчас поговорить. Там метабланзовый флоридов будет, аликинс будет. Я вам дам, а вы напрямую спросите. Так скажите, Юля сказала об этом слова. Спасибо большое. Еще вопросы? Можно дать вопрос? Эта рассылка, которая занимается только тем, кто отдал согласие. на рассылку, либо мы можем брать какие-то базы, которые... Я вам подскажу веселее. Давайте вот я... Опять, у меня нет, тут база. Смотрите, если вы идете с партнерами вместе на что-то, то они могут сделать правильный анонс ваш или баз, и рекомендацию по своим базам. Вы соберете потом где-то лыдинги или где-то этих клиентов и начнете соответственно им писать. То есть в этом случае вот так можно быстро и честно набрать базу от рекомендаций, правда. Вот, вы знаете, вот жалко, не могу все вам показать. У меня столько прекрасных кейсов. Мы делаем онлайн-конференции. Мы делаем где-то раз в 3 месяца, раз в 4. У нас там есть боевая кухня. Сервисы, платформы и таких заварных спикеров, которые вот эти вот рассказывают самые интересные вещи. Люди к нам приходят, вот каждый делает у нас по своим базам. Мы делаем рекламу где-то так, что-то еще. И нам тысячи людей регистрировать. А потом эта база раздается каждому. И люди, регистрируясь на вебинар, дают автоматически, правильно? Значит, ты не загистрироваешься на такой лазерный тренд, которые они дают, они практически отдают созморательное разрешение на использование их, соответственно, контактов. Вот это мы будем покупать. Добавить ценный контент, это будет гораздо лучше. Люди вас будут любить, люди будут приходить к вам сами. А вот все остальное нельзя. Скажи, пожалуйста, а контент кто пишет? А контент кто пишет? Контент кто пишет? По-разному. По-разному. Все зависит. Буквали напишут сами, а не контентчик. Это нет. Их Регина наняла, и они, соответственно, вот пишут. До сих пор могут там исчезать информацию. Мне очень нравится, как пишут иногда компании. Потому что, когда вы берете какую-то финансы, очень часто, особенно специфическая индустрия, боль. Маркетолога или владелец, зависит от того, кто менеджер на тех, кто боет, отдает редактору, и тот человек приходит все это в порядок. А вот редактор может сам просто выложить текст, который потом будет подректован. То есть редактор не забирает, но нужно сильно на него разбираться. Вот этот вариант хорошен. И на самом деле, третий вариант, если у вас еще, который любит писать. Любит писать в компании, которая ему это интересно. Вот я пишу все сама. В публикациях, он тебя самостоятельно. Я люблю то, что я делаю, любит то, что я разбираюсь. Если вы видите такого человека, у вас будет потрясающая пыльчика. А минимально какая база, с которой вы работаете по объему? Потому что, ну, про большую цифровую фону, чем больше, чем лучше. Для люба. Имеет смысл для народа-дозаводить. А так, где он не покупается? Ну, смотрите, у меня, ну, есть два примера стартапа, все на места. Лена Тихо делала Aroma Venue. У них вообще, там, где-то, если у них было, там, тысяча или меньше базы, вот. Это такие, ну, микроматные бизнесы. Что они сделали? Они делают автоматизацию, то есть ключевые цепочки. Брошенные, да, они намерены. В этом цепочке реактивно. Ну, это возможно, потом, кстати, делают продающие цепочки. Они это раз налаживают, может быть, максимум 2 недели, 3 тестируют, и все. Стартак, что мы старт два года не прикасался к цепочке, которую вот сделала ему, в частности, Лена Антипова, наш партнер-эксперт. Два года не прикасался. И после этого, что? 46% у них из всех в продаже принялось. Критизировано, и за полгода рост моего канала с 0 до 25%. Значит, я контент-то не менял, не обновлял? По велкам? Да. Это можно вполне. Это удивительно, но можно. Вот брошенные корзины, да. То есть там вот у нас просто для e-commerce есть решение. Затягиваются, да, автоматически робот подставляет ваши товары в корзине. То есть это можно. Вы цепочку делаете, а робот уже сам там все. Да. Какие франшизы? Да. То есть после приходила лендинг, где предварительный клиент оставлял свой e-mail и спрашивался на вас, да? И для помешения, скажем так, желания к ничьему продукту приходило автоматическое сообщение о том, что сейчас запал и ваше сообщение проводит еще и другое. Нет, ну не так жестоко, конечно. Не так жестоко, конечно. А большое спасибо, что интересно. Ну, что у нас запал, это, конечно... Ну, не, ну, можно истолить. Знаете, вот уступал там, да, ребята, там, строго. Я думаю, там, да, наверное, может быть еще и кто-то писать. Но здесь все, нет, я не понятно, что лендинг. Про что, например, будет из этих технологий расскажено? И первый спикер у нас Татьяна Матвеева. Это у нас замена Зинаины Белецкой, которая, к сожалению, не смогла участник. Она у нас будет в декабре на этот и без сайта выступать. А сейчас у нас Татьяна Матвеева, компания Postmedia Russia, будет выступать с темой... Извините, забыл. Инстарк от части глобальной маркетинговой стратегии Татьяна Матвеева и представляют тоже модераторы секции, которых, в принципе, можно поставить цех. Здравствуйте, я коротко представлюсь, просто чтобы вы знали, почему я здесь стою, почему я беру микрофон. Меня зовут Дарья Кривошеева. Я представляю агентство STEM на сегодняшнем мероприятии, модерирую секцию, посвященную офлайн-маркетингу, инструментам офлайн-маркетинга. Татьяна, прошу вас, спасибо большое за выступление. Хорошо. Добрый день, коллеги. Понять заходил микрофон. Кажется, работает. Меня зовут Татьяна Мамая. Я очень рада вас встретиться, очень рада принимать участие в данном мероприятии и возможно вам создать более актуальные тенденции в инстарклассе, в инстарклассе, которые мы реализовали за последнее время на наших клиентах. Давайте я вас кратко познакомлю с нашей структурой. Я сегодня рада представлять преувеличение мирового лидера инстаркласса, который в каждой стран своей лаборатории способен не только наладить силы с крупнейшими ритейллером, но и с FG-компаниями. Прямо при том, что мы показываем стабильно выступить результат, помогаем каждому из участников переговорного процесса из-за того, что сегодняшняя тенденция, я порадуюсь, что федеральная тенденция на сегодняшний день уже полновесной, полной площадкой и не только для группных федеральных настройщиков и между производителями FG-компаниями, но и для локальных проработок, для которых кучу-коизвлечения имеют продвижение на своем домашнем уровне. Причем при этом, поскольку в данных переговорах присутствует достаточно большое количество участников и основные, конечно же, игроки – это сеть и мастерщик, которые сейчас буквально параллельны друг к другу цели и задачи местами. Но при этом при всем мы действительно гордимся тем, что мы имеем возможность подружить эти две параллельные прямые и сделать так, чтобы бизнес-стратегии и поставщиков, и ритейлеров встретились, нужно и быть. Вторая важная тенденция – это тот факт, что на сегодняшний день в маркет-академии занимает очень хорошие традиции, поскольку этот инструмент – это некое завершающее звено для тех поставщиков, которые для себя выберут стратегию продвижения товаров, которые могут быть самым разным случаем. Конечно же, самый основной, самый понятный кейс – это когда уходит новинка, происходит ребрендинг или еще какое-то значимое событие в жизни поставщика. Следующий кейс – это если нужно стимулировать просто товар в этот сезон. Это, скажем так, тому собой разумеющийся, но любой поставщик заинтересован еще большим спросом на свой товар. При этом всем нам нужно еще стимулировать потребление тех длинных категорий и типичные сезоны. О чем здесь речь? Это если, например, у производителей кондитерских изделий стоит задача стимулировать потребление своей продукции в плене и типичных сезонов. Второе, например, это производительные напитки. Когда наше скородечное лето в очередной раз заканчивается, конечно же, нужно тоже уделить внимание тому, чтобы продвижение. Так. Теперь, собственно, самый наш любимый кейс. самый наш любимый путь. Это когда поставщик задумал действительно что-то, такое вау, запоминающееся, когда зависело несколько каналов коммуникации. И, как я уже говорила, из-за многих из них завершающим звеном, очень важным. И я могу сказать, что это фактически гарант того, что совершенно точно окупятся вложения на все другие каналы коммуникации. Мы любим, мы делаем это в моей презентации, собственно, все каналы продвижения. Это наши поставщики и, собственно говоря, для компании «Балтика». Курой, собственно, все мы знаем, основной бизнес для них – пивной. Этим летом, собственно, сейчас тенденция на различный ЗОЖ, печенье, все мы это знали. И исключением не становится и алкогольной репанией, что очень отрагано. Сейчас «Балтика» выпустила этим летом новый продукт. Это «Лимонат», «Балтика» и «Балтика». Собственно говоря, наш канал стал очень важным инструментом для данного клиента. И я очень рекомендую посмотреть их, скажем так, стратегию продвижения с помощью различных статей и совместных сапишек. И следующий кейс. Это мой любимый, лично мне очень близкий. На самом деле, я очень рада, что рынок товаров для домашних питомцев, он не стоит на месте или имеет возможность достучаться до абсолютно разных возрастных категорий. В данном случае ранжирование уже идет не просто по, скажем так, телефонным или на ответ, по которым мы рассчитываем в долевую. В данном случае речь идет о том, что до разных каких-то возрастных групп можно встречаться. То есть в данном случае мы видим и возможность коммуникации с птицами, например, в школах возраста, когда дети учатся возгласно на домашних животных, зачем собственно вообще домашние животные нужны, как можно им помогать, которые имеют хозяев, как подготовиться к появлению питомцев в семье. И один из тоже классных совершенно инструментов, понятное дело, что люди, которые владеют животными, как правило, это люди с достаточно высоким доходом, их минимум от сведения начинают традиционно. И бренд Гурме сделал очень классный интегратор, на мой взгляд. Это подклад, что голосом боятельного кота, который предпочитает бренд Гурме, заговорил сейчас, я быть навигатор, можем проверить. Наверняка многие из вас являются активными пользователями этой программы. Ну и собственно говоря, не могу конечно обойти стороной тупо держат, которые мы обоставили клиентов, в данном случае. Мы буквально сопроводили покупателя на воду на Волгере, и я уверен, что совершенно очень удобно, люди, которые в этот период ходили в магазины, не остались в воду. Это очень отранно. Я думаю, что мы сможем заинтересованными, какими-то в срединном порядке, но собственно, какие тренды, которые мы видим на раку в ЧВ, на следующий год, не отражены. Мы, собственно говоря, на десерт, мы подразумевали в чрезвычайных рейсах, чтобы вы могли вспомнить. Наверняка профессионалы своего дела не могли не заметить из технологий по членам коммуникации, посылы нас буквально для специально-моражных шагов, приуроченные посылы приуроченные к продуктам, а любые другие люди, сейчас расскажу, подробнее. Собственно, на данном году, конечно, я согласил со своей версией, которая очень провокационно много использовалась в своей коммуникационной стратегии, но я считаю, что это прям для молочного рынка. Собственно, потребление пива сейчас, как мы уже отметили с вами, в созданности, и подтверждение моих слов, коммуникация для коррекции, для кухни. Ну и, собственно, очень такой эмоциональный, традиционный для команды Перера Крейс, когда в привязке к 14 февраля компания избрала достижения, продвижения, напомнить людям о тех глаголах, которые характеризуют просто по-любовь. Мы считаем, что очень заметная получилась компания, и конечно же, Эйкор уже был задействован. Спасибо большое, Татьяна. Уважаемые коллеги, вопросы? Хорошо, речь шла в основном об FMCG. Есть представители FMCG в общей компании? Нет. Хорошо. Ну, я думаю, что кейсы зря не были рассказаны и что-то для себя обчеркнули. Спасибо большое. Да. Ну, раз уж мы разговариваем об оффлайн-инструментах, небольшой технический момент. В прошлой секции, перед началом прошлой секции, вам были на кресло разложены анкеты. Большая просьба. Заполненные анкеты на стоечку регистрации. Мы вам будем очень благодарны. Да, если у кого-то еще остались. И небольшое изменение в программе. Мы попросим Ирэн Шкаровскую в следующую выступить. К сожалению, Антон немного задерживается. Ирэн Шкаровская как раз расскажет нам про эффективный ивент мероприятия. Ирэн – начальник управления стратегическими коммуникациями Комкредитбанк. Правильно? Прошу вас. Давайте поприветствуем. Здравствуйте. Я Ирэн Шкаровская. Я работаю в пиаре. В пиаре я работаю в 2001 года. За это время в трех работодателях. Ренессанс страхования, Юникредитбанк и сейчас Комкредитбанк. Соответственно, финансовый рынок, вы можете догадаться. И у нас сегодня речь идет об ивентах, об оффлайн-евентах. Я вот поэтому в таком крафтовом формате, с бумажечкой, с тезисами. И для начала я хочу сказать пару слов о том, куда мы собственно в пиаре движемся, где наши будущие, какие у нас тренды. Вот чтобы про это узнать, можно почитать атлас новых профессий, который сделал агент стратегических инициатив со сколкового в интернете. Интересно очень. И вот доклад о будущем коммуникации, который сделали Рассо при поддержке различных организаций, высшей школы экономики в частности. Вот почитав все это, там кстати, вы знаете, какие профессии будут в пиаре в будущем? Будут такие профессии – дизайнер эмоций и продюсер смыслового поля. Соответственно, даже из этих названий легко понять, что коммуникации движутся к индивидуальности. То есть будет создаваться под вас индивидуальная информационная картина мира и соответственно будут люди, которые будут помогать вам это делать, если самому человеку будет себе ее создать сложно либо не будет на это время. и еще нас ожидает, точнее не то, что ожидает, а эти тренды, они уже начались, мы уже живем в их начале, просто они будут продолжаться и развиваться. Вот наш прекрасный онлайн, в котором мы все живем и проводим вообще большую часть времени. в принципе, это такой инструмент масс-маркетера. То есть это инструмент массовой информации, массовой коммуникации. и, конечно, такой как бы не то чтобы VIP, не то чтобы элитарный, но профессиональный такой контент, он уходит в оффлайн. Например, мы с вами здесь сейчас сидим оффлайн, разговариваем. Естественно, мы могли бы, в принципе, почитать все в интернете. Но, честно говоря, этот формат, у него есть свои плюсы и минусы. И этим надо уметь хорошо пользоваться. И то же самое big data против крафтовости. То есть, естественно, индивидуальное инфополе, оно будет формироваться при помощи big data. У нас в банках это сейчас очень хорошее, важное очень направление, активно развивающееся. Но понятно, что в рамках того, когда мы все являемся частью большой big data, крафтовость становится все более и более ценной. И именно там будут идти в первую очередь продажи в сегментах VIP, естественно. Понятно, что эмоции, storytelling – это уже такой развивающийся тренд. Уже, я бы даже сказала, он отходящий. Потому что сейчас, конечно, мы с вами продолжаем жить в рамках экономики впечатлений. Я, например, сейчас увлекаюсь в последнее время современным искусством. Хожу, активно учусь и посещаю различные мероприятия. У нас сейчас музейный бунт в России происходит. Посещаемость музея в прошлом году выросла на огромные проценты и растет каждый год. То есть люди, да, предпочитают вкладываться в эмоции, впечатления, в образование. Но это понятно, потому что у нас сложности, в частности, с финансовыми инструментами долгосрочными. И непонятно еще, как в правильных инвестировать. Потому что люди предпочитают играть здесь и сейчас часто. Но этот тренд, он, конечно, еще какое-то время продлится. Мы сейчас в его активной фазе находимся. Но у него он тоже не безграничен. То же самое касается стори-теллинга. И, конечно, личный контакт с аудиторией во всей этой огромной онлайн-бигдата-машине все больше и больше приобретает значение и ценность. И несмотря на то, что скорость потребления информации и ее создания все растет и растет. Но дело в том, что движемся мы к тому, что эффективными будут те компании, которые, собственно, затрагивают проблемы, которые волнуют общество. То есть понятно, что постепенно мы будем сдвигаться к тому, что мы будем потреблять товары тех компаний, которые ответственно себя ведут и которым мы, как общество, выдали такую как бы лицензию на их деятельность. И, собственно, рублем проголосовали эту агенцию и им выдали. Остальные компании, ну, потихонечку будут сходить с рынка, несмотря на весь свой прекрасный онлайн. Ну и еще мы, конечно, движемся к тому, что мы живем на стыке дисциплин. И это будет, и сейчас уже тренд, и он будет все больше и больше. То есть очень интересно, что успешными будут те вообще люди, которые умеют одновременно творить. То есть они творческие люди и одновременно технологи. То есть это, конечно, очень сложно, таких вообще мало, но вот за ними будущее. И теперь, возвращаясь к нашей теме, к ивентам, к оффлайн- ивентам, ну, понятно, что если вы сейчас проанализируете в голове эти тренды, то большинство из них, они укладываются в концепцию оффлайн- ивентам. И поэтому они никуда не денутся, они продолжаются. Мы с вами сейчас находимся на одном из таких ивентов. И они по-прежнему являются актуальным средством взаимодействия с самыми разными целевыми группами, аудиториями. Я, кстати, так сейчас вспоминаю, вот за все это время, ну, понятно, что я делала там десятки ивентов очень разных для совершенно разных стейкболдеров. Они могли начинаться от двух человек, если это какая-то встреча вверх акты, это мог быть, там, корпоратив на три тысячи человек. Ну, в принципе, суть всегда одна. Зачем вообще ивент, тем более в эпоху диджитал? Ну, понятно, что он затем, кстати, вчера была газета «Ведомость» и отмечала свое 20-летие в музее «Гараж». И вот был флайн-эвент очень, кстати, дорогой. Там дорого снят в музее «Гараж». Вообще там было классно, красиво. И вот как они посчитают? Вот сейчас я каждый раз рассказываю, естественно, там про ивенты, естественно, меня каждый раз просят, а как вы посчитаете эффективность? Вот представьте, газета «Ведомость» пригласила всех там вообще, не знаю, людей, с кем они взаимодействуют в музей «Гараж». А вот как они посчитают свою эффективность? Что они там продали во время этого ивента? Да ничего. А зачем они тогда его сделали? Что вообще? Зазря деньги протратили и делают так каждый год, и все так делают? Ну, наверное, нет. То есть понятно, что на таких ивентах мы с вами получаем возможность физического контакта с брендом. Вот представьте разницу, что вы, например, там своему другу, вы ему в WhatsApp написали, там поздравили его с днем рождения, либо вы дома вообще печете торт, готовите еду, накрываете стол, там не знаю, пригласили его, поговорили по душам вообще, посидели. Вот представьте теперь разницу того эмоционального взаимодействия, которое у вас произошло. То же самое можно отнести к онлайну и офлайн-ивенту. Понятно, что цель его – это эмоции, и забота, и запоминание, которое, конечно, просто в разы сильнее. Вообще, выход на уровень физических ощущений, потому что на ивенте вы даете возможность пощупать, почувствовать себя, как бренд, человеку вживую, даже иногда на тактильном, вкусовом уровне, вообще на очень разных уровнях взаимодействия. И понятно, что глубина такого взаимодействия абсолютно другая. И может ли современное мероприятие быть чисто оффлайновым? Ну, естественно, я не знаю, конечно, может быть, какие-то друзья встретились и оттуда даже ничего не запостили, но сейчас это редко. Значит, в принципе, можно сказать, что нет, не может быть. Сейчас любой ивент, он одновременно и оффлайновый, и онлайновый. Я вообще, в принципе, не понимаю, как еще… Я вообще сейчас не понимаю, как еще может до сих пор обсуждаться тема разделения как бы диджитал и не диджитал? Сейчас вообще нет такого разделения, сейчас все одновременно. Вот, например, организовываете вы какой-то ивент. Ну, понятно, что сначала у вас будет онлайн-приглашение. Самый там разный. Вы лендинг создадите, будьте email-рассылки, там в соцсети авторах, таргет там. Кстати, вот читала интересный кейс, по-моему, на VC. Вот одно агентство, они проводили мастер-класс спикера. И даже помимо всего вот этого, всех блогеров, рассылок, таргетов и всего прочего, на мастер-классе применили, собственно, рекламу в Яндексе, потому что, собственно, по поисковому запросу на этого спикера, той же, который люди просто его искали там почитать, что он делает, естественно, если они понимали, что у него скоро мастер-класс, это им дало хороший прирост. Нам, понятно, надо считать, что будет лучше работать. Ну, в общем, понятно, что когда вы организовываете ивент, вы задействуете все инструменты, чтобы туда народ собрать. Потом с самого ивента у вас оттуда будет и онлайн-трансляция, и оттуда будет там сториз у блогеров, и все пользователи будут оттуда постить, у вас будут хэштеги. То есть у вас и оттуда пойдет большой онлайн-контент, и после ивента у вас еще огромный целый онлайн-блог, вы будете, соответственно, там хэштеги будут отписываться, вы будете слать заключительные рассылки во всех своих группах мероприятий, вы будете делать посты. В общем, это абсолютно такая огромная 3D-модель, конгломерат, где вы будете использовать все. Теперь такой еще интересный момент. На ивенте очень классно всегда работает, если у вас есть зона такого физического, эмоционального интерактива, взаимодействия, тактильного. Вот, например, мне понравился такой кейс, телекомпания HBO, когда она проводила презентацию документального фильма о Сирене Вильямса, теннисистке, то, ну, помимо того, что у них там все было как положено, там Дидж Толстен со всей историей ее деятельности, там всего-всего, был огромный бассейн такой, наполненный теннисными мячами, куда можно было нырнуть прямо с головой и как-то вот ощутить себя в этой, вообще в этом теннисе, и, в общем, нырнусь в тыль. Вот, и такие, да, всегда штуки хорошо работают. Вот, сейчас попозже про еще ивент расскажу, ну, пример буду приводить и расскажу еще про это. Еще вот хотелось бы сказать, что, естественно, когда это какой-то большой ивент, ну, обычно это бывает какой-нибудь фестиваль, когда компания уже доходит до того, что она даже в состоянии сделать ивент типа фестиваля, ну, это уже, конечно, вообще, в принципе, построение бренда. Понятно, что все там помнят Alpha Future People. Вот недавно я узнала в этом году вот Delivery Club. Они делали свой фестиваль. Он проходил в августе. И как он назывался? Я посмотрю. Так, собственно, и назывался Delivery Fest. Ну, то есть прикольно, что фирма доставки еды сделала фестиваль там еды и музыки. Там еще было свое приложение, в котором можно было заказать еду прямо на фестиваль. И были у них экскурсии по истории митковских ресторанов. Ну, в общем, понятно, что это уже классный бренд строительства, ивент бренд строительства. Ну, понятно, что если у вас денег на фестиваль нет, а у большинства их нет, то даже другой, более маленький ивент, как и клиентские, клиентское мероприятие или презентация продукта, она все равно будет классно работать. Вот у нас в нашем банке такие проходят часто, периодически. Вот, например, завтра даже не дали, как завтра. У нас будет такой ивент, посвященный нашей карте «Зеленая польза». У нас есть такая карта, по которой повышенный кэшбэк у зеленых партнеров. И там, причем, еще хорошо для ивента то, что сейчас эта карта не так давно создана, и там большинство таких вот именно локальных партнеров, они московские. То есть там есть федеральные бренды, типа iHerb, Виши, ну это понятно. А есть московские рестораны, магазины, здоровое питание, веганские, студии, йоги там. И поэтому в Москве такой ивент проводить вообще хорошо. И на такие ивенты мы собираем, как и наших уже действующих клиентов, которых мы можем посмотреть по всем транзакциям и по всему, насколько они релевантны этой ЦА. Так мы и собираем потенциальных клиентов, то есть просто тех людей, которые интересуются этой темой, в данном случае экологией, здоровым образом жизни, экологичным образом жизни. И точно так же по всем каналам их собираем, как я и описывала раньше. На этом ивенте мы обычно приглашаем кого-то интересного тринера. В данном случае это будет Николай Дроздов, который, как я тут прочитала, даже вообще обалдел, он более сорока лет вел передачу «В мире животных». Вот. А он такой вот классный, с ним встречался, он, конечно, уже в такой возрасте, но у него просто куча всяких историй и вообще всяких классных уроков жизненных, которых можно послушать. Ну и вот, соответственно, бывает лекция, вопросы-ответы, короткая презентация продукта и что-нибудь такое эмоциональное. Вот будут огромные такие буквы «Go Greens», которые можно будет фотографироваться и разрисовывать такое огромное картонное дерево, где каждый сможет написать свой эко-посыл. Ну и соответственно, все-таки, возвращаясь к оценке эффективности, понятно, что когда вы оцениваете мероприятие, у вас тогда не будет один критерий. У вас будет очень много критериев, вы будете мерить и оценивать все, что только можно. Значит, первый у вас будет такой лэзи-маркетинг коэффишент как охват. Вы померяете всех блогеров, все вообще посты, всю рекламу, все рассылки, все, что вы давали. И померяете, сколько людей вы охватили своей коммуникацией. Понятно, что на ивенте у вас есть преимущество, потому что вы не продаете впрямую. Вы там приглашаете на лекцию, условно говоря, которая посвящена тому той или иной теме, и ваш продукт вплетается туда косвенно. Естественно, людям это больше нравится. Мы вот всегда еще… Когда такой вот небольшой локальный ивент, как вот сейчас будет… То есть у нас там, в принципе, было порядка 20 блогеров, с которыми мы взаимодействовали, размещали анонсы, и я лично посмотрела все комментарии, которые там у них шли. И я смотрю их тональность, то есть меня меньше интересует их количество, меня интересует их тональность. Конечно, в этом случае тональность гораздо более позитивная, чем в целом, когда идет какая-либо коммуникация о банке, потому что понятно, что о банке, тем более, как хом-кредит, там всегда куча всяких проблем, а здесь, понятно, людям классно, вот будет лекция бесплатная, экология, все здорово. Вот. И вы, естественно, там померяете, сколько вам пришло людей. Если там будет у вас возможность что-то продавать, вы, понятно, померяете, сколько вы продали. Померяете количество, сколько было зарегистрированных, сколько пришло. Посмотрите, проведете какое-нибудь анкетирование или во время, или до, то и после уж точно проведете. Спросите, чего понравилось, чего не понравилось. Ну и вообще сейчас онлайн открывает, понятно, можно померить e-mail рассылки, сколько открыли, не открыли. Посчитаете все стоимость контактов, там всего-всего. Но понятно, что для ивента это все равно все будет неким костным доказателем. здесь большую самую роль играют вот эти отзывы, их тональность, вот эта эмоция, которую вы можете, в принципе, узнать и померить только экспертным путем. И поэтому вы просто будете это понимать. вы всегда понимаете, успешный ваш вен или нет. И для этого даже не надо ничего освободить. Ну, собственно, все. Если есть вопросы, я на нем готова. У меня был вопрос такой. Бывают же ивенты, которые, допустим, банк делает для каких-то клиентов закрытые. Когда вы сказали, что ивенты связаны обычно с оффлайном, бывают такие закрытые ивенты, да? Вы тоже такие проводите? Да, конечно, бывает. Но именно в хом-кредите у нас таких почти не бывает, потому что это банк побольше такой на массовую аудиторию. Когда я была в Unicredit, конечно, у нас такое было. И бывают такие ивенты, которые вообще закрыты, у них нет онлайна. То есть туда приглашаются персональные люди. Такие ивенты вообще нет в интернете. Либо если они там есть, то это безымянная анкета. Соответственно, оттуда никто ничего не постит. И вообще никто не знает, что они собрались. Да, такие ивенты, естественно, тоже было. А как вы видите его эффективность? Это вообще только отношения, чистые отношения. То есть там вообще нет каких KPI, чтобы после такого ивента что-то кому-то впарить, загнать или продать. То есть это гораздо более долгосрочная история. Спасибо. Спасибо большое, Ирэн. Все, видимо, вопросов больше нет. Спасибо. Да, действительно, очень непростая тема измерить эффективность ивента. И следующий наш спикер, конечно, конечно, да, да, да. Антон Верт, генеральный директор компании Вертком. Все хорошо, да. Сыть мы уже. Представит другой, не менее интересный инструмент, который также сложно оценить, но очень важный для нас. Это сувенирная продукция. Просто чудесная. Всеми любимая сувенирная продукция. Трогательный маркетинг. Пожалуйста. Меня слышно там, да? Отлично. Что я слышал, что тут тяжело работать с микрофоном. В общем, всем привет. Меня зовут Антон Верт. Я 12 с половиной лет занимаюсь подарками. Сувенир, к слову, оно уже так всех бесит, как будто магнитики, вот эта прочая фигня. На самом деле сейчас популярна в корпоративном мире. Слово мерч и мерч. Я буду об этом говорить, но забегая вперед, могу сказать, что время дешевого мусора, на который тратятся корпорации, прошло. Сейчас все вкладывают в какие-то долгосрочные вещи, которые можно долго носить, долго использовать. Но об этом чуть-чуть попозже. Собственно, о нас мы 12 с половиной лет делаем сувенирную продукцию, подарочную продукцию для корпоративного мира. В основном это высокие технологии, это IT, это банки, все что угодно. В общем, это о нас. Вот наши прекрасные клиенты. Озон, мы начали работать с их мультфильмом. Вы не представляете, какие они классные. Вроде бы они уже давно должны были загнуться, потому что ничего не делают. А у них новый виток развития через мерч, через продажи, через популяризацию старых мультиков. И они просто вдохнулись жизнью через какие-то подарки. И мы к этому причастны, чему я очень рад. Так что наши бренды советские возвращаются. В общем, мой основной посыл в том, что сувенирная продукция не поддается таким количественным измерениям, допустим, как рассылка. опенрейт и прочая штука. Продукция корпоративная, которую мы дарим нашим партнерам, друзьям, коллегам и клиентам – это элемент эмоционального маркетинга, который оценить достаточно сложно. Поэтому первое, на что нужно обращать внимание – это на то, насколько подарок пришелся по душе человеку, насколько он им будет пользоваться в дальнейшем. Это самый главный такой посыл, который я сбегаю вперед и рассказываю. Поэтому мы не делаем сувенирную продукцию, мы дарим эмоции. Когда мы что-то дарим, мы дарим эмоцию, мы не дарим вещь, мы дарим эмоцию. Это, наверное, главное. В принципе, можно закончить. Смотрите, здесь у меня написано причины, почему… На самом деле мы делаем мероприятие, про ивенты чуть-чуть скажу. У нас, допустим, из 100 человек, которые говорят, что придут по телефону, приходят от 30 до 35 процентов. Это нормально, да, один к трем? Это окей, да? Хороший опенрейт. Наше последнее мероприятие было, когда мы делали тренинг для клиентов, мы приглашали тренера, который придумывал вместе с клиентом, она им дарила технологию разработки идей подарка. Любого. От простого, типа подарить другу, до корпоративного. И вот это как раз то, что клиенты написали в анкетках своих. Я не знаю, видно ли, не видно, но надеюсь, мы сфотографируем, и потом на видео будет видно. Суть в том, что это самое долгосрочное вложение, это самое долгосрочное вложение среди рекламных каналов. Если мы смотрим рекламу, когда едем на машине, мы смотрим одну-три секунды. Если пробка, конечно, побольше, но она задалбывает. Поэтому баннерная реклама имеет свойство как бы быстро, эффект шор, то есть ты его уже не видишь. Если мы говорим о стоимости клика, то это, наверное, доля секунды, нашел, кликнул, все, реклама выскочила, забыл. С подарком на самом деле и проще, и сложнее. Он, если хороший, остается с человеком от одного месяца до десяти месяцев. Статистику покажу. Это Акар, это исследование официальное, и я прям с гордостью и честью рассказываю вам о том, что мы находимся на… на пятом, да? Нет, на четвертом. Так, сначала у нас идет интернет, потом телевидение, потом наружка. И да, мы на четвертом месте. Мы обогнали и прессу, рекламу в прессе, мы обогнали и прессу, рекламу в прессе и рекламу на радио. Вот так. Казалось бы, да? Как бы значочки. А на самом деле нет. Индустрия взрослая достаточно много, что делается и в оборотах тоже. Кстати, просто вопрос. Как думаете, в Америке сколько оборотов, если у нас 22 миллиарда? В раз в 10 больше. 24 миллиарда долларов. Официальная статистика 2018 года. И знаете, как мы на конференциях говорим? Зато у них типа 0,5% роста, а у нас 15. Можно вот так это обыгрывать. Вот. Это стоимость контакта, это просто к тому, что, допустим, стоимость одного клика может стоить 2000 рублей, 1000 рублей. Допустим, флешки с логотипом стоят от 600-700 рублей до 2500 рублей, просто чтобы попасть в топчик. А здесь стоимость контакта, она вот, это кружка, ручка, зонтик, был, господи, календарик вечный, ненавижу календарики. Вот. И тоже, знаете, как вот стандартно компании дарят, да, бутылку вина, вот этот вот перекидной календарь с лошадями там какими-то, Советского Союза там еще принтами, это ужасно, не тратьте на это деньги. Собственно, вот эта статистика, которая, по-моему, да, американская статистика, это вот столько люди пользуются продукцией. Как думаете, я не знаю, видно, не видно? Да не буду спрашивать, давайте я просто скажу. Раньше не было вообще такого понятия, как брендированные ручки понятны, ежедневники понятны, эти корпоративные одежды понятны, но сейчас последний год или даже два, кто марафонист, кто бегает? О, один. Ну, кто за здоровый спуск? Все. Короче, фишка в том, что в последние два года появилась такая новая категория, которой раньше вообще, в принципе, не было, питьевые бутылочки, которые дарят всем сотрудникам вместо пластиковых стаканчиков. Это реально просто поголовная история. Поэтому мы эту статистику сюда внесли, где эта штука 38 раз. То есть иногда человек может забыть ее дома, иногда нет, но в целом вот он ее, он контактирует с ней, с логотипом, контактирует с ней не менее 38 раз, ну, в среднем. Это срок службы, можете посмотреть, эта статистика тоже открытая. Как видите, ручка самая такая простая, ее все потеряют. На самом деле два месяца – это если она хорошая, а не пластиковая. Дальше флешка, потом идет питьевая бутылка, живет реально 3-4 месяца. Серьезно, есть хорошее нанесение. И не пахнет изнутри, потому что очень много пластика, ну, такого неправильного, вонючего. Пауэрбэнк, кто не покупал Пауэрбэнк в своем осознанном, да, а кто не покупал, кому дарили. Ну, как бы, Пауэрбэнк и флешка стали на одно место по количеству подарков в корпорациях. Потому что, ну, в принципе, наверное, купить Пауэрбэнк, если ты такой, типа, вот хочу, все, умею и все. На самом деле, ну, как бы, у каждого человека есть по 2-3 Пауэрбэнка. И вот последний ежедневник реально 10 месяцев, но только при одном условии. Он, вот живет он 10 месяцев при одном условии, при каком? Какой должен, а? Твердый. А, смешно, что вообще пользоваться? Нет. А какой должен быть ежедневник? Твердый. О, это уже нет. Это твердый, да? Из Москвы? Нет. Понятно. Ну, вот твердый уже есть. Смотрите, ежедневник должен быть недатированным. Это история почему? Почему недатированным? Потому что его используют не как ежедневник, а как записную книжку своих мыслей. То есть, она выполняет две функции. Записная плюс ежедневник. По поводу твердых сразу оговорюсь. Чем дальше от Москвы, тем тверже ежедневники. Это правда. Как ни странно, чем ближе к Москве, тем мягче обложка, тем вот, знаете, софт-тач. Такое что-то очень приятное, очень классное, очень миленькое. Чем дальше, особенно там Урал, а еще Сибирь. Это должно быть кирпич с золотом. На торце обязательно, значит, золотом. Обязательно тиснение такое, знаете, позолоченное или серебряное. Ну, серебряное сейчас нет. И вот должна быть такая вот толстая хрень, обязательно датированная. Там люди почему-то, ну не почему-то, лет 5 уже как-то отстают от Москвы и регионы. Мы вот 5-7 лет разница между восприятием мира. Люди прекрасные там, но больше такого, скажем, консерватизма. То есть, если мы это всю жизнь делали, мы это всю жизнь будем делать. Ну, то есть, как бы мы дарили всю жизнь 20 лет ежедневник, ручку, не нужно никому блокнот, бутылку вина из-за шана. Так мы и будем дарить. Потому что люди не хотят вот двигаться. Почему? Потому что, ну, консерватизм. В Москве попроще. Ну, и в Питере вообще, в принципе, там, не знаю, в той же там, в Казани. Ну, надо сказать, не только Москва прям, да? И Казань прекрасный город. И где, ну, очень много, Краснодар тот же самый. Там тоже достаточно все хорошо. Это наша статистика. Я прям вот с гордостью говорю, что 2013 года в Одинесске мы ввели статистику. Зачем вообще это делается? Почему корпоративные заказчики что-то берут? И вот оказалось то, что не про продажу. То есть, как бы, знаете, вот все говорят, типа, как померить, типа, рои сувенирки? Мы не вложим в сувенирку и там вообще в мерч денег, пока не поймем, какая отдача будет. Денег не будет. Потому что померить сувенирку тяжело. Потому что она про эмоции, она про лояльность, она про уважение к твоему партнеру, сотруднику и клиенту. Прежде всего. Возможно, у кого-то, ну там, кустарно или на местах получалось померить. Но это не про это. Это про лояльность. Поэтому первая лояльность, потом идет пиар, потом повторная продажа. Это когда нужно сравнить, то есть это уже ваш клиент, но нужно как бы повторно поблагодарить. И только совсем чуть-чуть, 10, а потом даже и ниже, первичная продажа, когда человеку с помощью сувенирки завлекают в продажу. Вот. Собственно. Фоткали? Окей. Про тренды. Я на VC пишу очень много. Я автор на VC. Я корреспондент сувенирного журнала и меня отсылают в различные прекрасные места по типу Европы, Гонконга и прочее. Поэтому я очень много вижу то, что творится в Европе и Азии. И хочу поделиться с тем, что я нашел в этом году. Первое. Мы не отстаем от мира. Мы вообще прекрасны. На самом деле тренды, которые появляются в Европе, у нас в России появляются со скоростью, ну максимум месяц-полтора. Из-за того, что хорошо настроена логистика через Прибалтику, то как, через Беларусь и прочее. Но мы не отсталая, так скажем, страна по именно корпоративному мерчу, по развитию, по пониманию, что главное, что в тренде. Все начинается в базе. Потом, ну как там, производственная база. Потом через два-три месяца в Европе. Потому что все там уже привезли, все красиво. И через месяц в России. То есть условно мы практически, ну в общем-то в едином поле общаемся. То есть нам реально есть чем гордиться. Мы далеко не последние на этом рынке. Первое. Что самое популярное? Прошел век... В общем, мы, короче, очень много природы используем. Постергриву. И особенно пластиковые вот эти вещи, которые постоянно мы выкидываем. И реально мусор после нас просто, ну вообще, дожопок. Вот честное слово. Ребята, вот прям не пользуйтесь пластиком. Пожалуйста. Такая статистика удручающая. Наши дети будут плавать в этом говне. Извините, просто для меня это боль. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь пластиком. Пользуйтесь переработанным пластиком. Это более полезно. Но проблема сразу озвучу. В России нету хороших цен на переработанный пластик. Это дороже. Потому что у нас нет на это спроса. И у нас нету достаточного инфраструктуры, чтобы перерабатывать. Поэтому мы все заказываем в Европе. А то, что у нас, то, что у нас на сортировке и прочее, к сожалению, до сих пор выкидывается. Ну, в общем, как пакетисты, так и пакетисты. А у нас запрещено. У нас просто вторичка я даю вам на организацию. Потому что переработанная. У нас это все определили по классу отходов. И по закону запрещено перерабатывать. Добро пожаловать. А какие гонки расположены? Дивный новый мир, да. Ора просто плачет по нам. Или нет. Дивный мир не Ора. Написал. Ну, неважно. Да, Хаксли Олдес. Да, спасибо. Короче. Переработанная история. Причем самое интересное, не только пластик, но и, как ни странно, одежда. Реально люди перерабатывают одежду и здорово возвращают ее в строй. Допустим, я был, даже не допустим, я был в Гонконге. Я был на стенде. Я был на стенде, где компания показывала авось. Я говорю, блин, о, ё, это наша. Знаете, они обиделись, мне даже сфотографировать запретили. Знаете, каждый китайец пишет, типа, на уход. Как будто мы вот такие прям, реально поймем, о чем вообще речь. Вот. И прямо скопируем и в России сделаем. У нас прям инструктура лучше, чем Китай. Число. И они обиделись, сказали, у нас есть ноу-хау, они патентами в нос тыкали. Ну, это наша. Я говорю, блин, ладно, всё нормально, но проблем. Идея в том, что они полностью, вообще, вся Европа отказалась от пластика. Практически вся. Ну, то есть, по-моему, вот я видел, в Австрии вообще не пластика, да. То есть, ну, вот именно пластиковых пакетов, которые бумажные. Либо сумки-шоппер. Ну, вот как раз то, что мы делаем для National Geographic, это прекраснейший кейс, который я прям всем показываю. Это реально, ну, то есть, это вот кошелек, и это же еще сумка-шоппер. Сам таким пользуюсь. То есть, это и кошелек, и сумка-шоппер. Заменяет. Ну, сколько она у меня жила? Четыре месяца. Каждый день хожу в магазин. То есть, ну, много я пластика сэкономил. Вот. У National Geographic вообще есть такой прекрасный место пакета, или мир без пакета, хэштег. По нему есть даже сайт специальный, где можно прям почитать о том, что, ну, это глобальная инициатива сокращения пластика и повторное использование. Причем, кстати, вы должны понимать, что идея в чем? Идея в том, что не отказаться от него. Но мы же все-таки как бы не в каменный век хотим вернуться, понятное дело. Поэтому пользоваться пластиком мы будем, но лучше осознанно пользоваться, то есть многоразово. Пользоваться хлопчатой, бумажной, синтетической продукцией мы будем, но лучше многоразово. Не выкидываем. То есть, это вот перепотребление, оно вот, оно захватило наш мир. Это не просто слова, это корпорации об этом тоже размышляют, и вот, собственно, пример того, как они размышляют, дарят своим сотрудникам и клиентам. Беспроводов – это тренд, который прекрасен тем, что провода вообще уходят в прошлое. Сейчас wireless зарядка, wireless charger, ну, в общем, беспроводная зарядка – это самая такой популярная item, популярная позиция, которая, ну, не знаю, началась в Азии, закончилась в России, собственно. Ну, вот, я не знаю компаний, которые не заказывают зарядки, и чтобы зарядка была беспроводной, это уже как-то типа мобитон. Поэтому это еще экономия на проводах. Провода тоже денег стоят, плюс еще экология. Это все зашивается, когда компания дарит, когда она сезде и дарит подарок. Это все зашивается. Ну, подарок. Многофункциональность. В общем, я видел Powerbank с зажигалкой, с этим, как его, с лазерной указкой и с этим открывашкой. В общем, в одну вещь засовывают просто все, что угодно. Это, допустим, наш item – это, господи, товар. Здесь три или четыре элемента. То есть это таблетница, это, значит, у нас потом два – это термос, потом обычная кружка и еще что-то, честно, забыл. Идея в том, что совмещает несовместимость. Это все, опять же, пошло от наших прекрасных азиатов. Они прям обожают. Чем больше в одну штуку пикнем, тем вообще класс. Ну и, наверное, все прекрасно на этот кейс. Собственно, это не про рыбок, не про этот кейс. Дело в том, что если раньше все было но-нейм, если раньше, грубо говоря, футболка такая… Ну, блин, вот вам дарили футболку с логотипом, компания. Где вы ее используете? На даче. На даче. На огороде. Да. Или дом, как начнушку. Ну, бывает такое. Ну, пусть она рвется во все… Да, как можно. Конечно, на промоакциях, понятно, там, где у тебя большой, огромный поток, 10-20 тысяч, понятно, там все сохранилось. Но мы сейчас говорим о корпоративном мире, клиентах, партнерах и сотрудниках особенно. Потому что клиенты найти намного проще, чем удержать сотрудников. Потому что все сотрудники, я уже говорил, ну, сейчас кадр и дефицит, голод и удержать сотрудника компании сейчас хотят больше, чем привлечь клиента. То есть, вернее, клиента привлечь легче, чем сотрудник. Поэтому они на него обращают очень много внимания. Что это значит? Это значит, что промо-бренды, на которые делается нанесение логотипа, они ритейлового качества. Это не вот эта хрень, которая порвется и забыли. Они реально ритейлового качества. Допустим, бренд Atlantis, это кеп из Италии. Они реально продаются в очень многих магазинах. И он ушел в рынок промо, в рынок корпоративных подарков. И, собственно, сейчас вполне себе не зазорно увидеть бренд Atlantis из ритейла с логотипом компании какой-нибудь. Мы делали там для, не знаю, для ИТ какой-то компании. Зелененькая, честно. Вот забыл, забыл. Вот представляете, там такая вышивка с таким термоподъемом. Там человек идет, такой вообще красавчик на стиле. Но и даже непонятно, что это, типа промо какая-то продукция, которую подарили. Это реально часть образа. То есть, мерч становится частью твоего образа. Ну, имиджа. Ну и, собственно, вот то, что последний тренд, это то, что вот, надеюсь, вы все прямо впитаете. Вот что бы вы носили, слева или справа? Слева. Прикиньте, это Инстамарт, это магазин доставки еды. Ну, вы бы их бесплатно рекламировали. А почему? Потому что клево и красиво. А потому что здесь логотип, он минималистичен. Минималистичен. И он зашип в нестандартной форме нанесения. А это, знаете, это когда, типа, лень матушка. Типа, давайте фиганем логотип и подарим клиенту. Будет он носить? Ну, если только ЦА, это бабушка. Да? Твоя бабушка и дедушка, которые приезжаешь показывать. Хотя, опять же, такое тоже бывает, такое тоже делается. Я сейчас отренд. То есть, и так, и так можно делать, но сами понимаете, так прикольно. Сколько у меня времени? О, ё! Моё! Окей, тогда я покажу три кейса. Я думаю, будет так. Первое. Хочу показать, наверное... Ну, давайте так. Я хочу сказать следующее, что если у вас есть смм-странички, если у вас есть вообще в принципе история, это не про просто подарить кружку. Это про то, что ты с нами. Мы уважаем тебя, мы любим, и это часть образа. Это не самостоятельная часть образа, но как вот маленькая часть как вишенка на торт. Так как да? Простите, у меня много. Ещё два кейса я закончу. Окей? Вы не против? Вот. Что делают мамочки, когда находятся в декрете? Я вам уже подсказки не подсказываю. Ну, что делают мамочки, находясь в декрете? Вещи покупают сделки. Да не, ну, блин, понятно. А? Ну, блин, они же инстаграмщицы. Они... Лицо заклеивают, как это вы подсказали, да. Вот. Некоторые не заклеивают, некоторые заклеивают, неважно. А что остаётся? Это реальные кейсы. Это сотрудники... Это дитя наша, девочка. Наша сотрудница компании Acronis, компания PR-партнёр. То есть это реальные кейсы нашей растения. То есть это вообще, по-моему, сын PR-директора Acronis. Ну, прям, это реально рабочая схема. А у него подписчиков немало. Ну, ладно, это про неё не могу говорить. Я про что? Здесь какой месседж? Если вы заботитесь, да, таким образом, о детях, сотрудников, ну, во-первых, вы проявляете элементарную лояльность и вежливость, а во-вторых, ну, окей, там, социальный, да, там, но опять же... Ну, у мамочки, конечно, аудитория не такая уж покупательная для вашего бизнеса, понятное дело. Но это аудитория потенциальных сотрудников, которые могут... Ага, значит, то есть как бы компания, подсознательно подкорка компания заботится даже так, как ты в декрете класс, я пойду. Это не прямая связь, это эмоциональная связь, но она работает. Поэтому это можно использовать, то есть как бы чашечка на замену. Ну, я самое, наверное, последнее скажу, то, что я прямо, чем я горжусь. Вот. И всё, закончу. В России существует огромное количество людей, таких, как мы, с ограниченными возможностями. Они могут быть слепые, глухие, с ДЦБ, с развитием, нентальным отклонением, физическим отклонением. Огромное количество. Я сейчас говорю не о детях и о стариках, о них заботится государством. Я говорю о ребятах с 18 лет до 65, к сожалению, сейчас, да, они нафиг никому не нужны. И эти люди, когда они не видят, не слышат, они из общества просто вот выпадают, они никому не нужны. То есть, как бы, хороший сценарий, они сами спились и загнулись, плохой сценарий, чёрный риэлтор их убил. Вот. Реальность существующих людей. Что происходит? Есть такие специальные мастерские, инклюзивные мастерские, так называемые, где людей с помощью, ну, профессионалов, педагогих объединяет группы. И с помощью вот этих групп они что-то создают. Оказалось, в России существует, ну, даже в Москве, мы по Москве, да? Оказалось, в Москве там, ну, под сотню, не сотню там, несколько десятков производств, таких, так называемых, мастерских, которые могут делать настоящий товар, который потом можно отдарить как корпоративный подарок. К примеру. Это наш подарок для клиентов. здесь. Вот эти вот свинки созданы руками слепых глухонимых людей. Ну, что-то из них всё-таки есть, да? Либо ты видишь, не бывает стопроцентной материи всего. Но это профессиональная работа. Вот это, тут написано, подарок. Ассоциируйте, пожалуйста, вот, вертком и подарок. Что это такое? А здесь написано, подарок с любовью. Вертком это подарок с любовью. Мы попросили ребят, они там 40 лет, 45, но они с развитием пятилетнего ребёнка. Мы говорим, ребят, что такое подарок? Они им списали шесть листов, что такое подарок. Это же креативное агентство просто невероятно круто. Я сразу перелистую и покажу. Что это мама? Спросили человека 35-40 лет. Он сказал, мама, это пуговицы, на которых всё держится. Мать его, ни один нормальный человек такой не придумает. А он просто идёт и всё. И это до слёз. И вот такие вещи они могут придумывать реально в большом количестве. Это дизайн беру и так далее. Вот. Вот эта вот мастерская, которую мы поддерживаем. Соответственно, они делают керамик. Вот этот человек, Миша, по-моему, да. Он практически был уже, ну, потерял жену. У него, в принципе, умерла собака в воде и так далее. Всё, он не нужен. Но он пришёл в мастерскую, он получил новое образование. Он кончал, он начал делать вещи, которые сейчас покупают айтишники. Вот так выглядит компания Мэлру Дарила. Здесь есть несколько элементов. Каждая там приложила компания, ну, мастерская. Силы свои. Этой до сих пор с 2016 года никто не выбросит. У них рука не поднимется. Таким образом вы делаете следующее дело. Вы не просто, как это сказать, дарите клиентам свои подарки, да? Но вы ещё решаете социальную функцию. Не куда-то деньги заслали и отправили своим клиентам открытки. Это вообще молодушничество, что у компании нет денег и возможность поддержать, а на клиентах хотите сэкономить. Они же всё секут, они понимают, они нормальные люди. Они никогда не скажут, потому что тема сложная. Но они понимают, на вас сэкономили. А тут вы им дарите реальный подарок и говорите, ребят, мы реальные деньги берили реальным людям, которые не просят, а которые с помощью своих рук заработали это. Они получают социализацию, они получают деньги и они получают профессию. Вот, собственно, и всё. Спасибо большое. Браво. Уложился, всё нормально. Всё отлично. Спасибо большое, Антон. Нельзя было просто этот кейс пропустить и упустить. Очень-очень важно. Да, очень здорово. Ещё хочу сказать, что у Антона действительно очень классные статьи. Насколько я знаю, в блоге на сайте, да? На сайте, в фейсбуке. Я у меня в виду в фейсбуке блог, можете подписаться. Я там поселюсь как могу. Обязательно, да. Очень интересно действительно у Антона статьи. Вопросы? Давайте парочку вопросов, если есть. А вот к ним обращаться, вы прямо через вас можете? Их можно искать, можно через нас. Просто мы взяли под патронаж две-три компании, которые мы можем, то есть, на самом деле, общаться с ними очень тяжело. Потому что, как бы, это не вот это, вот знаете, как вот... Кто заказывает суньер-продукцию из вас всех? А куда? Один человек. Окей, я даже могу. Давайте, без обид. Как приходят клиенты? Нам срочно нужно постоплатно придумать из-за нас, у меня вообще ничего не колышет, срочно решить. Ну, не все, но такое бывает. Да, такое бывает. Вот так с ними не прокатит. Мы такие сразу, ну, как это в нормальном мире, да? Таким, окей, хорошо, да, поставки, да, там, давайте брейх заполним. Ну, как-то мы вот начинаем коммуницировать. А с ними как не пройдёт. Они совершенно не про бизнес. И с ними нужно другой диалог выстраивать. Мы умеем, например. Если напрямую, пожалуйста, я буду кран. Это не ради денег, это ради вот такого боли. Мы, да, мы такой поддерживаем, мы поддерживаем, мы поддерживаем. Дерево, дерево, керамика, дерево, керамика, вязка, ну, типа там авосьика и прочего. Что ещё? А, и вот гряди. Нет, у нас просто перед Новым годом что дали клиенту? Показайте все. Все? Володой купил. А, да? Да, по-моему, я уже об этом говорил где-то, я не помню. Да, и как в этом году, пора заказывать, ну, в 2 сентября, в скором, в 2 сентябре. Не позднее ноября, потому что в ноябре все, как-то, ворота закрыты. Да, начнём, потому что я просто сижу и думаю, что дали клиенту? Ну, не кирпичи, ладно? Ну, с золотым облеском? У меня есть, меня не было в прошлом году. В этом году я ездил, поэтому на это не заказывали. Свежая волна, я понял. Окей. Ну, я пошёл. Не знаю, можно? Да, да, да. Участвуете ли вы в коммерческих и государственных тендерах по этой продукции? И что на эту тему можно тоже сказать? Какие тенденции? Ну, вот почему? По благотворительности? Нет, по сувенинам, вы же рассказывали, по сувенинам. Тендеры – это жопа, тендеры – это жопа. Это вообще кто-то придумал, не знаю. Вообще это ужасно. Как-то поэтому… Для местных и государственных тендеров есть? Нет, мы участвуем, у нас есть отдел, вендорный отдел, как мы прочитываем. 214 страниц, чтобы выиграть 250 тысяч рублей. Ну, что это за маразм? Кто это придумал? А почему-то вот так мы все работаем. Мы не любим тендеры. Мы любим работать напрямую, потому что надо быстрее решать потребности. Тендеры – они без души. Там как раз именно про продажу, про продажу продукции. Там не смотрят про душу, там не смотрят про идею. Мы за идею, за то, чтобы, ну, каждому сотруднику было хорошо в компании. А это не через тендеры. Просто некоторые заказчики не могут без тендеров, вы знаете. Ну, конечно. Да, да, знаю. Да, спасибо большое. Это не мое. Это не мое. Я не знаю, что это. Все правильно. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Вы расскажете нам про такой инструмент, как эффективная реклама в диджитал экранах. Пожалуйста. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Коллеги, ну, хочу извиниться на презентации. Технические моменты. Ну, и поэтому мое выступление будет все-таки нормально. Я понимаю, мы все устали. Может быть, скорее всего, даже пора. Здесь я знаю. Так, начнем. Ну, казалось бы, ни для кого уже давно-давно 10 лет, что игровое главное решение – это очень востребованный инструмент маркетолога. Это решает многие задачи. Иногда это даже не просто про рекламу, а даже про прямые продажи продуктов. То есть, есть такие действия, наверняка вы их знаете, когда с помощью игровых рекламных решений решались задачи именно продажи какого-то конкретного продукта. Ну, и до сих пор в сегменте «Индор», именно, хотя, казалось бы, да, инструмент существенный, вот, и экраны, интерактивные экраны, но именно игровые рекламные решения, ну, если они и были, то они были в каком-то очень сеченном таком, в тренировом виде. Вот, то есть, это, может быть, какие-то короткие опросы, короткие векторины. Вот, ответить на два вопроса и, значит, что-то получить. Или не получить, зайти к нам на сайт после этого, еще хуже. Да, и, собственно, ну, я понимаю, достаточно сложно коммуницировать с человеком, допустим, если он видит тишинский экран в аптеке или в магазине или в лифте, в том же самом. Взаимодействовать в плане именно игровых каких-то активностей достаточно сложно, потому что очень маленькое время контакта, во-первых. А во-вторых, некая скованность аудитории, потому что многие, ну, не любят, собственно говоря, да, видеть, показывать другим, что они делают с монитором, с компьютером. Ну, это чисто психологические моменты. Вот, отсюда возникает скованность, ну, и, соответственно, недоверие к такой роду активности. Но прогресс, как известно, не стоит на месте. И, незаконно, оказалось, что существует, ну, некое целое направление вендор, да, к которому эти негативные моменты не имеют почти никакого отношения. Я говорю сейчас, вот, собственно, каждый реклама свое болото хвалит, я говорю о нас, о диджитал-рекламе в такси. Ну, вот, предположим, представьте, человек сел в такси, комфорт, комфорт плюс класс, вот, и с экрана ему предлагается, да, сыграть в какую-то игру. Нажми на кнопку, получишь результат, причем абсолютно бесплатно. Человек находится в зоне комфорта, он едет, вот, заняться ему практически нечем. Он находится, ну, в таком, условно, условно в положении узника такого, он не может подоедться из машины. Физически, конечно, может, но вряд ли он подоедет оттуда, ему же надо ехать. И среднее время поездки в такси сейчас, это 20-25 минут. Разумеется, человеку, как я уже сказал, делать нечего. В 93-х процентном случае человек нажмет на эту кнопку начать играть. Просто потому, что ему скучно. Дальше, все зависит, конечно же, от креатива компании, да, ну, от многих вещей, в том числе от креатива, но главное, это жадность бренда, да. Я хочу сказать о том, что, что дарить, что дарить. Вот человек сыграл в игру, взаимодействовал с вашим брендом, вот, ну, скорее всего, это, конечно, скидка. Вот, но скидка тоже должна быть не мимо, какой-то, то есть 5% вряд ли кого-то заинтересует. То есть это должно быть 20-25-30%. И тогда аудитория просто поймет ценность этого подарка. Вот, иначе получится, что, ну, мне подарили 5%, если я вдруг зайду в этот магазин, я, конечно же, воспользуюсь этой скидкой, если про нее не забыл. Но когда человеку предлагается, допустим, в том же ресторане скидка 30% минимум, вот, человек, имеющий деньги, конечно же, придет в ресторан, он все равно ходит в ресторан. Вот, он придет туда и воспользуется этой скидкой. Ну, и, да, стоит еще отметить, что сам выигрыш, да, человек должен сыграть в эту игру. И сам по себе выигрыш будет ценен для потребителя. Он будет думать, что, ага, я выиграл, я получил что-то. Это чисто психологический момент, который, ну, ну, каждый человек любит, когда ему что-то, ну, падает бесплатно, да, выиграл, он выиграл. Это ценность. Извините, я запинаюсь чуть-чуть. Вот, и неважно, какая это игра. Длинная, короткая, ну, скорее, это какие-то короткие, казуальные игры, я имею в виду, да, тэпли, змейку, там, не знаю, разбей шарики, да, схвати слона за ухо и так далее. Неважно. Вот. Причем данное игровое решение работает скорее только на, не на эконом-сегмент, а именно на сегмент комфорт, комфорт плюс. А почему? Потому что, когда у человека нет денег, он и не пойдет, собственно говоря, в магазин, в ресторан и пользоваться этой скидкой не будет. А вот когда у человека деньги есть, это данное получение скидки для него уже побуждение к действиям, побуждение к покупке, собственно говоря. Вот. Ну, и резюмируя все высказанное, да, хочу отметить, что с помощью игровых, именно игровых механизм продвижения, эффективность компании может быть, ну, значительно увеличена, а стоимость контакта, да, прямого обращения серьезно снижена, заметно, вызывает специалистов маркетинга, только, ну, считается хорошим результатом. Извините за чуть сбивчивую речь. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Так, какие-то вопросы есть, Кирилл? А вот игровая механика, она на всей стороне? На вашей, на лице? Это же, по сути, самое сложное во всем мире. Ну, игровая механика, вот сама механика игры, она может быть разной. Как вы вставать подальше? Мы разрабатываем игровые механики, в том числе, причем, разрабатываем их, ну, нескольких игровых механик нами уже разработаны для пассажиров, специально для пассажиров. А, то есть есть какие-то готовые механики? Готовые, да, да, уже готовые. Я говорю, вот сейчас, в данный момент, там, одна из механик проходит техническое тестирование, вот, и, ну, по техническим произвести, показывает очень хорошо, что это вовлечет достаточно большое. Спасибо. А, Кирилл, а можно я даже вам вопрос задам? Какие-то цифры по конверсии, что-то, вот, очень хочется цифры. В данный момент не могу, я говорю, проходит техническое тестирование, но еще не до конца. Вообще, вообще, в принципе, эффективность? А, ну, она большая, то есть процентов, как я уже сказал, более 90 процентов взаимодействует с экраном в этот момент. То есть, это, ну, получается, что человек, да, как я уже сказал, он находится в зоне комфорта, он едет, ему хорошо. И тут ему предлагается еще что-то получить дополнительное, ему и так хорошо. Ну, почему просто не нажать на кнопку? То есть, более 90 процентов пассажиров взаимодействуют с экраном? Именно так, да. Вы замечали. Добрый день. Меня зовут Андрей. По поводу цифр, меня слышали, я микрофон улучшил? Да, значит, по поводу цифр, это не просто реклама, которая будет в предыдущей рекламной роли, выделываясь в сбор, но на что, что-то пассажир будет известен с пассажиром, на экране обороны продолжаются контенты. Причем он здесь снижирован, это не просто там что-то скачетное. Это и внутренний фильм, у нас он, с пассажиры с детьми, это и бизнес-тренинг, это и, там, мы говорим, различные пассажиры, программы, как распределы, механики, там, в английском языком, во время поездки, вы можете, там, изучить какие-то слова. Здорово, английский язык. Мы следим за историей использования экрана. Чем больше у нас вознадачного контента, и именно контента, вы просто там, фуги продать, а у интересного происшествия, пространные, обучающие, у нас растет эффективность. То есть, у нас был момент в прошлом году, когда начатка экрана, работа, встретила, что сарим показывает какие-то контенты, видео. А раньше было на древесине, связано, там, меню новости. И больше половины сажира программы включала. Как только мы вели историю, что сарим показывает важнообразный контент, у нас в течение, ну, скажем так, 95% экрана саримов включен. Есть порядка 20% нажатия на основу в течение, на среднем 15% в течение его обратно. То есть, это поигранность, да, обратно. Если ты в этой истории эффективности... Ну, допустим, у нас несколько форматов, как главный, когда этот банк, 1-3-3-3, мы технологически проводим на полу, как наши, так и клиентские. Вот состояние, который у нас был, он собрал 11% конверсных переходов, 5 вопросов глубины было, и в доме года вопросов 75% отвечает на школу. Рекламный банк у крупного бренда, ну, так как все, делаем у нас тоже отличается. Да, там конверсия довольно 1-1,5%. Но как только что-то, ну, такое более, там, дорогое, как бы, это взаимодействие, оно растет, там, в районе 70-70%. Очень хорошо работает история с нативной рекламой, когда они просто показали, или идем на нас, и идем вперед, да. А есть связка, вот, вы говорите, пассажиры с детьми, вы торгетируете на то, что я бы на машину и указала ребенка, или я должна, как мать, сама выбрать там, не муфию? К сожалению, данный я нам передаю, мы начинаем сообщаться на эту историю, у нас есть история определения полуозраста. Каждый экран оборудован в камере, и мы видим возраст пассажира и его полу. Мы на вас не так ограничиваем, в том случае, это все происходит программа на локальном устройстве, данных мы не храним. Соответственно, да, я помогу увидеть, что это пассажир времен. Мы можем к этому привязаться. Но конкретно, чтобы вы содержали тактику, даже детское крест, но у нас нет. Вопросов больше нет? Спасибо большое. Это разработка вашей российской, я так понимаю, да? Да, у нас в собственной разработке были невидовые планшеты, у нас очень много опытных экспериментов прошло с оборудованием. У нас ждать свои инженеры, у нас будет полностью переделанная, и с программинкой тоже своем. Какой потенциал роста рынка в этом сегменте вы видите в России? Потому что на Западе, скорее всего, это уже... Западе уже давно, в Нью-Йорке, это уже на поле на рынке, а мы, как всегда, от этого всего остаём. Есть внимание, в России, это уже на стилизове тысячи летий, в Москве, это уже на стилизове тысячи летий. Понятно, что большое аудитория в плане разных видов машин, но нас в высшей степени интересует аудитория комфорта и выше класса. Это порядка 20 тысяч машин. Компании есть план, сейчас у нас 30 тысяч машин, это действительно у нас немного отстает рынок, но такими же экранами действительно оборудованы все такси, например, в Токио, с учетом того, что там все такси, как наш премиум сегмент по цене, да, 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 спасибо большое. И последний на сегодня докладчик Антон Шаяхов, директор агентства OutMarketing, расскажет нам, как организовать работу распределенной команды. Это немножечко не наша секция, но тем не менее. Да, пожалуйста, Антон. Всем привет, да я сам себе секция на самом деле. Я последний, я сейчас попытаюсь вам бодро рассказать, потому что все уже устали. Сейчас появится презентация, я на самом деле начну. Я вам буду рассказывать о том, как вообще отдавать работу распределенной команды. У меня маркетинговое агентство, у нас 15 человек, и у нас нет офиса. Мы все сидим вообще в разных городах, в разных странах. Так получилось, что у нас сейчас даже в Москве вообще никого нет. Раньше в Москве хотя бы я был один. Сейчас я живу в деревне во Владимирской области, намеренно туда уехал, чтобы там спокойно, среди природы и куриц, настоящих куриц в смысле, развивать свое агентство. И я расскажу о том, как мы это делаем. Нас 15 человек, я даже часть людей никогда не видел, но это не какие-то фрилансеры, которые делают часть заказов для меня. Это вот ребята, которым я плачу зарплату каждый месяц. Это мои полноценные сотрудники. Ну как, что-нибудь в данном у вас почте? Я на самом деле хочу три вещи рассказать. Давайте я прям начну. Время не буду терять. Я в целом помню, о чем я хотел говорить. Первое я хотел рассказать про agile. Кто знает вообще, что такое agile? Сейчас просто из каждого утюга agile, agile. Герман Грёв говорит agile, machine learning, deep machine learning. Вы все видели эту картинку, да? Про agile. Потом второе я хотел рассказать про процессы внутри нашей команды, как вообще все, что происходит. И третье, как мы работаем с заказчиками. Вообще мы занимаемся тем, что мы для больших, крупных брендов аутсорсим маркетинг. Делаем сайты, делаем какие-то рассылки, картинки и так далее. О, есть поют. Вот, иногда еще делаем интерфейсы, собираем мобильные приложения, собираем личные кабинеты. Вот это вот все. Но очень сильно с закосом на маркетинг, с исследованием опыт пользователей и так далее. В общем, такие делаем digital всякие штуки. Так вот, мы работаем по agile. Agile – это такая методология разработки, которая позволяет быстро-быстро что-то делать. Вот, смотрите. Да, ладно. Я раньше работал вот в этих проектах наверху. Сегодня, кстати, говорили про Яндекс. Я раньше в Яндекс.Навигаторе запускал мониторационные модели. Кто ездит и видит там рекламу. Всем привет. Это я запускал. Вот. Progile. Это вышло все из разработки. Разработчики изначально жили по agile. Это такой метод разработки проектов, когда все, большие проекты делятся на короткие итерации. Одну недельку что-то поделали – релиз. Еще недельку поделали – релиз. Это нужно для того, чтобы у вас было ощущение прогресса. Вы каждую неделю что-то релизите. Это круто. И была прозрачность. Вы все внутри команды видите, что происходит. Каждую неделю у вас случается микро-победа. И вы это выкатываете на рынок. И следуете. Если рынок говорит, что это вы сделали какую-то фигню, вы начинаете исправлять и делаете что-то другое. То есть вы получаете обратную связь очень быстро. Вообще agile, если прям очень-очень по-простому говорить, по-деревенски, как у нас в Владимирской области говорят, то можно представить так, что есть такая доска. Она может быть оффлайновая, может быть отлайновая. На которой есть три раздела. Первый это дуду, то, что нужно сделать за эту неделю. Вот здесь на стикеры просто пишем, что нужно сделать. Второй прогресс, это вы просто, если стикер какой-то начали делать, какую-то задачу, вы ее приклеиваете сюда. И дан, это соответственно то, что вы сделали. И вы в начале недели планируете дуду, и к концу недели у вас все листочки должны оказаться в дан. Ну в идеальном варианте. Обычно, конечно, процентов 50-80 там оказывается. Но ничего в этом страшного нет. Как это все работает? Каждый понедельник вы планируете итерацию. Каждый день встречаетесь на 10-15 минут возле этой доски, чтобы по-быстрому обсудить, что вообще произошло. Но что вы начали делать, какие проблемы, и в конце недели это ретроспектива, когда вы все собираетесь и просто обсуждаете, а как прошла неделя, хорошо ли вы поработали, или плохо вы поработали. На самом деле планирование занимает где-то полдня, и ретроспектива занимает тоже полдня. Итого в неделю получается целый день только на то, чтобы планировать. Раньше мне это казалось полной фигней, но когда однажды у нас в моем агентстве мы остались вдвоем с основателем без денег и без всего, мы поняли, что кажется, нам надо лучше планировать. И чем лучше планируешь, тем лучше в итоге получается. Так вот, Agile дает гибкость. Я уже об этом говорил, что раз в неделю вы делаете что-то готовое. Потом планируем короткими отрезками времени мы это делаем раз в неделю. Каждая итерация микрорелиз, про это я говорил. И прозрачность процессов, вся команда каждый день общается о том, какой у вас вообще прогресс. Мы это все делаем с помощью сервиса Asana, ну или он называется Asana вообще по правильному, но его называют Asana, поэтому мы его называем Asana тоже. Есть на самом деле куча еще других тест-трекеров, Basecamp, Rike, Jira, и их на самом деле очень много. Можно не пользоваться никаким вообще сервисом, можно просто на доске расчертить ее, если вы сидите, например, в офисе. Но так как у нас офиса нет, мы это все делаем в онлайне. Так вот, подробное планирование это путь к успеху, как я уже говорил. Как мы делаем? Вот у нас есть по сути доска, как напоминает оффлайновую доску. Здесь тоже есть ToDo, InProgress. Здесь есть Review, это когда кто-то что-то сделали и надо проверить, что он сделал. Ну и есть, да, это задачи, которые мы выполнили. Внутри каждой задачи, вот в эту карточку можно кликнуть, есть еще задачи. Чтобы, ну например, мы сайт делаем, да, чтобы не было, что надо собрать сайт с понедельника по пятницу. В понедельник ты его не начинаешь делать, потому что, ну, понедельник где-нибудь тяжелый. Во вторник надо отдохнуть после понедельника, среда, это середина недели, это маленькая пятница, все устали. В четверг вроде как надо, но там навалилась текучка, в пятницу садишься и ты думаешь, ладно, давайте со следующей недели. Поэтому, чем меньше, чем больше вы дробите задачи на микрозадачи, тем круче у вас получится. Тем лучше вы сделаете и тем больше вы сделаете. Каждую задачу мы делим еще на кучу-кучу маленьких задачек, которые можно каждый день делать. Дальше. Есть мои задачи на сегодня. Тоже это круто. Мы в начале недели все распланировали, каждому сделали задачу. На каждую задачу назначили ответственного и день, когда эта задача должна быть сделана. И с утра садишься и открываешь просто эту Task Manager, и там у тебя уже все есть задачи. Не нужен тебе ежедневник, как говорил Антон. Можно все здесь вести в Task Manager. День же ежедневник, и это клево. Руками что-нибудь потрогать, это всегда клево. Так это я к тому, что, знаете, сейчас же в современном мире приходится очень часто и очень много принимать решений. Постоянно что-то думаешь, думаешь, думаешь. С утра столько задач, там еще по работе делал куча, потом куча делал. Машина там поломалась, детей надо в садик, еще что-то. Удобно? Открыл? И все задачи есть, думать не надо. То есть мы тем самым избавляем людей от еще, чтобы они не тратили силы на то, чтобы думать, а что нужно сделать за сегодня. Плюс у нас есть командный чек-лист на спринт, да? Приложения есть? Есть мобильные приложения, да? Да у них у всех есть мобильные приложения. Там столько денег вбуханного. Можно этот отель купить, и там еще куча денег останется. Да как отель? 10 отелей. Есть командный чек-лист на спринт. Мы просто его открываем, и в этом чек-листе написано все, что команда должна сделать за неделю. Тоже не надо думать. Знаете, очень часто бывает, начальник спрашивает, типа, ты сделал это? А сотрудник говорит, блин, слушай, забыл вообще. Он говорит, да как так забыл, я же тебе задачу ставил. Начальник ругается на подчиненного и думает, что подчиненный плохой. На самом деле начальник дурак, потому что не дает человеку нормальные инструменты для планирования. И вот здесь вот мы открываем чек-лист, здесь написано, что за задача, когда ее нужно сделать, и кто за нее ответственный. Все, это записано, и если ты это не сделал, то уже ты будешь виноват. У нас есть еще такие теги. Ну вот он так называется, как называется, уж простите. Это говорит о том, на каждой задаче стоит такой текст, что эту задачу мы за неделю не сделаем. Вот они есть. Чаще всего это связано с каким-то согласованием с третьей стороной, когда есть какой-нибудь у нас подрядчик или, например, клиент, и он может это долго согласовывать, и мы такие сразу, окей, эта задача в зоне риска, она может быть не сделана. Плюс есть обновление по задачам, открываешь это как почта. Кто-нибудь сделал какую-нибудь дачку, мне приходит уведомление. Кто-нибудь написал комментарий к задачке, мне приходит уведомление. Очень удобно. Видно в течение дня, как кто работает. Потом, когда мы планируем? Вот у нас есть сотрудники. По каждому сотруднику мы берем, выписываем все его задачи за неделю и примерно прикидываем, а сколько времени в день займет у него задача. Вот, например, пост-аут-маркетинг, это у нас человек в соцсети ведет. Мы говорим, что в понедельник это займет у него полтора часа. И вот 11, это 11 число. Вот сверху это идут дни календарные. Потом ниже цифра. Это сколько его примерная загрузка. И если мы видим, что у него в понедельник загрузка 9 часов, то есть вот 9 рабочих часов должен будет работать. Мы такие, ой-ой-ой, надо куда-то перекинуть. И перекидываем, например, на 14 число, когда у него загрузка всего лишь 5,5 часов. Это тоже очень круто, это эффективно. Мы стараемся делать задачи так, чтобы человек просто спокойно работал рабочий день, чтобы у него не было перегруза, чтобы у него не было недогруза. Это на самом деле круто для распределенных команд, и это круто и для обычных аналоговых команд. Потому что накидают тебе задачи, и фиг его знает, то ли их много, то ли их мало. Это очень сложно понять, если не сделать вот такую таблицу с загрузкой сотрудника. Про работу в команде. У нас для всех основных задач есть фреймворки. Ну фреймворк это просто инструкция на самом деле. Это опять-таки сделано для того, чтобы человек как можно меньше думал. Вот ему, например, приходит задача, нужно сделать прототип сайта. Он берет, открывает фреймворк прототипирования, и тут написано, как, блин, сделать прототип сайта. То есть, ну, понятно, что он немножко должен это уметь, но он на самом деле на процессе не думает. И он читает первый пункт, изучи все вводные, брифт, текущую задачу. Он такой, окей, изучил, потом на гугли пять русскоязычных конкурентов, на гуглил, потом проверь, все по чек-листу. Все, чек-листы есть. Человеку реально не надо думать, как работать. Он просто открывает фреймворк и делает все по фреймворку. Это на самом деле ускорить работу и стандартизировать. Она получается стандартно нормального, хорошего качества, чтобы было не стыдно показывать клиенту. Потому что все сидят в разных городах, разных стадиях, и каждый хочет делать по-своему. А мы говорим, ребята, давайте все стандартизировать. И вообще весь маркетинг мы стараемся загнать в какие-то рамки шаблонов. Дальше есть промежуточные поинты и ревью внутри команды. Это делается так, что, например, клиент заказал что-нибудь, заказал сайт. И мы делаем так, что, например, один исполнитель сделал, вот, нарисовал прототип. И потом должен кто-нибудь другой из твоей команды это заревьюить, посмотреть, а что он вообще сделал. После этого еще раз рисуешь прототип, тебя еще раз ревьюют, потом ты вносишь справки и только потом показываешь клиенту. То есть до того, как клиент увидит внутри команды, несколько раз кто-то другой посмотрит, просто чтобы был взгляд со стороны. Еще мы считаем часы. Вот это вот в конце, что написано, это сколько часов занимает эта задача. И на основании вот этой оценки мы потом с клиента берем деньги. Когда считаем часы, потом эти часы переводим в деньги и строим такую таблицу, выполняем ли мы планы за месяца. Здесь вот видно, что лето, например, это все знают для маркетинга, вообще для всех агентств. Это типа вообще провал. У меня там все красное, ничего не получилось. А начинается потом сентябрь, там ой-ой-ой, 200% происходит. А потом еще декабрь бывает, там 300%. Зависимость, это тоже классная штука, она есть в очень многих трекерах. Она говорит о том, что ты эту задачу делать не сможешь, пока не сделается вот эта задача. Очень удобно, например, если в этой задаче один исполнитель, а в этой другой, и этот исполнитель может пнуть вот это и сказать, слушай, а ты что задачу не выполнил все еще, я ее не могу начать делать, пока ты ее не выполнишь. Тоже очень классно, мы внутри команды друг друга подпинываем. Потом, есть такой корпоративный мессенджер Slack. Кто знает про такой? Это офигенно. Ну просто нагуглите его, посмотрите. Это круче, чем всякие телеграммы. Это такой специально под корпорацией мессенджер, чтобы в нем общаться. И в нем есть куча ботов автоматических, которые вам могут что-нибудь писать автоматом, или откуда-нибудь присылать уведомления, там можно интегрироваться. Вообще Slack очень крутой. И там есть такой бот, называется Stand Up. Он каждый вечер в 7 часов вечера пишет, вот он пишет, привет, маркетовка, скоро скрам, давай подготовимся. Что ты сделал за сегодня? Я ему просто отвечаю, что я сделал за сегодня. Потом он говорит, окей, чем ты займешься завтра? Я пишу, чем я займусь завтра. Он говорит, есть какие-то препятствия, что тебе мешает? Я там говорю, я завтра приду на работу к обеду. Все, он такой восхитительный. Потом он берет, собирает ответы всех сотрудников и постит это просто в Slack, в наш канал для созвонов. И здесь написано, какие сотрудники что делали, какие у них проблемы, какие у них препятствия и так далее. Это очень удобно, все собирается автоматом, не нужно никого опрашивать. Каждый день бот пишет, и каждый день с утра он ответы эти присылает. Поэтому use this Slack, use this всяких ботов для него. Вот конкретно называется стендапли. Это все классно, это очень, опять-таки, стандартизирует маркетинг. Мы стараемся все это загнать в какие-то процессы, в какие-то трейнворки. По поводу отчетности. Заказчик может быть, на самом деле, как внутри проекта, если это какая-то большая компания. У нас заказчик, чаще всего, это просто какие-то компании со стороны. Мы рисуем диаграмму Ганты. Рисуем ее в Excel, на самом деле, просто потому что это как-то проще. Для чего мы ее рисуем? Мы рисуем для того, что, например, мы говорим, слушай, друг, мы тебе будем делать сайт. Вот есть разработка структуры и навигации, мы ее делаем неделю. А потом, вот за эти три дня, ты должен согласовывать структуру. Ты должен быть готов, чтобы в эти три дня у тебя никто в отпуск не ушел, никто не занят другими проектами, и ты обязуешься согласовать за три дня. Потому что в агентском бизнесе согласования, это вообще могут растягиваться очень долго. То есть там клиент такой, блин, я не собрал еще консилиум, сейчас еще 10 человек посмотрят, и потом мы вам ответим через две недели. А ты хотел не через две недели продолжить работу, а быстрее, чтобы денег заработать. Потому что пока ты бежишь, ты зарабатываешь деньги, перестаешь бежать, деньги перестают зарабатываться. И мы с заказчиком говорим, вот здесь ты согласуешь в эти даты, вот здесь ты еще раз согласуешь, здесь ты еще раз согласуешь. И он такой, все, ребята, я подписался, я готов в эти даты согласовывать и готов успевать. И это тоже ускоряет. Потом, когда ты согласовываешь, очень часто бывает так, что они говорят, блин, я бы хотел согласовать, но я не могу. У нас директор на важном совещании Совета директоров, и мы никак не можем за эти три дня согласовать, или он уехал куда-то в командировку, давайте как-то позже. Мы берем и просто записываем видео с экраном, где один из людей, один из менеджеров рассказывает, а что вообще мы сделали, там показывает какой-нибудь креатив, или сайт, или интерфейсы, и просто говорит, а что я вложил в это, когда это создавал. И потом мы этот видос просто ребятам отправляем куда-нибудь в чат или в почту, и говорим, окей, если вы там на совещании посмотрите вечером в такси или когда хотите, и потом присылайте свои комментарии. Просто отправить работу просто так человеку, это плохо, он может что-нибудь не понять, не так придумать, ему не понравится. Всегда классно сопровождать комментарием от Творца того, от чего ты вообще в эту работу вкладывал. Поэтому мы записываем видео и отправляем просто человеку видео. Какие есть вообще минусы во всей этой теме в удаленке? Первое, конечно, проблемы с мотивацией. Ну, у меня таких проблем нет просто потому, что я свою компанию развиваю. Могут быть такие проблемы, когда, ну, знаете, там хочется к холодильнику сходить, если из дома работаешь, ну, или там куча дел домашних начинается, с детьми поиграть. Здесь может быть проблема с мотивацией. Потом может быть дневное одиночество, когда хочется у кулера с кем-то пообщаться, хочется куда-то выйти, но мы специально стараемся подбирать людей, которым общаться с людьми не очень хочется. Для меня вообще идеальный день – это когда мне вообще из дома не надо выходить. Ну, то есть, вот если я ни разу на улице не был, это прям прекраснейший день для меня. И мы стараемся всех ребят таких же искать, которые, ну, скажем так, других людей не очень любят, но по-хорошему не очень. Просто им нравится дома. А потом есть еще такая тема с предвзятостью и недоверию, когда ты, например, дома что-то делаешь, а на другом конце страны тебя ждет человек и ждет, пока ты сделаешь какую-то работу. А ты реально там целый день запарился, у тебя ничего не получается, и ты говоришь, блин, я вот не могу сделать, у меня не получается. Тебе говорят, ну, понятно. Наверное, ты проспал просто везде. И с этим можно тоже бороться за счет того, что вот у нас постоянные скрамы, у нас в Асане приходят обновления, кто что сделал, у нас в флаге собираются отчеты, на какие у людей есть проблемы, что они вообще за вчера сделали, за сегодня, ну, то есть, все вообще максимально... Всякие непредвиденные расходы, когда вырубают электричество, когда проливаешь чай на компьютер, на обычной работе тебе просто работодатель это покупает, а здесь, ну, надо как-то это самому решать, и вот такие всякие непредвиденные расходы получаются. И, конечно, самая большая проблема – это бесконечный рабочий день, когда нельзя переключиться, когда ты просто целый день работаешь, и в какой-то момент работа может съесть вообще все личное время, потому что, ну, ты просто уже дома. И ты сидишь с компьютером целый день работаешь, работаешь, потом вечером работаешь с этим. Тоже, конечно, надо бороться, но в целом и боремся. Но я хотел сказать, что вообще на самом деле сейчас про удаленную работу модно говорить, что типа это тренд будущего, скоро все будут работать из дома, удаленка – это суперкомпьютер. Я сейчас вообще осознаю, что удаленка – это вообще не для всех. Это на самом деле намного сложнее испытание, чем работа в офисе, потому что в офисе намного больше условий для хорошей работы, чем на удаленке поэтому если что подумайте об этом а итог гибкие методологии для разработки для распределенных команд это благо для нее и не для распределенных команд это круто agile это вообще это очень здорово подробно и тщательно планируйте как я уже говорил мы в неделю один день тратим на то чтобы спланировать у нас на работу остается четыре но за эти четыре дня мы успеем так много как бы не успели там не знаю за 8 дней без планирования контролируйте работа друг друга внутри команды вот эти постоянные ревью когда друг за другом присматриваешь заказчик должен быть готов принимать работу помните я говорил про согласование сроков когда заказчик все я в этот нем а последний еще раз я еще раз говорю да но это вот я все время планируете планируется да да планируете никто потом не планирует поэтому я здесь два раза говорю об этом что как может не запланируешь тем лучше получится у меня есть на самом деле на ютубе такой канал маркетов я там говорю про маркетинг про бизнес про страны команды вы можете на него подписаться и захотите посмотреть я там всякие штуки рассказываю все спасибо вам большое за внимание спасибо что целый день провели здесь я такой завершающий сервис про которые вы рассказывали они условно бесплатные частично платные но они в основном бесплатные как только хочется какой-то больше функциональности они сдают платными но вот за сану мы платим 5 долларов за человека в месяц ну как бы это вообще копейки и вот прекрасный сервис по поводу часов на определенный вид работы когда все это дело собирается это какой сервис это прекраснейший сервис excel мы как раз на это полдня в понедельник и тратить чтобы конечно может выглядеть так что мы фигней какой-то занимаемся но но когда я вижу сколько мы заработали денег за неделю я понимаю что мы не занимаемся знаете есть такой прекрасный кто-то немного пошлый уже у нас может спочек профессоров в институте спрашивал типа как часто люди занимаются сексом кто-то занимается раз раз в день поднимите руку там подняли кто-то раз в неделю поднимать потом спрашивают а кто раз в год и там один человек такой щит урок у тебя я занимаюсь этим раз в год они говорят а что ты такой радостный потому что этот день сегодня у нас такие сходки будут у нас завтра такая сходка мы проводим раз в полгода очень удобно я как раз в москву приехал завтра у нас отовсюду ребята собираются мы там сняли большую квартиру и мы там все будем до воскресенья вместе тусоваться и это будет типа такая стратегическая спасибо 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 что выдержали отслушали думаю сегодняшний контент будет для вас полезный кто еще не получил закрывающие документы на регистрацию кто еще не получил диплом участника тоже пожалуйста на регистрацию а я был рад вас всех видеть спасибо за участие и до следующих мероприятий а все материалы презентации видео подарки мы отправим как и обещали в течение дня рабочей